Воин-волшебник Луи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь не может быть ошибки, внутри пустота Тогда возможно... Да, вполне возможно, что в этих руинах спрятаны куча сокровищ Сможешь открыть? Придётся повозиться Вот если бы с нами был маг, дело пошло бы в гору Маг? Да, такая сила нам бы пригодилась Гоблины! Думаю, для ночлега нужно поискать местечко подружелюбничать Вернёмся в Офан, нам нужно передохнуть И не забудем про мага Да, а я помолюсь Майле, богу войны Чтобы мы нашли подходящего Что ж, решено Пора уносить ноги Ага Хорошо там, где нас нет Мирель, не наступи на шнурки Да знаю я Ну, тогда вперёд! Эпизод первый Герой сваливается с небес Офан Три дня спустя Опять мы в долгах Почти ничего не осталось Луи! Постой-ка! Такой высокий и волосатый Тут не пробегал? Вот блин Лучше побыстрее отмазаться Он пошёл туда Луи! Ушли? Да Спасён, спасён Эти девчонки постоянно ко мне клеятся Это начинает уже раздражать Покеда Эй, спасибо за помощь Я куплю тебе выпить Отвали! Не прижимайся ко мне, нажравшийся козёл Эй, погоди! Козёл, 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 козёл! Поганый извращенец! Чёрт побери! Интересно, за что? Итак Зачем вы меня сюда притащили? В наше время очень сложно Сбить человека И не получить при этом парепия Мы можем выяснить всё здесь Если, конечно, ты сможешь за себя постоять Или разрешим спор кошельком Ты вызываешь меня на бой? А я тебе чем-то не нравлюсь? Не слишком-то ты разборчив в выборе оппонента Что? Считаю, что тебе повезло, если я сломаю тебе только одну руку Что? Одну секунду! Я всё слышал Этот бой Я приму его Ты кто такой? Ассистент! Есть возражения? Ты что, там застрял, что ли? А Хотел срезать и... И попался Ну, смотрите! Ну как? Никак Ладненько Драка так драка! Ну, хулиганьо-сан? Я к вашим услугам! Эй, постой Это же мой... Кто тут хулиганьо? Козлище! Ну, в чём деда? Получи, скотина! Кто он, чёрт возьмёт? Получи! Круто! Придурок! Ты о чём думал? Стоять! Что здесь за шум? Эй, всё, что ли? Будешь так стоять, угодишь в тюрягу А, постой! Стоять! Добро пожаловать! Джинни! Ты опоздала? Простите, меня кое-что задержало Ну, как дела? Ни одной странствующей волшебницы Хотя здесь куча народа Грызущего гранит науки в Академии Магов Заметьте, что глава этой Академии Сам Карвес Ученикам должно быть приходится нелегко Обучение в Ордене Майли ведь тоже не сахар А Верховная Жрица Дженни ничего не посоветовала? Для послушниц Майли пройти через всежизненные невзгоды священный долг Они никогда не прекратят искать приключения Вот как Послушай Я слышала, что в таверне к северу отсюда околачиваются маги Может, завтра смотаемся? На следующий день Вы волшебница, верно? Ага Нам нужно с вами поговорить Мы присядем Валяйте Мы искатели приключений Ух ты, вы сказали приключений? Интересно Вы, должно быть, нашли груды сокровищ Ну, типа того Я так завидую Мы как раз обнаружили кое-какие развалины, где могут находиться сокровища Если найдёте что-нибудь магическое, я с удовольствием куплю это у вас Нет, вы нас неправильно поняли Нашей команде нужен маг Что? Значит, вы хотите, чтобы я стала искателем приключений? Понимаете, я ещё учусь, так что Боюсь, я не готова к приключениям Знаю, знаю Если вам нужен волшебник, желающий стать искателем приключений, то это он Кого ты имеешь в виду? Прости, Лайна Как раз вовремя Извращенец Извращенец? Драчон Драчон? О, да вы друг друга знаете Тем проще Луи, эти люди искатели приключений И они ищут волшебника в свою команду Искатели приключений! Волшебник? Этот тип? Что-то не похож он на мага Да посмотрите на него, это худший тип на земле Вдвойне верно Понятно Значит, вам нужен маг? Что-то до тебя медленно доходит Но Вообще-то мы искали женщину-мага В таком случае вам не повезло Что? Да, да Наши девушки очень занятые Им не до приключений Но Я Извиняй, извращенцев не принимаем Никакой я не извращенец Но и осёл привыкши лезть на рожон, нам тоже не нужен Небольшая перебранка не только в кайф Приключения, это не игра По твоему виду, думаю, ты паладин Но есть вещи, которые тебе не под силу Поэтому вы ищите мага Мы не нуждаемся в бесполезном волшебнике Я докажу тебе, что я не обычный маг, сестрёнка Я не шучу Джинни! Лады-лады, оставим это Джинни Ладненько, я на минутку вас оставлю Послушайте, клиенты Успокойся, таверна останется целой и невредимой Правда, пол немножко запачкается Можешь говорить что угодно Волшебник, это твой последний шанс выйти из игры Мне по барабану, какие у тебя там заклинания Мой меч быстрее Если бы я начал заклинания только сейчас Было бы, конечно, уже поздно Но я начал раньше! Магический камень? Не двигайся! Он же ловит каждое движение Подойдёшь чуть ближе И тебя парализует Не сможешь и мизинцем пошевелить Луи! Луи! А? Чего? Луи! Парализующие камни голубые А этот взрывчатый Эй! Как его включить? Теперь уже никак! Тогда что прикажешь делать? Пошлый придурок! Какой из него маг? Допустить такую ошибку Это уж слишком Мы с ним ещё поквитаемся Поквитаемся? То есть мы опять увидим его наглую рожу? Давайте сменим тему! Давайте! Нам надо придумать, как проникнуть в подземелье Ладно, придётся взять это на себя Терпение и труд всё перетрут Тогда, пока есть время Вы не против, если я пройду церемонию откровения? Церемонию откровения? Я наконец-то получила разрешение от Верховной Жрицы Дженни А что за откровение? Откровение от Бога Войны Майли Он откроет мне имя героя Которому я буду служить Опять началось Герой – символ абсолютной справедливости Всемогущий Ставший доблестным воином, непобедимым борцом Его деяние – пример всем людям О его битвах сложат легенды Мой герой Мой герой Кто ты? Я получила откровение от Майли Что должна служить тебе Меня зовут Мелисса А, это ты? Я ждал тебя Ну идём! Мы отправляемся в наше собственное путешествие! Мой герой Мелисса Она хорошая девочка, но вот это… Сегодня что-то чересчур. Великий Майли иногда бывает суров по отношению к нам. Но таким путём он воспитывает в нас смелость и мужество. Несмотря на то, что героями станут только избранные, он учит нас стремиться к цели и действовать подобно героям. В следующий раз мы поговорим о том, как стать настоящим героем. Мелисса-сама! Девочки! А это правда, что у вас будет церемония откровения? Да. Мелисса-сама, я уверена, что вы будете служить самому лучшему герою. И кто же это будет? Ещё точно неизвестно, получу ли я откровение. Мелисса-сама, я уверена, что получите. Всё в руках Бога войны Майли. До встречи. Мелисса-сама такая... Классная! Мой герой! Скоро я увижу тебя! Эй, на выход! Это ты, Айла. А ты надеялся увидеть кого-то другого? А где старик? Скажи спасибо, Кавер-сама. Благодаря ему ты провёл в Кутузке только ночь. Но он не хочет тебя видеть. Поэтому пришла я. Не падай духом! После полудня лекция. Меня уже ничем не удивишь. Академия Магов. И поэтому, чтобы вам всем стать великими магами, вам следует прилежно учиться. Луи! Луи-кун, вы определённо не собраны. Чего и следовало ожидать от сына главы Академии. Мне нужно в туалет. Общежитие Академии Магов. Чёрт! Последнее время ты сам не свой. Думаешь, из меня выйдет хороший маг? По виду не скажешь. Вот видишь. Но если бы у тебя не было этого в крови, тебя бы уже давно отсюда выкинули. Даже несмотря на то, что ты приёмный сын Кавер-сама. Если я приёмный сын, это ещё не значит, что я могу быть магом. Но и... Не значит, что ты можешь много пить, заигрывать с девочками, ввязываться в драки. Из-за этого твои магические навыки только ухудшаются. Так не годится. Я прекрасно это понимаю. Эй, Луи. Ты всё ещё думаешь об этой троице? Искатели приключений. Некоторые готовы на всё ради денег. Это не по мне. Эти трои этого не говорили. Паладин, жрица Майли. А эта коротышка должна быть вор. Вот если бы к ним присоединился маг, вышла бы дружная семейка. Луи-то что-то совсем скис. Потому что... Потому что? Видишь ли... Что? Это потому что они несовершенные! Что? Вот в чём причина. Так в чём? Если я присоединюсь к ним, то сделаю их лучшими из лучших. Серьёзно? Правда, я понятия не имею, где искать тех двоих. Но Мелисса должна быть в храйме Майли. Пойду поговорю с ней. Луи. Буду надеяться. На что? На многое. Я принесла это тебе, чтобы есть. Мирель, что сегодня? Как видишь, помогала продавать фрукты на базаре. А это остатки. Могу поделиться. Думаешь о том парне? Не совсем. Не могу поверить, что он тебя надул, Джинни. Думаю, потому-то их и называют магами. Послушай, сходим посмотрим, как там Мелисса. Сова, открывай. Я из Академии магов. Я хотел бы увидеть жрицу Мелиссу. Ты верующий? Неа. И после этого я должен называть это место священным храмом? О, чёрт. Ты чего тут забыл? Что значит чего? Я пришёл поговорить с Мелиссой. Это невозможно. Мелисса сейчас готовится к церемонии. К ней нельзя. А мне наплевать. Но увидеться с ней мне просто необходимо. Вот идиот. Сегодня я не упущу свой шанс. Твой меч определённо быстр. Но! Мои ноги быстрее! Стоять! Ты закончила приготовление, Мелисса? Да. Верховная жрица Дженни. Всё в руках Майли. Мелису можно? Извращенец! Извращенец! Даруй нам смысл жизни. Прошу, дай мне знак, если есть на свете герой, которому я должна служить. Быстрее, найдите его! Сюда! Стоять! Стоять! Остановись сейчас же! Бог Майли, дай мне знак. Сюда! Он побежал сюда! Опаздываешь. Теперь бежать некуда. Хочешь спрыгнуть? Или мне разрубить тебя пополам? Бог Майли, есть ли на свете герой, которому я должна служить? Моя верная ученица Мелисса. Да? Герой, которому ты должна служить? Да! Чёрт! Ты знаешь, что я нарочно промахнулась. Что доказывает, что она намного превосходит тебя. Если ты понял это, проваливай! Дегенерат хренов! Не смей обзывать магов! Заклинание? Человек, который появится перед тобой, будет твоим героем. Бог Майли! Что вы имеете в виду? Откуда здесь кто-то появится? Покеда! Чего-то я опять напутал. Ч... Человек? Приветик. Ха-ха-ха-ха! Мелисса! Ты в порядке, Мелисса? Нееееет! Это не по моей воле. Не по моей. Это не по моей воле. Это не по моей воле. Эпизод второй. Первый опыт. Взяли. Взяли. Похоже, он у сознания. Что будем делать? Я... Я должна поговорить с ним. А? Кто мне так заехал, пока я был без сознания? Не хотела подливать масло в огонь. Но иначе мне пришлось бы открутить тебе башку. Это не очень хорошая идея. Да, не хотелось бы осквернять кровью священное место. Бог войны Мелли равнодушен крови. Чёрт! Но мы бы поступили вопреки его воле. Провезло! Я должна подчиняться моему богу. Ты шутишь, Мелисса? Ты же знаешь, кто он такой. Не кусаться! О, боже. Прошу прощения за столь бесцеремонный визит. Но зачем же так со мной обращаться? И... Радуйся, что ещё жив. Мирель. Хорошо. Тебя зовут Мелли? Ага. Послушница бога войны Майли, Мелисса. Сегодня я... Я... Получила откровение от моего господа. Он сказал, что ты тот герой, которого я искала. С сегодняшнего дня я в полном твоём распоряжении. Чего? Получив откровение, моя вера велит мне стать верной спутницей выбранного героя. Какой ещё герой? Я маг. Меня это тоже беспокоит. Но... Такова Божья воля. Ну и дела. Такова воля Божья. Что-то мне не верится. Ну ещё бы. Герой должен выделяться чем-то особенным. Разве я не выделяюсь? Ни капельки. Поэтому это не по моей воле. И уж тем более не по моей. Если то, что ты говоришь, правда, тогда возьмите меня в свою команду. Команду? Взять тебя? Вы же всё равно искали мага. Нам не нужен парень. Это против моей воли. Но я не могу перечить этому человеку. И если он настаивает, чтобы мы взяли его с собой... Мелисса... Сдался вам этот герой. Я покажу вам, на что я способен. Ну как? С такой силой я никому не проиграю. Но ты тупой. На всю голову. Дурак. Это не по моей воле. Не по моей. Это не по моей воле. Это не по моей воле. Мелисса сама. С вами всё в порядке? Что случилось? Церемониальный зал в руинах. Все обеспокоены. И этот извращенец сбежал. Прошу прощения. Можете не волноваться. Я в порядке. Мелисса сама. А где герой? Я не получила откровения. Мелисса. Я так счастлива, что ты в порядке. Ты куда-то исчезла, и какой-то незнакомец вломился к нам. Дженни! Знаешь, Айла? Чего? Ты мне мешаешь. Ты чего? Я же стараюсь помочь. К тому же, ты прямо сияешь. А то! Приключения ждут меня! Ты говорила об этом с Каверсома? Со стариком? Думаешь, стоит с ним поговорить? Наверное. Лучше всем рассказать. Наверное, ты права. Но даже если старик будет против, я всё равно пойду! И как они только согласились тебя взять. Ну, это судьба. Ты о чём? Они сказали, что я герой! Не может он быть героем! Но ты ведь уверена, что получила откровение? Да, но... В этом человеке я не вижу ничего героического! Придётся с этим смириться. Если он так отличается от настоящего героя, значит, миссия, данная тебе Богом, очень важна. Не может быть! Чтобы понять его, ты должна быть готова разделить с ним постель. Постель?! Это с ним-то?! Рад познакомиться! Нет! Ну, это в крайнем случае. А? Так как же зовут этого мага? Его имя Луи. Ты сказала Луи? Вы его знаете? Его приёмный отец – глава Академии магов. Сам Каверс. Я знаю его уже 30 лет. Что-то он не похож на родственника такого замечательного человека. Я повинуюсь Богу и пойду за Луи. Но я до сих пор не вижу в нём героя! Тебе сейчас нелегко. Но придётся смириться с этим. Хорошо. Только очень прошу вас. Пусть это останется между нами. Ты хочешь стать искателём приключений? Да. Им в край нужен волшебник. Они прям на коленях просят. Я просто не мог им отказать. Поэтому решил идти с ними. Дай мне свой посох. Эээ... Ну, а без посоха моя магия... ПОСОХ! 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 Пожалуйста, старик! Я не хочу упускать свой шанс! В нём не так уж много силы. Но пусть он будет охранять тебя. Значит, я могу идти? А ты бы пошёл, если бы я сказал нет. Если бы ты забрал мой посох, я бы подумал об этом. Хм. Ну, у меня ещё есть возможность сделать это. Нет. Я бы всё равно пошёл. Мой кулак со мной. И я докажу, что он может держать меч! Возьми! Это всё? Первый раз сражаюсь с достойным противником! Запоминай глазами и телом. Заждались? Чем это вы занимаетесь? Он сказал, что хочет поднабраться опыта во владении мечом. Я согласилась. Дурак! Против Джинни у тебя нет шансов! Ещё не всё! Успокойся! Успокойся! Закончим на этом. Нам скоро уходить. Всё готово? Эй! Приключения? Я принесла еды с работы. Тогда пошли. Ну, вперёд! Нагребём золотишко! Эй! А с этим что делать? Это твоё первое приключение. Значит, ты ещё ничего не знаешь? Ну да. Ну так я тебе расскажу. Пожидки несут новенькие. Эй! Мелисса! Большое спасибо! И не забудь мой меч. Разве не она должна мне служить? Да ладно. Ну-с! Приключения! Пришли. Не знал, что всего в трёх днях пути от города есть такие руины. Скорее всего, это замок какого-нибудь аристократа. Итак, где сокровища? Под нами. Под нами? А как мы попадём внутрь? Если разберём это, увидим дверь. Чего? Всё верно. Не мог бы ты убрать все эти булыжники? Хорошо! Сделаем это вместе! Удачи! Эй! Ах ты, маленький! В этих руинах вообще осталось что-то стоящее! Возможно. Люди просто не замечают руины рядом с городом. Ты говоришь об этом, подземелье? Его не так-то просто было найти. Зарыли на славу. Да уж. Взяли! Держи, Мирель. Спасибо, Мелисса! Иногда мистер Мускул бывает полезен. Но зачем он снял с себя всю одежду? Чтобы покрасоваться, наверное. Покрасоваться? Ну, или от того, что просто вспотел. Вспотел? Как же я сразу не догадалась. Думаешь, он один со всем справится? Скорее всего, устанет и приползёт сюда. Ура! Последний! Ни за что не поднимет. Мой черёд. Что? Положись на меня! Для тебя ещё будет работёнка после того, как мы уберём этот камень. Хм. Ну тогда взяли. Наконец-то. Мои поздравления. Вот она! Хорошая девочка. Я же говорила, не обращаться со мной, как с ребёнком. А теперь прошу вас. А? Как можно так эксплуатировать людей? Для этого мы взяли тебя с собой. Именно. Вам-то легко говорить. А ведь магия требует много сил. Ничего, отдохнёшь попозже. Ещё никто не смог открыть эту дверь. Никто не смог открыть? Ну, держитесь! Я покажу вам мою настоящую силу! Ага. В конце концов, всё опять закончится большим взрывом. В этот раз я выучил заклинание наизусть! Готовы? Такс, как там дальше? Это не по моей воле! Ты забыла его? Заклинание слишком длинное! Ура! Превосходно! Я же говорил, что не прогадаете, если возьмёте меня! Такая работа для любого мага расплюнуть. Пошли. Ты замыкаешь, волшебник. Как у тебя с поиском ловушек? Эй! Ты можешь использовать святую магию, вообще-то? Впереди нас всех должен найти герой, но... У нас нет выбора. А как же я? Ты же не знаешь, что может произойти. Будешь прикрывать наши спины. Б-окей. Чувствую запах настоящего приключения! Если бы он был настоящим героем... Сюда, за мной! Положитесь на меня! Все назад! Здесь опасно, я проверю сам! Как дела? Что с тобой, Мелиза? Ничего, всё в порядке. Чем-то воняет. А, ты учуяла? Я не об этом. Запах гнили и зверя. Смотрите, там что-то есть. Неужели это гроб члена королевской семьи? Ради этого стоило попотеть. Скорее, откроем! Вот чёрт! Он пуст. Ещё рано сдаваться. Это большая гробница. Наверняка есть и потайная дверь. Что правда, то правда. Но как же мы... А моя магия, она что? Где же она? Я поражена. Ну где-то же здесь должна быть. Зачем, зачем? Вы так сильно не доверяете моей магии? Эй! Все сюда! Вау! Восхитительно! Я поражена. Мой герой! Наш герой! Наш герой! Посмотрим, где наше сокровище. Гоблины! Отойди, волшебник! Луи! Кто это сделал? Так это ты! Он вмазал ему кулаком? Именно, вмазал кулаком. Он вмазал ему кулаком! Мак! Кулаком! Хотите драться? Так получите! Да! Используй свою магию! Он сломал его? Именно сломал. Он сломал его! Позох волшебника! Хотите подраться? О боже! Какой... Какой ужасный боевой стиль. У меня дурное предчувствие. Раз гоблины здесь, то это значит... Ура! Победа! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Это не по моей воле. Значит, кто-то побывал здесь до нас. А после этого гоблины устроили здесь себе ночлежку. То есть здесь нет сокровищ? Ну и что теперь делать? Так облажались! А я-то тут при чём? Пойдём домой. Я больше не хочу здесь оставаться. Проклятье. Это всё не по моей воле. Какие расходы! Какие огромные расходы! Нам придётся поделить расходы на каждого. С тебя тоже причитается. Путешествовать весело! Идиот! Взял и сломал свой посох волшебника. Я до сих пор не могу в это поверить. Это уж точно. Вы вот уже третий день, только об этом и говорите. А мы пошли дошли до Афана. Буду вспоминать об этом до конца жизни. А я приберегу эту историю. Для проповедей в храме. К тому же, похоже, ты совсем не сожалеешь о своём поступке. Чего это мне сожалеет? А насчёт магического посоха, то это касается только меня и Академии магов. Ты хочешь сказать, что больше тебе с нами делать нечего? Нам был нужен маг. Если ты не можешь использовать магию, можешь сидеть дома. Я не желала этого, но... Ой, погодите! Я могу достать другой посох! Вот тогда и встретимся. Покеда! Да этот посох вообще не проблема! Эпизод третий. Большая драка. Я слышала, ты сломал свой посох. Ну да, на две половинки. Тебе вроде бы всё равно? А ведь без него нам магам как без рук. Я попрошу сделать мне новый. Карвиса? Конечно. В конце концов, он мой старик. Чтобы сделать посох, тебе понадобится пятисотлетний дуб. И магическая церемония, которая длится больше трёх дней. Он сказал, что всё уладит, как только я найду старую древесину. Ну и где ты собираешься её искать? Куплю! Как бы не так. Кроме насы больше никто не использует. Поблизости есть только одно место, где растут древние дубы. Какой? Тортийвый лес. Да, тот самый таинственный лес, откуда почти никто не вернулся. Так вот почему он не рассердился, когда я ему рассказал про посох. Именно. Я же не могу использовать магию? Естественно, без посоха не можешь. Чёрт! Значит, я могу рассчитывать только на свои кулаки! Твои товарищи пойдут с тобой? Твои товарищи пойдут с тобой? Анита! Не думай, что они согласятся. А потом он сломал свой посох! Что мы можем с этим поделать? Именно так, Дженни! Я не знаю, что мне теперь делать! Ау, Дженни! А почему бы тебе не переспать с ним? Локун! Локун? То есть, маг Луи, герой, которого Майл выбрал для тебя. И если ты всё ещё не можешь в это поверить, то что тебе остаётся? Да, это всё верно, но... Я повторю ещё раз. Если ты не готова ради него на всё, то ты не можешь сказать, что служишь ему. Встречайся с ним чаще. Я выполню ваши пожелания. Я выполню ваши пожелания. Я выполню ваши пожелания. Прочь с дороги! Погоди, Мирель! Ты же говорила, что на днях сорвёшь большой куш! Большой куш оказался большим кукишем! А я-то думала, искатели приключений всегда при деньгах. Всё из-за одного посохоломающего идиота! А потом он сломал свой посох. Немного странный маг. Да. Кстати, Барб, я не знала, что ты стал рыцарем Афана. Здешнему королю наплевать, кого набирают в охрану. Похоже на то. Ты меня тоже удивила тем, что стала искателем приключений. Это устраивает меня больше, чем бы ты мог подумать. А не хочешь снова стать солдатом, как в старые времена? Если что, я замолвлю за тебя, словечко охране. Я потеряла всякое желание сражаться за кого-либо. Мне намного спокойнее, когда мой меч служит мне одной. Но таких, как ты, немного. Ой, извини. С вами будет всё в порядке, если вы оставите того мага в вашей компании. Кто знает. У него есть какие-нибудь достоинства? Достоинства? Его достоинства в том... Да, наверное. В том, что он не возражает, когда я командую боем. Ладно. Мне нужно развеяться после того, что он натворил. Хорошо, а ты как? Повторить. Но всё же... Вот так взять и сломать. Эй! Нафига припёрся? Я же сказала, без посоха ты нам не нужен. Ну, я как раз насчёт этого. В общем, чтобы получить посох, мне нужно смотаться в тортиевый лес. Тортиевый лес? Ничего, если мы присядем. Как он уже сказал, Луи надо отправиться в тортиевый лес, полный призраков и хищных зверей. Вы оттуда уже не вернётесь. Похоже на самоубийство. Это было бы нехорошо. Пожалуйста, возвращайтесь, ради бога. Постой, Мелисса. А разве ты не должна следовать за мной? Если бы это было желание героя. Но это лишь ошибка волшебника. Кроме вас двоих, добровольцев больше нет. О, нет. Я ни за что на свете не сунусь в такое опасное место. То есть я иду один? Не переживай ты так. Я одолжу тебе пару магических вещичек. Вот это плащ феи. Если его надеть, то станешь невидимым. Посмотрим. Тебе идёт. Айла. Попробуй чуть пригнуться, тогда точно будет пору. А что в этой коробке? Это коробка-самобранка. Самобранка? Какой запах! Что такое? Это всего лишь иллюзия? Она утешит его, когда еды совсем не останется. Ему только ещё больше есть захочется. А это что за свисток? Это свисток призраков. Если у него падают, то они соберутся вместе. А что потом? Они сделают всё, что прикажешь? Если бы. Будь он такой могущественный, то находился бы в запретном хранилище. А этот только собирает призраков вместе. На коль чур тогда он сдался? Можешь взять их с собой. Может, изгодится на что-нибудь. Что-то я сомневаюсь. Кто знает. Во всяком случае, от них будет больше пользы, чем от товарищей, бросивших его в трудную минуту. Айла, пойдём выпить куда-нибудь в другое место. Что, Луи? Ты хочешь побыть со мной наедине? Пойдём, пойдём отсюда! До встречи! Это не смешно! Именно, не смешно. Определённо не смешно. Это не смешно. Именно, не смешно. Определённо не смешно. Раз он сам сломал свой посох, так пусть идёт и сам добывает себе новый. Почему мы должны ему помогать? Нас не в чем упрекнуть. Она бесстыдно нас критиковала. А сама-то ведь тоже не идёт в тортиевый лес. Вы думаете, он в самом деле пойдёт туда один? Конечно, нет. На край леса одно дело. Но вглубь даже местные охотники не рискуют заходить. А искатели приключений тем более. Но вы же его знаете. Мы не обязаны туда идти. Меня это не колышет. Ну и пойду туда в одиночку. Ну-ну. Я взойду! Айла, пойдёшь за покупками? Надо немного прибарахлиться к походу. Поторгуемся немного? Торгуйся сам! Хороший образец. Вы не находите? Да, он великолепен. Что скажете? Боюсь, меня интересуют только его боевые качества. В бою ему не дровных. Простите? Мне бы меч под мой размер. Ты? А, и ты здесь? Ты пришёл купить меч? Я не могу использовать свою магию, так что... Значит, ты всё же идёшь. Смотри, Калуи, как тебе этот? Вот, этот в самый раз. Подожди, доверься женской интуиции. Этот лучше. Мисс, этот не продаётся. Почему это? Это так называемый демонический кровожадный меч. Сколько дел он натворил. Мы собирались его уничтожить. Так это магический меч. Я беру его. Я такие коллекционирую. Демонический меч! Если вытащить его из ножен, он не успокоится, пока не прольётся кровь. Эй, прошу прощения, мисс. Этот кусок железа жаждет крови. Его вытащили! Не безобразничай. Что со мной? Вот этот будет тебе в самый раз. Этот? Ты не то, чтобы драться. Даже меч себе подобрать не можешь. А ещё намереваешься вернуться живым? По-моему, простого. Нет, я беру этот. Раз уж Дженни посоветовала. Ну, тогда... Демонический меч и ещё вот это. Наверняка вы немного сбросите цену, если не хотите, чтобы все узнали об этом демоническом мече. Мисс. Отлично. Теперь мне не страшен сервол. Луи, меч, который выбрала Дженни, здесь. А, это значит... А почему бы тебе не переспать с ним? Простите. Какая красивая. Нет, вот эта лучше. И зачем она тебе понадобится? Мелисса! Вещи из запаса воды. Они мне будут необходимы. Так ты всё же идёшь в Тарти, вылез? Ага. Такой соквояж. Всё, что угодно, запихаю. Возьми лучше эту, Луи. Это не по моей воле. Но я бы посоветовала взять и вот эту. Ладно. Ничего не зная, но ты отправляешься в Тарти, вылез? Могу я кое-что спросить? Чего? Она тебя ненавидит? Ну? Не похоже, что она от меня тает. Луи-сан, я прав. Можно вас на минутку? А кто вы? У нас есть предложение специально для Искателей Приключений. Добро пожаловать. Зачем он пришёл сюда? Пожалуйста, не стесняйся. Весьма неплохо. Наливай ещё, будь как дома. Думаю, он пойдёт в одиночку. Похоже на то. Горбатого могила исправит. Похоже, что так. Он может умереть. Похоже, что так. Нет, он умрёт. Похоже, что так. Нет, это нехорошо. А, ещё раз привет. Подлый Луи. Сгрузил все свои вещички на меня, а сам ушёл с этими Искателями. С Искателями? Да, они сказали, что хотят кое-чем с ним потолковать. Зачем маг без магии? Понятия не имею. Что они затеяли? Итак, Луи-сан, мы хотели... Ах да, вы же хотели о чём-то со мной поговорить. Не будем ходить вокруг да около, Луи-сан. Ты не присоединишься к нам? К вам? Зачем? Понимаешь, сейчас у нас намечается крупная дельце. Деньги тоже большие. И мы хотим, чтобы ты пошёл с нами. Я бы согласился, но в данный момент я не могу использовать свою магию. Это не имеет значения. Не имеет? Если Луи-сан просто присоединится к нам. Ты ведь сейчас только теряешь время с этими тремя путешественницами. Верно, Луи-сан? Вроде того. А не считай себя всезнайками, не так ли? Да-да, это правда. Аляйте ко мне ещё. Ну и наглость. Не знаю, с чего они решили, что они самые-самые. Кажись, у них просто завышена самооценка. Плевали они со высокой башней на остальных искателей. Хотят захапать себе все сокровища. Они начинают действовать нам на нервы. Показучницы хреновые. Кем они себя возомнили? Куча сопливых девчонок. По вполне понятным причинам, в один прекрасный день они своё получат. Хотел бы я на это посмотреть. Ну, Луи-сан, бросишь их и примкнёшь к нам? Луи-сан? В чём тело? Я смотрю, второсортные искательщики завидуют лучшим в своём роде. Что? Всё, что вам нужно, это моё имя. Приёмный сын Карвеса, главы Академии Мага. Кого же хочет и эта троица? Почему ещё они позволили парню присоединиться к ним? Они сказали, что не нуждаются в услугах Мага без магии. Они были многим недовольны и смеялись надо мной. Но им вовсе не нужно моё имя. Ты! Не думай, что просто так сможешь отсюда выйти! А это мы ещё посмотрим. Выставлять на посмешище моих товарищей! Вам так просто не сойдёт! Вот дурак-то! Вот придурок. Похоже, что так. Ах ты! Если собрался просить прощения сейчас или никогда, извиняться придётся вам. А по морде? Сколько из-за него шума! Плохо дело. Он же сам заварил эту кашу. Если его сейчас убьют, у меня от этого будет не легче. Идём. Но он говорит прежде, чем думает. Боже, что же с ним будет? Мачи, гада! Мелисса? Это всё против моей воли! Только меня в это не втягиваете! Вот ты где. Помоги мне. Против моей воли. Против моей воли. Что это было? Он думает, что абсолютно все дела можно решить кулаками. Тогда зачем ты его спасла? Потому что... Он сказал, что мы его товарищи. Досадное недоразумение. Да. Точно? Это не смешно. Именно не смешно. Определённо не смешно. Как же мне это надоело! Если уж на то пошло, лучше бы... Что лучше бы? Ты же тоже так думаешь, Мелисса? Я... ну... Там могут быть сокровища. Вдвойне верно. Это предположение стоит проверить. Как тебе? В костюме ты великолепен. Не переоценивай свои возможности. Если станет опасно, возвращайся, ладно? Хорошо. Я пошёл. Привет! Чего бы это вдруг... Похоже, что в тортиевом лесу могут быть сокровища. Так вы тоже идёте? Мы идём туда с тобой. Отпусти тебя одного, но вряд ли бы мы ещё увиделись. Если с тобой что-то случится, я должна буду отказаться от своей веры. К тому же трудновато будет найти другого волшебника. Вы делаете мне должение, так? Это же здорово, Луи! Теперь, когда ты с ними, я могу спать спокойно. Если доберёшься, возьмёшь и мне пару веточек. Эй! Отросток дуба – прекрасный ингредиент для магических заклинаний. Айла! Давай быстрее! Ага, ага! Пока мы не передумали! Хорошо, хорошо! До встречи, Айла! Жди сувениров! Ага! Эй! Народ, подождите! Ты в порядке? Да. Почему я? Этот свисток и правда притягивает всякую нечисть. Акабан достался на десерт. Он ведь нарочно спровоцировал драку. Это не по моей воле! Чёртов-боров! Чтобы тягаться со мной, сначала подрасти. Эпизод четвёртый. Призрачный лес. Не могу поверить, что ты поступил так безрассудно. Но спасибо хоть на том, что ужин нам обеспечен. Мясо кабана! Если загоним его местному мяснику, получим неплохие брыши. Если мой герой действует подобным образом, то как, скажите, должна поступать я? Погодите-ка. Но ведь испробовать свисток на деле... Предложила Мирель. Но ты же дул! Почему ты во всём винишь других? Плоскогрудая дура! Кто тут плоскогрудая? Несмотря на это, он одолел кабана голыми руками. Прям как Огорт. Вот именно! Где вы видели мага, завалившего здорового Борова одной левой? Разве у меня был выбор? С тех пор, как я не могу пользоваться магией, приходится применять вот это. Иногда не мешает пошевелить мозгами, а не кулаками. Эй, эй, эй! Сложновато будет найти пятисотлетний дубик. В самом деле, как мы узнаем, насколько он стар? Без понятия! Ищи самый толстый! Ради бога, он даже не знает, что искать. Если бы он думал заранее, он бы не сломал первым делом свой посох. В этих бесплодных поисках нет никакого толку. Давайте побыстрее закончим с этим. Полностью согласна. Согласна. Давай, ноги в руки и ищи. Словами дело не поможешь. Если бы ты не сломал свой посох, до этого бы никогда бы не дошло. Хотите драться, так получите! Ну, я, вы знаете, чуть увлёк всё, наверное. По крайней мере, имело смысл использовать меч, а не свой магический посох. Ну, давайте поищем ещё немного. Если уж ты настаиваешь. Уверен, нам туда! К тому же, на ужин свежая свинина. Сейчас мне время говорить об ужине. То, что мы ищем, наверняка находится в самой чаще леса. Ну, вперёд! Что-то не так? Нет, померещилось. Вот это то, что надо. Тогда пошевеливайся и заканчивай с этим. Окей. Приступим! Ветер. Здесь нет ветра. Как будто деревья ожили. Мелисса, это послание твоего бога? Нет, Майли ничего мне не говорил. Но без сомнения, это дело рук какой-то невиданной силы. Вот только какой. Не знаю. Главное не терять бдительность. Хочешь поиграть с нами? Замечательно! Заткнись. Не вмешивайся. Шутишь? Я не могу заткнуться, когда кто-то вызывает меня на бой! Говорю тебе, не осложняй наше положение. Предлагаешь просто сидеть и ждать? Не знаю я, кто ты такой, но если собираешься нападать, не заставляй меня ждать! Вот ты где! Стой, жить надоело! Идиот! Чёрт! Где ты? Чёрт! Люди и правда настолько глупы. Чего? Людям не положено совать свой нос в этот лес. Ты будешь проклят духами! Заткнись! Отпусти меня! Ты не более чем надоедливая муха. Кто знает, что может с тобой случиться. Ах ты! Да быть не может! Я не для того записывался в Искателя, чтобы бояться каких-то там проклятий! Ну что? Теперь моя очередь! Интересно, как далеко он убежал. Он как кабан. Не успокоится, пока во что-нибудь не врежется. В следующий раз посадим его на цепь. Стоять! Что это? Наш тупица. Ну точно, Боров. В башке больше ничего не осталось. От меня не убежишь! Полностью не вменяем. Если он хотел поймать её, нельзя это было сделать более изящным способом. Это не по моей воле. Дурак. Больно! Ай, больно. Дев... Девчонка! Девчонка! Э... Эльф! Ты эльф? Трудно ошибиться. Лесной эльф? Невежливо так на неё смотреть! Это... Нехорошо. Что? Людям сюда приходить нельзя. Почему? Для эльфов. Это место священно. Священное для эльфов место? Что-то я не вижу здесь никаких знаков. Хотя бы могла предупредить нас до того, как мы вошли в лес. Эльфы стараются держаться подальше от людей. И поэтому ты хотела напугать нас? По возможности, мы заставляем людей покинуть лес, не раскрывая себя. Так вот почему. Растар! Древесину под новый посох мы нашли. Можно возвращаться. Если бы только это. А? Есть что-то ещё? Эти деревья мы называем деревьями мёртвых душ. Здесь спят наши предки. Ты имеешь в виду, что это эльфийское кладбище? И это? Но эта сломанная ветка отчасти твоя вина. Если бы только это. Завалив кабана в этом священном месте, что называется, подложил нам свинью. Потом отломал ветку от дерева могилы. И напоследок в него же вонзил топор. Прошу прощения! Мы же не знали! Я должна была предупредить вас. Если ты простишь нас, я буду очень признателен. А, ладно. И ещё хоть что. Если тебя это не затруднит, мы бы всё-таки хотели найти другие дубы. Где нам их искать? Дай подумаю. А не хотел бы ты прогуляться до нашей деревни? О? Деревня эльфов? А нам можно? Будет намного хуже, если вы опять устроите здесь беспорядок. И этого вполне достаточно. Мы здесь не за тем, чтобы доставлять кому-нибудь беспокойство. Ну же, идём! Вот как! Цельси, ты можешь использовать духов? Да, но не только я. Все эльфы так могут. Вот почему мы сначала оказались биты с толку. А это была всего лишь ты. Вы искатели приключений? Да. Хотя один непонятно, как нам затесался. А все искатели приключений такие. Невероятно, что кто-то смог проигнорировать предупреждение духов. Он исключение. Вам не следует по нему составлять мнение о всех искателях. Это не по моей воле. Вот как. И зачем мы только сюда ползли? Эй, тебе не кажется, всё это немного подозрительным? Подозрительным? Что? Это мне напоминает историю. Если пойдёшь за миленькой девочкой, жуткий тип с ножом подкрадётся и прыгнет на тебя сзади. Думаешь, она способна на такой подлый поступок? Тебя же уже провели так раз или два. Забыл? Блин. Ну, знаешь ли. Вы мне не доверяете? Не то чтобы. Если я буду доверять каждому встречному, мне понадобится не одна сотня жизни в рукаве. Не то чтобы мы не доверяли тебе, но доверие, знаешь, приходит со временем. В особенности для нас, искателей приключений, нам никогда нельзя расслабляться. Без обид. Понятно. Ты же тоже не доверяешь нам. Я? Ну что вы. Эй, эй! Минуту, внимание! Это неправильно! По-вашему, получается, что надо подозревать каждого встречающегося у тебя на пути? Я же говорила, дураки умирают молодыми. Не стоит каждого записывать в чёрный список. Ты говоришь это, потому что она красивая? Чего? Пожалуйста, прекратите. Цельсия. Всё нормально. Этого следовало ожидать. Потому что... Какого чёрта? Этого следовало ожидать. Прошу прощения. Разве я не предупреждала? Вот придурок недоделанный. Двигайся! Эй! Не взяли повежливей! Это и есть ваша знаменитая гостебрия... Ах! Они на что? За багаж приняли? А ты и есть багаж. Да ну тебя! Не знаю, ненавидят ли они всех людей или только нас. Но, по крайней мере, кабан с нами. Боже! Угодить в такой капкан! Это не по моей воле. Надоело. Глупый союзник намного опаснее сильного врага. Из-за твоей глупости наши жизни висят на волоске. Мне очень жаль. Что же теперь с нами будет? В лучшем случае нас просто убьют. О, великий Майли! Твоя послушница может потерять жизнь, так и не выполнив задачу, которую ты перед ней поставил. Если это случится, будь милостлив и припроводи меня к себе на небо. Безнадёга. Цельсия! Что вы собираетесь с нами сделать? Старейшины сейчас это обсуждают. Призраки – это одно, но прежде не было случая, когда люди оскверняли деревья предков. Век не забуду! Ты провела нас! Прошу прощения. Просто если бы я дала вам уйти, то наказали бы меня. К тому же, вдруг бы вы начали буйствовать в деревне. К несчастью, ты не оправдала моих надежд. Не вижу в Эльпах ни капли благородства. Да, какой позор. Только что ты сказала, призраки – это одно. А какому наказанию подвергали призраков? Вы правда хотите это знать? Ясное дело. Вопрос говорит сам за себя. Сперва мы сдираем с них кожу. Зачем мы должны это слушать? В конце концов, я на вашей стороне. Но среди старейшин есть такие, кто говорит, что глупые люди хуже любых призраков. Мы отличаемся от призраков. Ох, если бы вы могли это доказать. Доказать, что люди не такие, как призраки. Доказать, что люди благоразумнее призраков. У нас ни единого шанса сделать это. Боюсь, что нет. Итак, что будем делать? Совершённый ад вандализма на дерево мёртвых душ. Можем ли мы это простить? При этом, избавившись от них, мы вызовем волну негодования у людей. Для этого нет причин. Всем известно, что люди отсюда не возвращаются. Чем больше людей не вернётся, тем больше упадёт слухов об этих лесах. И тем меньше людей сунут сюда свой нос. Ммм. Что дальше? У меня руки чешутся. Майли говорит, что жизнь — это борьба. Не стоит полагаться на милосердие эльфов. Думаешь, оно поможет, если мы начнем шуметь? Она сказала, что все эльфы могут использовать духов. Они неплохо обращаются с луками. И у них больше людей. Но мы будем сражаться. Постойте! Это же случилось. Из-за меня. И ты прекрасно это знаешь. Вдвойне верно. Это не по моей воле, но абсолютная правда. Дайте мне шанс исправиться. Тебе? И как? У тебя есть план? План? Здесь! Чего? Цельсия сказала, что мы должны доказать, что отличаемся от призраков. И я вспомнил о нем. Что ты собираешься? Пропади, оно все пропадом. Но если бы они забрали такую ценную вещь... Айла бы меня еще долго хорошими словами вспоминала. Свисток призраков? Эй, погоди. Ты собрался сделать что-то еще более глупое? А ты хоть подумал, что из этого выйдет? А как вы думаете? Если все пойдет по плану, то я перехитрю эльфов. Женщины и дети, прячьтесь! Мужчины, доставайте оружие! Бегите к восточной окраине леса! Скорее! Что произошло? Старейшина, это призраки! Они направляются в деревню! Что? Призраки направляются сюда? Люди! А вот и я! Герой Луи! На выход! И что это за герой, который носится, размахивая кабаном? Ну, он в своем репертуаре. Это не по моей воле! Отлично! Получите! Ну же, призраки, попробуйте гулагерой Луи! Удар Луи! Потрясающе! Он действительно исключение. Этот Луи... Это было настоящее бедствие. Ну... Да... Но вообще-то... Призраки на нас не нападали уже давно. Но благодаря этому мы прощены? Да? А можно задать вам один вопрос? Почему вы не убежали во времени разберихи? Потому... Потому что мы отличаемся от призраков. Понимаю, не скажешь, что он врет. Из него бы вышел отличный жулик, а не герой. Вот кому я ни в жизнь не поверю. Вот плут. Ну? Прощай! Прощайте! Ещё увидимся! Ещё увидимся! Ну-ну! К сожалению, с меня и этого раза достаточно. Ну, тебе следует стать чуть лучше. Нет. Намного лучше. Поддерживаю! Сначала сломал собственный магический посох, потом осквернил деревню эльфийских предков, попался на удочку Цельсий и много чего ещё. Это совсем не по моей воле! За старый дуб твоё здоровье. Из этого я сделаю себе неплохую магическую чесалку. Так вот для чего тебе нужны были ветки. Я и другие штуки тоже сделаю. А сколько нам пришлось пережить, чтобы достать их? Вообще-то... Как ты смог из простой прогулки по лесу заварить такую кашу? Понятия не имею. Хотел бы её знать. И ещё... Свисток, который ты отдал, воняет кабаном. Вот, это очень страшная кашу. ХWhen я � ЭПИЗОД 5. ВНЕ КЛАССНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ Спасибо, деда. Я уж думал, не видать ни посоха. Смотри, не сломай. Замётана. Всё равно лёжа на дальней полке, он вряд ли сломается. Ты не будешь им пользоваться! Да пошутил я, пошутил. Эй! Привет, Айла! Зацени-ка, что у меня есть. А, уже сделали? Ещё бы! На этот раз я немного перегнул палку. Наш. Кстати, а что ты делаешь? Куклу. Куклу? Магическую куклу. Извини за выражение, иди-ка ты отсюда. Ухожу. Что? Зубочистка? Значит, это будет настоящая тренировка? Совершенно верно. Местное население одной деревеньки попросило нас убрать всю нечисть из ближайших руин. Это будет неплохой практикой для наших молоденьких священниц. Хорошая тренировка. А что, если мертвяков будет несравненно больше, чем нас всех вместе взятых? Если дело примет такой оборот, можете возвращаться назад. Позднее мы пошлём туда настоящих священниц. Большое спасибо, что взяли нас с собой. Мелисса сама. Я... Я вас не подведу. Я буду следовать всем вашим приказам, Мелисса сама. Раз так, девочки, пока отдохните и подготовьтесь к путешествию. Хорошо, наставница. Да, чуть не забыла, возьми ещё и своих друзей. Поняла. Конечно, ваш новый кавалер не оставит вас без своего внимания. Я о том маге. Нет-нет, у него сейчас нет посоха, и он совершенно не... Разве? Причин для отказа нет. Да, к тому же ещё и заплатят. Я так счастлива, что вы с нами. Меня зовут Джанет. Я Анна. А я Джоан. Приятно познакомиться. Да, взаимно. Приключения с Леди Мелиссой. До сих пор не верится. Такая честь. Итак, когда выступаем? Я подумала, может, завтра с утра? А чего такая спешка-то? Да нет, не то чтобы... Просто... О! Вот вы где! Вот она! Магический посох! Ты же маг. И не секрет, что он у тебя есть. Я думала, это займет больше времени. Прямо в точку. Теперь я готов к любым приключениям! Ого! Это же ведь тот извращинец! А что у вас за дела с Мелиссой сама? У меня-то? Вы что, еще не слышали? Мы с Мелиссой... Старые друзья! Да, так и есть. Я искажен приключений! Значит, она не рассказывала своим подружкам. Похоже, что так. О чем это вы говорите? Не о чем. Этот чувак таскает наш багаж. Его зовут Луи. Но вряд ли вы его знаете. Если он ваш друг, разве это не значит, что он будет крошить смертвяков вместе с нами? Уничтожать нечисть? Понятно! Будем крошить! Да так, пустяки. Тебе будет нечего там делать. Наконец, пришло время для посоха! Да нет же. Нам сейчас не нужен маг. Тогда не будет ли это против твоей воли? Какой я герой, если поблизости и зло, которое только и ждет, когда его уничтожат? Большое спасибо, Мак-Луи! О? Правда, что ли? На следующий день. Пошли! Наконец-то! Это первый раз, когда мы покидаем Афан. Мне немного не по себе. Да ладно тебе, я и так взволнована. Эй! А там точно нет сокровищ? Мы же в руины идем, в конце концов. И нам нужно просто-напросто изгнать оттуда зло. А жаль. Чего? Сокровищ надо? Я же тебе сказала, там ничего нет, кроме камней и прочего мусора. Я просто подумал. Хотел прихватить что-нибудь этакое. На память об этом приключении. Знаешь что, тебе еще миллион лет взрослеть. А этот Луи, с ним все в порядке? В смысле с ним все в порядке? Ну, будет ли от него какой прок? Да, ну, конечно. Мелисса сама, а вам не кажется, что он еще не готов к приключениям? Ну, видишь ли... Другое дело, если бы с вами был ваш герой. Разве? Мелисса сама. Вы хорошо себя чувствуете? Да, девочки, все хорошо. Это дорога к руинам. Да, точно. Все в порядке. Все нормально. Давай, шевелись. Красотища. Да, красиво. Я так рада, что наконец посмотрю на мир. Ну что же, теперь у вас прибавится жизненного опыта? Конечно, наставница. Эй! Девчонки, есть хотите? Блин, тебе бы только и жрать, свинья-то ненасытная. Так, располагайтесь поудобнее, лагерь будет здесь. Лагерь? А мы разве не в гостинице остановимся? На ближайшей гостинице пол дня пути, ночи как раз доберемся. Вам это надо? Нет. По правде говоря, я просто с ног валюсь от устовости. Но лагерь... Мы что, будем спать прямо на земле? Да что вы в самом деле? Мы вас всему научим. А разве лагерь для вас в порядке вещей? Можешь поверить, тебе понравится. К тому же иногда это очень весело. Раз так говорит благородная леди Мелисса, значит, стоит попробовать. Да! Ух ты! А я и не знал, что Мелисса голубых кровей. Это длинная история. Девочки, водичка просто у лёд. Купание – самый лучший способ сбросить усталость от утомительного путешествия. Как всегда, ты права. Да! Ща окунёмся! Чёрт побери! Эй вы! Блин! Что вы себе позволяете? Это здесь? Да. Это руины древнего королевства Кадай. Пирамиды уже обследовали вдоль и поперёк, и внутри наверняка уже ничего нет. Но с недавних пор зоопарк монстров решил переехать в этот шатёр. Понятно. Ладно, девочки, вы готовы? Да! Смотрите во все глаза, чтобы вас не окружили. Хорошо, Мелисса сама! Приключения, приключения, я иду к тебе! Эй! Эй! А вы что, не идёте? Сначала посмотрим, на что они способны. Наша священница. Что? Вы собираетесь бросить их на произвол судьбы? Если станет жарко, и они не смогут справиться сами, тогда и только тогда мы придём им на помощь. Что ж, очень на это надеюсь. Мой дед специально сделал для меня посох, а у меня даже не будет шанса его испытать! Всем стоять! Сосредоточьтесь, вы чувствуете? Нет. Я не уверена. Но запах какой-то странный. Знаете, кто это такие? Это зомби? Верно. Но вы не должны их бояться. Во время боя, священницы должны быть хладнокровны. Оставьте это мне! Вы, чьи души попали в царство мёртвых, упокойтесь миром! Ну как вам? Если сначала их усыпить, то любого монстра можно замочить с лёгкостью. Идиот! Да уж, третин! Не могу отрицать. Почему? Ты в своём уме? С каких это пор мёртвых можно усыпить? А что, нельзя, что ли? Забудь. Поезд уже ушёл. Давайте, девочки, объединим наши силы! Именем Мулкопольной Майги! Не отвлекайтесь. Главное – холоднокровие. Это мир, в котором вас нет. Оставьте его! Мы сделали это! Да, вы большие умницы. Ну, а теперь что? О ловушках здесь можно не беспокоиться, а вот внутри… Внутри может быть довольно опасно. Давайте зайдём внутрь. Мы должны точно знать, что там творится. Хорошо. Мелисса, пойдёшь перед девочками. Мирель, я прикрою вас сзади. Значит, посохом хочешь попользоваться, а, Мак? Да. Можешь идти впереди нас. Да! Почему ты разрешила ему идти в авангарде? На это есть две причины. Во-первых, я хотела бы, чтобы он научился сам справляться с опасностями. А во-вторых, это позволит остальным не совершать его ошибок. Ты считаешь, что пора начать его обучение? Нет, просто хочу посмотреть, стоит ли его вообще учить. Что это за место? Помните, не дайте себя окружить. Хорошо. Это я не тебе вообще-то. Похоже, что это место просто кишит этими тварями. Это, конечно, опасно, но мы должны тут всё проверить. Дайте-ка я! Отлично! Всё в порядке! Что в порядке? Магических ловушек нет. Странно. Обычных ловушек тоже. Хотелось бы напомнить, эти руины уже обследовали до нас. Нет-нет. А вдруг наши присутствующие что-нибудь упустили? Судя по карте, где-то здесь есть подземный ход, который уходит вниз. Но есть одно но. Мы не знаем, в каком состоянии находится фундамент. Тут я пас. Заклинания для проверки я ещё не знаю. Неуч. Почему он вообще с вами? Потому? Потому что не так уж много магов захотело пойти с нами. В таком случае, не лучше ли было нанять героя вместо мага? Не лучше, поскольку настоящих героев вообще не было. Что это? Наверное, зомби. Что предпримем? Проблема в том, что мы не знаем, сколько их там. Там дальше будет маленькая комнатушка, которая заканчивается тупиком. Зайдём? Что ж, я проверю. Настало время для настоящего героя. А-а-а! Живо идём! Подожди. Мелисса! Мелисса сама! Значит, мы всё-таки пропустили ловушку. Нет, не похоже. Скорее, просто пол провалился. Они, наверное, провалились на нижний этаж. Что будем делать? Мелисса! Ты как? Вроде ничего. Выходит, что мы на самом дне. Даже ты иногда допускаешь ошибки. Это всё ты виноват! Почему это я? Если бы ты... Если бы ты не устроила себя героя, я бы не запаниковала. Я здесь совершенно ни при чём. Скорее уж, виноват твой бог войны, который почему-то решил, что я герой. С какой стати ты позволяешь себе так о нём говорить? Ладно, проехали. Надо придумать, что делать дальше. Можно, конечно, подождать подмогу. А можно попробовать и самим выбраться. Я несу ответственность за девочек, так что нечего сидеть, сложа руки. Согласен! Слушай, Мелисса, всегда хотел спросить, почему ты служишь Майли? Жизнь — это сражение. Сражение во имя правосудия. Я приняла это учение. Довольно необычно видеть типичную аристократку в роли священницы. У меня не оставалось другого выбора, поэтому мне пришлось уйти из дома. Почему? А вот это уже не твоё дело. Ну и ладно. У нас проблемы! Как думаешь, чем по ним пальнуть? Оставьте этот мир! Клёво! Если ты даже не знаешь, как победить обыкновенного зомби, какой из тебя герой? Но я же не герой! Я всего лишь маг. Так и знала, что ты это скажешь. Как насчёт этой толпы? А вот это будет непросто. Но выбирать не приходится. Мелисса, отойди, пожалуйста. Эта работёнка как раз для героя. Хватит нести чушь! Чушь? Битва против сил тьмы — это моя работа. А ты... Ты так и будешь продолжать корчить из себя героя. Я попросил тебя отойти, потому что хочу, чтобы ты прикрыла меня магией. Но ты ведь тоже маг! Не в этот раз! Сейчас мне проще разорвать толпу этих уродов на части. Я... И ты! Поехали, Мелисса! Ну что за дурак нам достался вместо мага? О, Майли, бог войны. Я должна попросить у тебя защиты. Чёрт его, дери! Мелисса! Я в порядке. Просто немножко устала. Нифига себе, немножко! Твою! У них тут рядом ферма по разведению мертвяков? Не знаю. Начали! Именем Господа нашего, Майли, бога войны, да примет вас царство мёртвых. Оставьте этот мир! А Перекур? Вот они где. Подмога! Мелисса сама! Девочки! Здорово! За работу все вместе! Поехали! Да! Молодцы, девчонки! Я была в отчаянии! Мы подумали, что вам не выбраться, Мелисса сама. Разве этот носильщик багажа вас не защитил? Нет, конечно же защитил. Он настоящий мастер рукопашного боя. Можно расслабиться. Самое главное, Мелисса в безопасности. Не могу поверить, она его лечит! Как расточительно с её стороны. Имени Майли, бога войны. А-а-а! Я... Я ж там свой посох забыл! Я щас! Идиот! Полный! Кретен! Да ладно вам! С ним наверняка всё в порядке. Мы же там всю нечисть извели. Тогда зачем нам его ждать? Идёмте домой! Мелисса сама! А что? Но... Это... не честно. Каждый новый день нашей жизни приносит нам испытания. Успешное преодоление этих испытаний и есть борьба за жизнь. А настоящий герой... Настоящий герой... Настоящий герой... И... Ура-ура-ура-ура! А что это такое? Эпизод шестой. Умереть во имя любви? Ох, какой мужчина! Он такой милый! Ну так вот, сперва я хотела сделать магическую чесалку. Но что-то пошло не так, и в итоге у меня получилась зубочистка. Ты вообще слушаешь? Добавки! Прошу прощения, леди. Осмелюсь предположить, что вы маги. Да, вы не ошиблись. Этот меч... Знаю, о чём вы подумали. Кто же этот прекрасный рыцарь из Рамлефи? Я угадал? Тихо. Воль-лэ! Неудивительно, что вы подумали об этом. Меня зовут Конрад. Я рыцарь, что сражается во имя любви. Откуда он вылез? Просто поразительное самолюбие, и что характерно, ни капли интеллекта. Но вы смело можете выбросить эти мысли из головы. Дело в том, что у меня есть уже возлюбленная. Принесите, пожалуйста, лёгкую закуску и кубок вина. Кстати, вы случайно не знаете, где Хром Майли? И всё-таки на героя он совсем не похож. Скорей уж на насильщика неплохо смахивает. Но он мне предсказан судьбой. Тем не менее, дурак он и в Африке дурак. Да ладно тебе, Мелисса. Не волнуйся, ты так. Здрасте! Вспомнишь о дураке, а он тут как тут. Не может быть. Что не так, Мелисса? Кон... Ра... Да? Чего? О, моя возлюбленная Мелисса! Ты совершенно права! Это твой Конрад. А это что за хрен? Может, друг Мелисса? Мы его в баре встретили. Он попросил нас отвезти его к храму Майли. Вот мы и привели. Эй, Мелисса, что это за коз... То есть, я хотела сказать, что это за джентльмен? Он из благородного рода Рамлефи. И ещё он... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Когда ты стесняешься, ты прекраснее цветущего туалетного цветка. Цветущего туалетного цветка? А получше, ничего не мог придумать. Цветущие туалетные цветы – самые прекрасные цветы в Рамфиэле. А сейчас, Мелисса! Здесь нечего стесняться. Скажи им, что я твой... Ж-НИ-Х-С. Ж-ЖЕНИХ? Это псих. Вау! Так и есть. Мы дали клятву верности друг другу. Ээээ... Это что, правда? Ха-ха-ха-ха-ха! Водаёт! А я ж было подумал, что он и правда прекрасный рыцарь! А теперь давай вернёмся в Рамлефию. Там мы обвенчаемся в голубом замке, окружённом неописуемой природой. Венчания не будет. Вот это обломки! Не-е-е-е! Я отказала тебе с самого начала! Я ушла из дома! Потому что ничто не заставит меня выйти за того, кого выбрал мне мой отец! А бедвенчания здесь совсем ни при чём! Я на самом деле тебя люблю! Ну а я нет! Ну вот, опять мыло показывают. Ага. Хосе Игнасер, ты меня любишь? Я уверен, что ты меня полюбишь! Я уже не тот, что прежде. Чтобы стать твоим героем, я бросил путь мага и стал рыцарем. Не обижайся, но на рыцаря ты не похож. К тому же, боюсь, ты немного опоздал. У меня уже есть герой, которому я служу. Что-что-что-что? Кто? Кто он? Вот он! А-а-а! А? А-а-а! 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 Меня это уже начинает раздражать. Совершенно верно. Эй! Между прочим, этот парень маг, а не воин! Тем не менее, Великий Майли дал мне божественное знамение. Что он, тот герой, чьей спутницей я должна быть? Теперь, когда ты всё узнал, пожалуйста, возвращайся в Рамлиэфию. Не-не может быть! Дуэль! Я вызываю тебя на дуэль! Ты чё, головой ударился, что ли? Чего нам драться-то? Это же очевидно! За любовь! А? За любовь? Но... Мы принимаем твой вызов! Эй! Погодь! Если ты победишь, я вернусь в Рамлиэфию и буду твоей женой. Но если он одержит победу, пожалуйста, уходи и никогда больше не возвращайся! Всё верно? Мой герой. Ну, не совсем. Совсем! Он сказал хорошо. Пожди-ка! С чего я должен драться с этим психом? Ты, герой, убегаешь без драки? Что? Я дрался во всех драках, которые встречались на моём пути! Ты слышал, что он сказал? Мы принимаем вызов. А-а-а! Вот так всегда! Через семь дней, в полдень, я буду ждать вас на священной арене Майли. Надеюсь, вы придёте! Вот Витя прямой какой. Вот и туда. Быстро выдохся. Хоба! Теперь он заметил, что мы до сих пор ещё смотрим. Но, ё-моё, он ещё не знает, куда идти. Да кто ж такого полюбит? Мелисса правильно поступила. Нет, правда, это было слишком круто тянуть меня в вашу ссору. Однако, отказываться от драки не по моим правилам! Как новоявленный искатель приключений, я принимаю твою просьбу! Дуэль! Ой, я уже трясусь от страха! Он сказал дуэль. Значит, дуэль? Дуэль, ну и что? Прошу вас, не забирайте мою дочь! Заткнись! Стоять! Ты ещё кто такой? Лучше бы тебе не стоять у нас на пути! Я Конрад. Рыцар Рамле, вей к вашим услугам. Неужели это... Я жду! Потанцуй со мной, моя прекрасная леди. А вдруг Луи проиграет? Что тогда? Ты выйдешь за того, кто тебе безразличен? Девчонки, только между нами. Луи не проиграет. Почему? Потому что я хорошо знаю Конрада. Поверьте мне, пары ударов по голове не сделали из него рыцаря. Просто ужас! 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 Что стряслось, Мирель? Я видела своими собственными глазами! Что ты видела? Этого психоуного рыцаря! Он порвал четырёх бандитов за долю секунды! Не может быть! Его умение обращаться с мечом не хуже Джинни. Если Луи будет драться как прежде, ему точно конец. Ты серьёзно? Те бандерлоки не успели даже глазом моргнуть! Правда? Конрад не мог этого сделать? Спецтренировка! Прекрасная идея. Может и немного поздно, но придётся взяться за тебя по-настоящему. Вот интересно. Я до дуэли-то доживу? Не пойдёт! Это даже на удар не похоже. Ты просто напрасно тратишь свою силу. Нападай! А нельзя ли чуть полегче? Жиму, ты тоже так скажешь? Ну всё! Послушай, это меч, а не дубина. Легче, больше гибкости. Держи меч так, словно это хрупкая веточка. Как хрупкую веточку? Хрупкую веточку. Хрупкую веточку. Хрупкую веточку. Хрупкую веточку. Не спать. Отлично! Крути, Мирель! Хорошо, хорошо. Больно! Эй, Джинни, ну как он? Есть шансы? Можно сказать с уверенностью, он покойник. Но в дуэли можно положиться на удачу. Никто не знает, что может случиться в следующий момент. Давайте всё отменим. Дуэль – это ошибка. Нам не нужно было принимать её. Мелисса? Это мои с Конрадом проблемы. Ты не должен ради этого рисковать своей жизнью. Одну минуточку. Боюсь, что это больше не только твои проблемы. Что? Это мой бой. Да, он уже принял вызов. Все в городе только об этом и говорят. Если он откажется сейчас на улице, ему лучше больше не появляться. Понятно. Не волнуйся. Если ты погибнешь, я умру вместе с тобой. Успокоила. Меч, который он носит. И ты ещё говоришь, мне не беспокоиться? Это против моего желания, но я последую за тобой даже на тот свет. Ну, знаешь. Эй, Айла, уже уходишь? Айла! Леди и джентльмены, делайте ваши ставки. У вас больше не будет такого шанса. Леди и джентльмены, ставьте, а то проиграете. Текущие ставки 20 к 1 за Конрада. У вас осталось всего несколько минут. Вот кому-то денег привалит. Раз, два, три, четыре, пять. Вот и пришло время встретиться с судьбой. Да. Его совсем не тревожит, чем может закончиться эта дуэль. Может, он просто неисправимо туп, или... Кстати, а где твоя подруга? Она обычно всегда рядом с тобой крутится. Айла, что ли? С того самого вечера я её больше не видел. Это, случайно, не тётушка Дженни? Я из-за неё нервничаю. Это же жених госпожи Мелиссы. Леди Мелисса просто супер! Такого парня отхватила! Точно не то, что тут грузчик. Ура, господину Конраду! Он такой милый! Смотрите туда! Проваливай, грузчик! Грязный алкаш! Галя отсюда! И это я слышу в своём родном городе! Чёрт! Отлично выглядишь, Лу-кун! Ненавижу, когда она меня называет моим детским прозвищем. Дженни? Так вот он, твой герой. Да. Его приёмный отец, мой большой друг, мы много вместе путешествовали. Смотри внимательней. Бой твоего героя. Начнём! Давай! Запросто! Потанцуй со мной, моя прекрасная леди! Ещё по чуть-чуть! Неплохо! Ты парировал атаку! Мои поздравления! Как быстро? Я даже не заметила, как он начал! Неужели он от природы такой? Посмотрим, как ты уйдёшь от следующей атаки! Что-то с ним не так. Он даже не встал в стойку. И во время удара у него не дрогнул ни один мускул. Как будто он и меч одно целое. Вот же чёрт его дери! Почему? Ещё бы немножко! Посмотрим, как долго тебе будет везти. Что-то не так. Определённо что-то не так. Это легендарный меч Древнего Королевства, заклинание, танцующее во тьме! Ты чего? Меня же зазмеют! Потанцуй со мной, моя прекрасная леди. Вот оно что! Я понял! Это мой бой! Поговори лучше с танцующей во тьме! Так не честно! Ах ты, грузчик! Почему? Это он играл не по правилам! Магический меч! Танцующий меч! Это сестра того меча, что я дала Луи. Трудно было найти такую редкость. Итак, пока мечи танцуют, давай закончим дуэль как мужчина с мужчиной. П-погоди, я предлагаю магическую дуэль. Мы ведь маги. Увы, я забыл свой посох дома. Без этого меча я просто красивый и длинноногий парень. Так что... Заткнись! Пожалуйста, только не по лицу! Удар, Луи! Это ещё что? Кожа до кости! Я разочарована. И больше, чтоб я тебя здесь не видел. М-м-мама! Он сделал это. Дуэль грузчиков. Уже уходишь? Такой бой... Против моей воли. Его никто не заставлял биться в этой дуэли за любовь. Но он не сбежал, хотя мог оставить здесь свою жизнь. Исход этого сражения действительно против моей воли. Но другой исход. Только самую малость. Но я хотела, чтобы бой так закончился. И самое главное, что теперь это всё моё! А-а-а-а! Хи-б quantа! Б! Чёрт! Почему всё обернулось именно так? Эпизод 7. Кувшин Мирель Четырьмя днями ранее Привет, Джинни, Мелисса Луи? А где Мирель? Сегодня я ещё не видела Это наша еда Точно, пусть платит отдельно Ну и ладно, очень надо Кстати, а с чего это ты Мирель ищешь? Прошёл слух, что она принимала ставки на наш с Конрадом бой Ставки? Ну да, и заработала на этом деле кучу денег Уря! Ты победил, она сделала на этом деньги Какие проблемы? Нифига себе какие! Она наживалась, а мне в то время били морду! Удар в грудь, должно быть удвоил ставки, а по голове вообще распять подскочили! Ну что, выиграла она или проиграла тебе-то, что ли? Да нет, ничего Могла бы хоть обедом угостить Или двумя Где же её носит? Десять тысяч четыреста восемьдесят пять Десять тысяч четыреста восемьдесят шесть Ах, обожаю звук падающих золотых монет! Вау, лёд! Наверное, померещилась Да куда же она подевалась-то? И вправду Заработала на мне кучу денег Неужели у неё нет ни капли благодарности? У Мираль просыпается жадность, когда дело касается денег Да уж, ладно, пойду-ка я Пойду, наживу что ли Доброй ночи Что за запах? Горит что-то Горит! Пожар! Эй, постой, где горит? Внутри же всё полыхает А где? Загорелось? А я почём знаю! Сама еле ноги унесла Если не поспешим, огонь перегинется на другие здания Разбудите соседей Вот чёрт! У меня были такие классные вещички И мои инструменты Я уже так к ним привыкла И... К... К... Кувшиеееееееееем Дай сюда! Эй, ты что творишь?! Кувшинчик мой милый! Кувшинчик? Чан? Это ещё кто? А? Пожар? Мой дорогой кувшинчик! Кувшинчик! Слава богу! С тобой всё в порядке, мой кувшинчик! Так и думал, это гостиница Мирель! Эй, приятель, не видел симпатичную девчушку вот такого роста? Видел. Рванула прямо в огонь с криком, мой дорогой кувшинчик. Чего? С ней всё в порядке. Вон туда убежала, прямо по крышам. Спасибо! Мой дорогой кувшинчик? Бедненький кувшинчик, у тебя так много трещин. Думаю, девочки приютят нас на ночь. Сначала пожар, потом цветочный горшок? Глобальное невезение? Наверное, надвинула домой к Мелиссе или Джинни. Куда же, чёрт побери, её понесло? Кажись, за мной кто-то следит. Да кто же это? За мной не так-то просто проследить. Я никому не позволю... Забрать мой кувшинчик. Чего? Уверен, что это была Мирель? Конец ему. Я никому не позволю разлучить нас кувшинчиком. Я никому не позволю разлучить нас кувшинчиком. Женчик, сейчас ты будешь чистым и прекрасным. Разве это не здорово? Никому тебя не отдам. Здорово, Мирель! Ты чё? Совсем башню тесло? Я, понимаешь, беспокоился и сказал тебе... И это твоя благодарность? Ты где была? Тебя уже четвёртый день не видно. Мелиссе и Джинни места себе не находят. Ты пришёл за моим кувшинчиком? Кувшинчиком? Кстати, а кто такой этот кувшинчик? Значит, кто-то охотится за твоим кувшинчиком? Кто-то пытается разлучить меня с кувшинчиком. Кувшинчиком? Сначала кто-то подстроил пожар, потом меня чуть не убил цветочный горшок. Мне кажется, у тебя мания преследования. А что, если кто-то действительно охотится за моим кувшинчиком? Вот оно что! Если всюду будешь таскать с собой кувшин, то боюсь тебе с нами не по пути. Только я могу защитить кувшинчика. Ну, раз так... Чёрт! Почему всё обернулось именно так? Мирель! Эй, Мирель! Как ты можешь спать? Ты же простудишься! Пожалуй, ты прав. Дождь кончился. Может, хватит копать? Глубже! И не останавливайся! Ладно, понятно. Мирель, можно тебя спросить? Что ты будешь делать со всем этим богатством? Ничего. М? То есть... Хэй, давай копай! А ты не хочешь потратить деньги на еду или красивую одежду? На дом, в конце концов? Если бы мне это было нужно, то давно бы уже купила. Тогда зачем ты их прячешь? Чтобы сохранить. А? Мне нужно гораздо больше. Но ты не будешь их тратить, так? Не тратить, сохранить. Просто сохранить? Точно. Просто сохранить. Это... Тебе этого и не понять. Это безнадёжно. Тебе этого и не нужно. Ещё копать? Вроде хватит. Тогда давай закапывать их. Давай! Что не так? Только не говори, что хочешь похоронить вместо кувшина меня! Значит, ты не хочешь, чтобы кто-нибудь трогал твой кувшин, да? Что же, дорогой кувшинчик, настала пора нам прощаться. Тут холодно. Смотри, не простудись. Вот айот. Ты взял ту штуковину, которую я просила? Ага. Стащила с тайника Айлы. Глиняный голем, глиняный голем. Глиняный голем! Пробудись! Велиган! Это мой глиняный голем! Он будет охранять твой кувшин 24 часа в сутки. Ты где такого урода откопал? Какой уж есть. Вот удружил, так удружил. Ладно, пойдёт. Слушай сюда! Не позволяй никому касаться моего кувшинчика! Без денег он! Говорю, гниль в мозгах! Видала? А ты не такой плохой маг. Эй, голем! Ты что творишь? Кувшинчик! Стой! Чёрт тебя дери! Что с ним такое? Странно. Голем должен делать только то, что ему приказали. Идиот. Мак-недоучка. Напомни, что ты ему приказала? Что? Просто, чтобы никто не трогал моего... Вот оно! Ты дала ему неверную команду! А? Не позволяй никому трогать кувшин! Значит, и ты тоже в их числе! Что будем делать? Чтобы остановить его, мы должны либо победить его, либо, используя заклинание, отменить приказ. Тогда чего ты сидишь? Хе-хе, я ещё не умею читать такое заклинание. Ш-что? Кретин непроходимый! Куда он тащит моего кувшинчика? Не знаю. Но только победив его, мы сможем забрать кувшин! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали! Чёрт! Бесполезно! А ну, дай сюда кувшинчика! О, нет! За что? О! Что это за звук? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз-два! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мирель, ты чего? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стой! Верни мне кувшинчика! Беги, Мирель! Пожалуйста, не забирай. У меня кувшинчика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остановился! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты понял меня? Большое спасибо! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а... Что 없고 он меня не понял! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Могло бы сработать, если бы это были слёзы девственницы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если у тебя есть время комментировать мои действия, иди останови своего урода! Чёрт! Что будем делать-то? Куда ж его нечисто несёт? Если мне не изменяет память, прямо по курсу бездонный горячий гейзер. Бездонный горячий гейзер? Да, бездонный гейзер. Да поняла я! Я хочу знать, почему он туда идёт. Я-то по чём знаю? Если мы не приказывали сюда идти, то он... Что ещё? Вспомни, что я тогда сказал? Бездильник он! Говорю, гниль в мозгах! То есть бездонник он! Говорю, гиль в мозгах! Бездонный! Говорю, гельзар! Бездонный горючий гейзер! В бездонный горячий гейзер! Здорово! 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 Какого чёрта ты сказал, бездонный? Что нам делать, если он и вправду прыгнет в бездонный гейзер с моим кувшинчиком? Ну, тогда уж точно никто не прикоснётся к твоему кувшину. Хватит прикалываться! Мы должны его вернуть! Сделай что-нибудь, Луи! Хорошо. Есть одна задумка. Наша задача — поймать кувшин в тот момент, когда он его бросит. Как? Ты чего? Вот что нам поможет. Эй, сюда! Иди ко мне! Кувшинчик! Есть! Поймали! Кувшинчик! Слава Богу! Кувшинчик! Что? Кувшинчик! Нет! Ты дура! Нырнешь и тебе конец! Брось его! Нет! Ты дура! Брось его! Мирель! Мирель! Вставай! Луи сказал нам, что ты разбила прекрасный кувшин. Возьми эти, мы дарим их тебе. Надеюсь, они тебе понравятся. Мирель! Что с тобой? Мирель! Что с тобой? Не могу! Это будет конца! Сейчас я магией! Безболезно! Даже магия не работает! Если бы всё было так просто, то ни у кого бы и проблем не было. Фиджаль. Я на тебя вообще поражаюсь. Что же надо быть таким ленивым-то? Быть искусителем приключений? Это тебе не просто так. Но домашняя работа всё равно не готова. Эпизод восьмой. Праздник полный слёз. Ничего. Я решу их одну за другой. Одну за другой? Маглуи. Вы до сих пор не сдали задание, которое я дал вам месяц назад. Ваше объяснение? Простите, настальник Полтес. Я работаю в поте лица. А как насчет реферата по книге древних? Что я дал вам на прошлой неделе? Ещё не готов. Господин Луи. Несмотря на то, что вы приёмный сын господина Карвеса... Повлажек от меня вы не дождётесь! Мне они не нужны. В таком случае, объясните мне, почему вы до сих пор не сдали ни одного задания? Я был немножко занят. Занят? Раз так, мистер Занятость, то вот вам ещё одно задание. Вам надлежит собрать магический прибор. Через пять дней он должен быть у меня. Пять дней? Всего пять дней? Вдобавок, господин Луи, вам не разрешается покидать стены этого здания, пока работа над магическим прибором не будет закончена. Для приёмного сына господина Карвеса это не составит большого труда. Господин Фолдес! Вы меня слышали? Ни шагу за пределы этого здания. Ничего не поделаешь, Луи. Придётся тебе поднапрячься. Я понятия не имею, что это за прибор. Да ещё и эти старые хвосты потянуть. И всё это за пять дней. Да ты что, пять дней это даже много. Хотя для тебя это будет непросто. Вдобавок, тебе не разрешено выходить. Блин, я же не смогу пойти на праздник Майли. Праздник Майли? До начала дня благодарения Майли осталось всего пять дней. Представляете? Я совсем не помню прошлый праздник. Ещё бы ты его помнила. Он проходит всего лишь раз в пять лет. Леди Мелисса, вы помните? Что? В то время меня не было в Афане. Это мой первый праздник Дня Благодарения. И его-то я не пропущу. Леди Мелисса. Да? Леди Изабель? Завтра у меня состоится церемония откровения. Я слышала. Вам не открылось имя героя, которому вы должны служить? Да. Это потому… Хотела бы я знать, что мне уготовано судьбой. Леди Изабель, я уверена, что вам будет открыто имя вашего героя. Ты права. Несомненно, что бог войны Майли явит мне самого прекрасного из героев. Конечно. Пойдёмте, девочки. Церемония откровения. Интересно, кому будет служить леди Изабель? Если уж леди Мелисса осталась без героя, то про леди Изабели думать нечего. У каждой жрицы Майли своё откровение! Оно за работу! Есть! Вот было бы здорово, если бы ты каждый раз прикладывал столько сил к учёбе. Если бы я всегда так работал, то сейчас бы лежал на два метра под землёй. Это последний шанс успеть! Ты что, и вправду так сильно хочешь пойти на этот праздник? А ты разве не хочешь, Айла? Никогда не интересовалась такими вещами. Тогда пойдём вместе! Ты приглашаешь меня на свидание? Праздник Дня Благодарения Майли? Да, этот праздник проходит лишь раз в пять лет. А ты-то к нему какое имеешь отношение? У нас совсем не осталось денег. Поэтому я хочу продать там кое-что. Ещё раз тебе говорю, я не продаюсь. Это я и так знаю. Просто мне пригодились бы твои навыки. Что это вообще такое? Похоже на часть большого механизма. Какая разница? Мне просто нужно его сделать! До скорого, Луи! Давай! Кстати, завтра я буду очень занята, у меня особая магическая тренировка. Поэтому не смогу тебе помочь. Ничего. В конце концов, это же моё задание. Держись. Работа пошла! В следующий раз я распиливаю эти два куска за то же время! Осталось четыре дня до начала праздника благодарения Майли. Я вот тут вспомнила. Сегодня же у леди Изабель церемонии откровения. О, Майли! Бог войны! Пожалуйста, дай мне откровения. Итак, Майли дал тебе откровения? Да, госпожа Джинни. Я отчётливо слышала его голос. Он сказал, что есть на свете герой, которому я буду служить. Как его имя? Его имя мне не было открыто. Но мне известно, что скоро я с ним встречусь. Леди Мелисса. Да? Как вы думаете, каким он должен быть? Твой герой? Он должен быть самым прекрасным и чудесным человеком в мире. Точно. И никак иначе. Распал уже почти обед! Плохо дело! Го-а-а-а-а-а! Го-а-а-а! Держись, Луи! Не спать, Луи! Оре? Держись, Луи! Не спать, Луи! Не спать, Мирель! Не спать, Мирель! Держись, Мирель Не спать, Мирель Держись, Мирель Не спать, Мирель Сюда, сюда Господин Луи Вот видишь Можешь ведь, если захочешь Наконец-то закончил Нет! Айла, пошли на праздник, Майли Может, умоешься сначала? Ты глянь, сколько тут народа Да неужто? Здесь есть аттракционы, которые можно встретить только на празднике Майли Эй, Мелисса! Носильщик Привет, как дела? Все хорошо Никакого уважения Интересно, почему Леди Мелисса приняла его в свою команду? А может, он ее заставил? А Леди Мелисса такая добрая, что не смогла отказать Вот же грубиян Точно Девочки, пора поставить этого носильщика на место Как? Надо сделать так, чтобы он оказался в дурацком положении перед Леди Мелиссой Тогда, возможно, он обдумает свое поведение Так и сделаем Эй, а в этом году можно будет посмотреть на Дворец Испытаний? Конечно Дворец Испытаний? Ну, это аттракцион такой Это тебе не какой-то аттракцион Это репродукция великого путешествия, проходившего много лет назад Это знаю я Господин носильщик, это вам Печенье Майли Те, кто верят, налетай Отделяем мух от котлет А тех, кто мне верят, от тех, кто нет Для вас свеженький товарчик Для нас солидный наварчик А? Луи? Бесплатно, что ли? Спасибо Луи, как закончишь, иди сюда Мирель! А ты чего здесь делаешь? Ты глянь, какая вкуснотища А никто не берет А тебе не кажется, что цена малость завышена? Ничего подобного Луи, ну купи у меня кусочков десять или двадцать Что-то не хочется Ты прямо так меня и бросишь без гроша в кармане Я ж тебе говорю, я не голоден К тому же, зацени, чего мне на халяву дали Вот сволочи Ладно, давай, твоя взяла Спай, сябочки Заходи снова Что за дела? Вот так встреча И ты здесь? Мирель оставила меня тут скучать Мирель? Не Мелисса? Сказала, что у неё дела Ну давайте, быстрее Что за чудный денёк? Нашёл где спать Поехали Луи! Вот тебе раз Ты что, спишь, что ли, Луи? Ещё нет Мне пока рано Ещё бы чуть-чуть Тётушка Дженни О, малыш Луи Тётушка, я уже не малыш Не называйте меня так, пожалуйста Но ты же продолжаешь звать меня тётушкой Ну так вот, можно мне посмотреть на дворец испытаний? В этом году он просто великолепен Вообще-то нам кое-кто помог из Академии магов Вот это номер Никогда бы не подумал, что мой дед вам помог О, как раз вовремя Мелисса! Дженни! Не могла бы ты показать этой парочке дворец испытаний? Я Я Спасибо, Мелисса Он ведь твой друг? Да Два взрослых Добро пожаловать О, леди Мелисса Два взрослых Я им тут всё покажу Чего это вы тут делаете, а? Меня тут нет Меня тоже Дженни, называемая принцессой мечей Получила приглашение от Рижарла Который впоследствии стал королём Афана Составить ему компанию в крестовом походе против зла Собственно, весь дворец испытаний это воспроизведение их подвигов А вон тот мужчина позади тётушки Дженни Мой старик Карвис Сама в молодости? Да Старик никогда не рассказал мне об этом путешествии Первый раз я узнал об этом, когда ещё ребёнком был во дворце испытаний Разбойники всех мастей вставали перед этой троицей, стараясь преградить им дорогу Классно, да? Классно! Здесь я впервые узнал об Искателях приключений Каждый раз, когда я пристально вглядывался в действия моего деда и тётушки Дженни Я включал воображение И представлял, что могло бы со мной случиться Будь я на их месте! Луи… Эй, приятель! Это зашло слишком далеко! Кто это сделал? Леди Мелисса, только иди туда! Девочки, я требую объяснений Во-первых, вам не разрешено здесь находиться Да ладно тебе Но… Это ведь дворец испытаний, верно? Именно для этих целей он и строился Не надо ругать этих девочек Нет Последний враг, который преградил им путь, был злой дракон Криш С помощью твоего деда и леди Дженни, Риджаре удалось убить свирепого Криша Спецэффекты просто супер! Говорят, его закончили только этим утром Когда-нибудь… Я тоже убью дракона Хотелось бы верить Что это? Ты неплохо потрудился Да что ты, как два пальца Дженни! Что случилось? Что за спешка? Катастрофа! Вы только посмотрите! Кажется Дым идёт из дворца испытаний Без паники! Спокойно! Выходите спокойно! Леди Изабель! Леди Мелисса и те двое до сих пор в здании Это что, часть представления? Бежим! Что? Он вышел из-под контроля Скорей, Луи! Я этого просто так не оставлю! Разберёмся! Луи! 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 Вот так-то! Осталось только затушить огонь! Луи! 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 Главное, что никто не пострадал Всё благодаря ему Он что, совсем истощился? Нет! Совсем нет! Видно, не доспал пару деньков А для обычного носильщика неплохо сделано Точно! Он превзошёл самого себя Нет, не превзошёл Но вы посмотрите, он же сильно устал Просто... Просто он... Мой герой Что?! Что?! Постой-ка! Этот тип твой герой? Так и есть Но вы же сказали, что во мне было откровения Майли не сказал ей ни имени, ни того, кто на самом деле её герой И Мелисса окончательно убедилась в этом только сейчас Да, я уверена, что он и есть тот герой, которому я должна служить Господин Луи А ну проснитесь, господин Луи Что вы натворили? А что случилось, наставник Фолтес? Он неправильно собрал магический механизм Вот смотрите, ошибка была настолько очевидна, что я её даже не заметил Вообще-то нам кое-кто помог в Академии магов Значит, Луи неправильно собрал Так и есть, из-за его обеспеченности драгон вышел из-под контроля Ну что я могу сказать? Получила то, что заслужила А может, это всё-таки карма? Блин, давно так не угорала Просто поверить не могу, что он герой Леди Мелиссы А может, здесь какая-то ошибка, а Леди Мелисса? Он просто не может быть героем Леди Мелиссы Герой, наверное, кто-то другой Нет, даже сейчас, даже сейчас Это мой герой Луи, не падай духом Да? Да, что сделано, то сделано, верно Наверно, я должен был так поступить Что? Давай торвёмся на полную катушку, а потом домой Великий Майли, бог войны, кто даёт нам мужество жить Это против моей воли Против моей воли, против моей воли, против моей воли, против моей воли Сколько ж можно? Наконец Наконец-то Десять лет потрачены на исследования И теперь Вы насмехались надо мной Так узрите же Четыре великих запечатанных маги И этот великий магический аппарат Я воскресил их Славьте имя моё Я Банарл Тот, кто владел четырьмя великими магиями Эпизод девятый Что приходит летом? Что это было? Какое-то странное чувство Цельсия Приближается беда Как будто все духи мира издали ужасающий вопль Такое уже случалось в прошлом, когда маги правили миром В эпоху магического королевства? Отправляйся в мир людей И подави источник возмущения духа Вы посылаете меня? Именно Ты допустила людей в наши священные земли А за простуки надо платить Я поняла Как ты это сделаешь, решаешь сама Ты должна идти Осталось не так уж много времени Хорошо Ну и жарей Ну и жарей Ну конечно, сейчас же лето, а летом жарко А тебе вроде всё равно Толбанная духовка Проклятие вряд ли что-нибудь изменит Слушай, Айла Давай присядем Ещё чего? Сегодня нам надо найти ещё четыре магических предмета Какой меня чёрт дёрнул взяться за работу носильщика Что-то похолодало Неужели… снег? Ух ты! Вот это класс! Что тут хорошего? С чего это вдруг посереди лета идёт снег? Это против моей воли, но я решила смириться, что он и есть мой герой Имеешь в виду Луи? Всё-таки признаёшь себя побеждённой Ну и какие черты героя в нём обнаружились? Никаких Хотя, без сомнения, он мой герой Я ведь получила откровение от великого Майли Ну, меня это всё равно не колышет Героин или нет Но он хороший, малый, и его титул и репутация не имеют значения Его титул и репутация для меня очень важны Если люди не будут видеть в нём героя, как я смогу служить ему? О боже, пожалуйста, даруй этому человеку благородство героя Ни единого шанса Покуда мир не станет с ног на голову, и летом не падёт снег, не бывать этому Эй, снег пошёл Не знаю, как ты, а у меня уже все конечности отмёрзли Добро пожаловать! Прости, прости Подождите! У меня письмо для леди Айлы Для меня? Мастер Банарл? Да Он учил меня основам магии ещё до того, как я поступила в Академию магов Во время раскопок древних руин, мастер Банарл обнаружил магический аппарат эпохи Магического Королевства Он покинул Королевский город, чтобы посвятить жизнь его изучению В этом письме он говорит, что мечта его жизни осуществилась, и он знает, как активировать магический аппарат Ну и? Что ты хочешь от нас? Этот аппарат может управлять погодой Управлять погодой? Постойте-ка, значит, этот снег Возможно, из-за магического аппарата была потревожена сила духа И что это значит? Погодой правят духи природы Когда сила духов воды сильнее идёт дождь Когда сила духов огня сильнее светит солнце Когда это равновесие нарушено, начинаются бедствия Буря, торнадо и засуха Судя по погоде, равновесие вправду нарушено А причина тому – магический аппарат Разве такое возможно? Конечно, это не так-то просто сделать Но в любом случае, магический аппарат заработал Но правильно ли он работает? Ты не знаешь? Значит, будет ли светить в офоне солнышко, решает какой-то старый пердон? Это против моей воли Если ты можешь управлять погодой, в два счёта можно захватить королевство другое Если бесконечно будет идти дождь или стоять невыносимая жара, то не будет урожая Люди могут прожить без денег Но без еды это будет конец Ну, знаешь, деньги тоже важны Мы знаем, но сейчас не об этом Поэтому я хотела попросить вашей помощи Это великолепное испытание Это испытание, которого мы так долго ждали Ну всё, она загорелась Я хочу, чтобы мы пошли к мастеру Банарлу И услышали из его уст объяснение Ну, конечно, не за бесплатно Что? Деньги? К тому же, возможно, вы получите вознаграждение от королевства или от Академии Мага Если повезёт, нам отсчитают пару сотен золотом Деньги правят миром Но такое чувство, что мы что-то упустили Что? Хочешь сказать, что нам это не под силу? Нет, но в сложившейся ситуации Неплохо бы иметь знакомого Заклинателя Духов Возможно Видимо, тебя всё-таки чему-то научили Зачем? Зачем нам нужен Заклинатель Духов? Потому что Заклинатель Духов может вызывать духов, управляющих погодой Заклинатель Духов Заклинатель Духов Это ты? Давно не видели Слуи Цельсия Ты знаешь её? А, да. Было дело. Что случилось, Цельсия? Ты так неожиданно. И что это на тебе надето? Это эльфийский костюм путешественника. Возьми меня с собой, Луи. Правда, Цельсия? Правда? Да. Нам как раз нужен был заклинатель духов. Возможно, это провидение? Возможно. Это судьба. Если я смогу вам помочь... Да, тебе здесь все рады. По правде, не хочу вовлекать прекрасную эльфийку в такое опасное мероприятие, но... Нет, нет. Я жизнь положу, защищая тебя от любой опасности. Какие изысканные слова. Обычно он просто хам и грубеен. Вы там? Есть какие-то возражения? Тогда нас ждёт наше большое приключение. Приключение! Приключение! Там болото. Из-за мороза оно покрылось льдом. К тому же лёд трескается. Уи! Ещё один шаг и... Это против моей воли. Говорил, что будешь её защищать. А в итоге она спасла тебя. Это уже слишком. Град! Где Гром? Сейчас не время для твоих шуток. Укроемся в том доме. Гроза после снегопада. Град после порывистого ветра. Погода окончательно испортилась. Духи сопротивляются силе магического аппарата. Поэтому и погода не подарок. Погодой должны управлять духи природы. А управлять ею с помощью магии... Да именно! Кайтесь, глупые люди, за грехи свои! Я так впечатлена! Какой актёр! Ну, давайте поедим! Поможешь мне, Айла? Конечно! Готово? Отдыхай! О, спасибо! Ты тоже! Думаю, что должен. Я же обещал защищать тебя. И, похоже, для этого здесь наилучшее место. И раз! Что это с ним? Липнет к ней, как присоска. Можем ли мы ей вообще доверять? Думаешь, она слишком удачно здесь появилась? Вот лиса! Не можешь заснуть? Да. Я тоже. Какое-то нехорошее предчувствие. Переживаю, успешно ли пройдёт мой герой это испытание. Ты начала понимать, Луи? Понимать? До этого ещё далеко. Однажды мне сказали, что для того, чтобы полностью понимать его, я должна переспать с ним. Переспать с Луи? Пожалуйста, не напоминай того, что я хотела бы забыть. Это вообще против моей воли. Если вы ищете башню, где живёт этот странный волшебник, это прямо, вниз по дороге. Большое спасибо. Солнце скоро сядет. Что будем делать? Попытаемся пройти как можно больше? Думаю, нам нужно поторопиться, но... Согласна. Если останемся в деревне, а погода опять изменится, то можем тут надолго застрять. Хотя, что ты думаешь, герой? Она высказала ему почтение, но она же смирилась с тем, что он её герой. Возражений не имею, но такой массу бросоват может выбить Цельсию из сил. Опять? По правде говорят, для меня это будет трудновато. Но я справлюсь. Да. Мы справимся. Да. Ну тогда вперёд! К заходящему солнцу! Делайте, что хотите. Это против моей воли! Против моей воли! Действительно против моей воли! Для меня тоже это будет непросто. Ну тогда, может, посидим на дорожку? Нет. Путь трудный, но я справлюсь. Конечно. Если Цельсия сможет, Айла тоже сможет. Да-да, я в порядке. Я смогу за себя постоять. Мне это уже кажется странным. Опережаем график. Но если продолжим идти, можем попросту заблудиться. Если не будем ничего видеть под ногами, не заметим, как собьёмся с пути. Это точно. Вот блин. Чёртов старикашка, наверное, над нами прикалывается. Это не вина мастера Бонарла. Просто магический аппарат вышел из-под контроля. Ты уверена? Ну, может, я смогу выяснить. Как? Это просто. Я вызову духа и спрошу у него. Ясненько! Но духом сейчас пытаются навязать чужую волю. И мы не сможем с точностью сказать, сделал ли это Бонарл или аппарат, вышедший из-под контроля. Всё равно попытка не пытка. К чему это? Постойте, постойте. Время героя принять решение, не так ли, Мелисса? Что? Да. В таком случае, пусть Цельсия попробует. Делайте, что хотите. А я спать хочу. Ну, просто смотрите. Отойдите. Защищай меня, Блуи. Конечно. О, свободное дело ветра. Ответь на призыв заклинателя и позволь увидеть тебя. О, Сильв, дух ветра. Я хочу задать тебе вопрос. Пожалуйста, дай мне знать, чьих рук дело это. Цельсия! Будь осторожен. Этот дух обезумел. Вот твой противник! Чёрт! Что происходит? Я ловлю каждое её движение. Ты что творишь? Назад! Я защищу Цельсию! Такой новичок и за сто лет с ней не управится. Что? Во-первых, у тебя в руках обычный меч. Духов можно убить только серебряным или магическим оружием. Теперь, когда она это напомнила, кажется, мы проходили это в Академии. Цельсия! Чёрт! Этот меч не серебряный и не магический! Что же мне делать? А зачем нам нужен был маг? Я сделаю это! Наложи заклинание на мой меч. Понял. Что ты стоишь? Нет времени на раздумья. Луиль! Сила! Наполни мой кулак! Луи! Придурок! Что ты... Я защищу! Цельсию! Вот идиот. Айла, наложи заклинание на мой меч. Она потеряла сознание. Она не помощник. Айла ещё больше новичок, чем Луи. Это против моей воли. Но я помогу своей магии. Не надо! Не надо! Он хочет вмазать духу? Дебил. Какой извращённый героизм. Неграмма изящества. Он бы был неплохим гладиатором на арене Ромарла. Удар, ну и... Ты в порядке? Не то чтобы. Но я ещё жива. Милиция! Излечи её! Всенепременно, сир. О, великий Майли. Ты должна была предвидеть, что появится обезумевший дух. Но всё же решила попробовать? Да. Теперь мы знаем, что заклинания духов бесполезны, пока они находятся под влиянием магического аппарата. И это всё, что ты хотела узнать? Если бы я использовала заклинания духов в другой ситуации, для нас это могло бы плохо кончиться. У меня были подозрения, поэтому я хотела их подтвердить. Не двигайся, Цельсия. Не перенапрягайся. Луи, ты рисковал своей жизнью. Защищай меня, как и обещал. Ну, конечно. Тупой новичок! И меня заодно извлечи. О, великий Майли. Чтобы спасти Афан от древнего магического аппарата, из-за которого снег шёл даже летом, мы объединились с лесным эльфом Цельсии и отправились в путешествие, чтобы найти источник возмущения погоды. Это хороший шанс для моего героя. Показать всем людям, что он является настоящим героем. Такой шанс выпадает лишь раз в жизни. И ещё. И ещё. Тупой новичок! И меня заодно излечи. Эпизод 10. Башня четырёх великих магий. Луи. 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 Это... Рай? Кончай чушь, молоть. Эй, Джинни! За что ты так заехала по моей репе? Новичок есть новичок. До сих пор не дошло? Чего? Ты маг, я воин. Если бы я сражалась с духом, победа досталась бы гораздо легче. И Цельсия не пострадала бы. Ну я же победил. Какая разница? Если всё будет заранее спланировано, какое это нафиг приключение? Победа должна быть с наименьшими потерями. Если кого-то ранят, Мелисе придётся применять исцеляющее заклинание. Как маг, ты должен знать, что это истощит её. Прошу прощения. Это моя вина. Я верила, что он спасёт меня в случае опасности. Цельсия. Ну вот опять. В следующий раз будь осторожен. Я что-то пропустила? Думаешь, завтра на нас нападёт опять какой-нибудь монстр? Не уверена, но скорее всего. Я видел каждое движение. Но даже не задел её. Я могу дать тебе пару уроков владения мечом. Не ручаюсь, конечно, но солдаты в деревне научили меня основам фехтования. Цельсия. Если бы я был сильнее, даже Джинни не смогла бы мне возразить. Научи меня, Цельсия. С удовольствием. Я тоже хочу, чтобы ты стал сильнее. Ага. Можно я задам тебе вопрос? Почему ты всегда так хорошо относишься к эльфам? Наверное. В детстве я прочитал книгу, в которой говорилось, что эльфы – благородное создание. Прекрасные и величественные, да и к тому же бессмертные. Я восхищался вами. Мы не так уж и величественны. Наша жизнь течёт дольше, но мы не бессмертны. Я знаю об этом. Даже если осознаёшь, что это всего лишь иллюзия, есть вещи, в которые хочется верить. Твоё представление об эльфах может сильно расходиться с действительностью. И даже обо мне. Холодно! Мы же не на пикник пришли. Если мы не закончим как можно скорей, урожай погибнет. Если цены на овощи подлетят до небес, плакали наши денежки. А я-то чем могу помочь? Двигай копытами, тупоголовый. Это башня мастера Бонарла, которая сама по себе является предметом изучения. Башня четырёх великих магий. Наверху башни сосредоточена огромная магическая сила. Без сомнения, магический аппарат приведён в действие. Сила духов потревожена. Башня должна быть наполнена обезумевшими духами. Но если мы не остановим магический аппарат, Офан будет уничтожен. Отлично. Это превосходное испытание для героя. Итак, вперёд! Да! Тупица! Закрыта! Мирель! Есть! Ну и грязнище! Похоже на одну из холостяцких комнат. Да, Луи? Тебе это ничего не напоминает? Отстань! Здесь темно. Айла! Огоньку не найдётся? Я пойду вперёд. Мелисса, ты прикрываешь. Хорошо. Мирель, позаботься о наших девочках. Есть! Что-то не так? Там что-то есть. Что? Голем плоти? Вот ты какой! Эй! Назад! Не вмешивайся. Мастер Банарл нашёл его в этих руинах. Это одно из великих культурных наследий эпохи магического королевства. Но я впервые его вижу. Славьте моё имя! Чё? Что ты сказал? Идиот! Ты чего? Всегда тебя... Что ты сказал? А? Идиот! Ты чего? Вы нарушители! Чёрт! Я же говорила не вмешиваться! Он спрашивал пароль! Если бы мы назвали правильный пароль, нам не пришлось бы драться! Да я ничего не называл! Уши давно не мыл, поэтому... Эй, это не пароль! Ты меня понял? Удалить нарушителей! Похоже, он очень хочет подраться. У нас не остаётся выбора. Нам бы всё равно пришлось драться! Пароля же никто не знает! Пароль тот, кто овладел четырьмя великими магиями. Он был написан в письме мастера Банарла. А раньше ты чего молчала? Ты и слова вставить не дал! Удалить нарушителей! Назад! Сделай что-нибудь! Я пас! Я ещё только учусь! Это я во всём виноват. Чёрт! Я не могу просто стоять и смотреть! Я же говорила тебе не вмешиваться! А он силён! Я помогу тебе! Я отвлеку его! А ты обойдёшь сзади! Ты уверен? Кто знает! Сейчас некогда спорить! Если он тебя заденет, ты покойник! А если не заденет, то я не умру! Эй, Мелисса! Герой, о котором ты говорила, сейчас бы спрятался в укромном местечке! Конечно, нет! Видишь? Но ты не должен мешать Джинни! Хорошо, я обойду его! Привлеки его внимание! Без проблем! Смотри и учись! Луи! Ты ударил меня, козёл! Я не могу проиграть! Вот это динозавр! У неё получилось! Великолепно! Новичок есть новичок. Даже с собственным мечом не можешь справиться. Да ну! Сама была в дюйме от смерти! Ну что, он прошёл? Этого недостаточно для настоящего героя. Магический аппарат за дверью? Да. Мастер Баннарл тоже должен быть там. Вряд ли стоит спрашивать. Но ты случайно не знаешь, как остановить эту штуковину? Откуда мне знать? Я её никогда не видел. Ну и что будем делать? Разнесу в дребезги! Нельзя! Кто знает, что может случиться? Наверное, можно как-то управлять. Несмотря на то, что магический аппарат связан с четырьмя великими магиями, это всего лишь машина, наполненная магической энергией. У тебя нехорошее предчувствие? Да. Ничего, я готов. Вперёд! Кто это? Фло, ледяные феи. Если они окружат тебя, ты превратишься в кусок льда. Мастер Баннарл! Вероятно, Фло заморозили его, когда магический аппарат был запущен. Голем плоти! Эй, куда? Может, пойдём домой? Вперёд! А магия нельзя помочь? Магия не всесильна. К тому же у нас мало опыта. Я не предвидела такой исход. Это была моя обязанность. Они заморозили даже самого мастера Баннарла. Это великое творение, которое вполне может уничтожить королевство. Но я думала, что мы сможем справиться с ним. Я недооценила ситуацию. Если мы все умрём, то какая разница, где и когда? Цельсия! Если мы не остановим магический аппарат, я уверена, что наш лес погибнет. У нас нет выбора. Магия сделала этот магический аппарат. Как маг, я беру это на себя. Что ты несёшь? Я остановлю его или превращусь в глыбу льда. Ставлю все свои деньги на твою ледяную статуэтку. Хорошо. Я принимаю ставку. Надеюсь, этого хватит на цветы, посадивших на моей могилке. Если что, я добавлю. Потом вернёшь с процентами. Наложите на меня заклинание защиты! Конечно. Да. Сотвори барьер, который защитит его от холода. С ним ты сможешь противостоять холоду несколько дольше. Можешь призвать духа огня? Смогу, если мы зажжём факел. Но дух будет обезумевшим. Вот и отлично. Силы огня и льда будут противостоять друг другу. Если духи льда нападут на духа огня... Я поняла. Но помни, когда Цельсия призовёт Сильф, она атакует заклинателя, то есть Цельсию. В худшем случае, все духи нападут на неё. А это уж и другая ставка, Мирель. Удачи. Луи. Она заставила его это сделать. Вот леса. Так это панель управления. Красная змея поднебесной, пожирающая огнём. Явись, огненная саламандра. Сработало. Беги. Да. Берегись. Эти кристаллы должны символизировать духа природы. Защитный барьер не выдержит. Четыре великих магии. Это духи земли, воды, огня и ветра. Но здесь пять кристаллов. Что же делать? Синий. Это ветер или вода. Зелёный. Это вода или земля. Жёлтый и белый. Что это? Чёрт. Но в одном я уверен точно. Красный. Это огонь. 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 Дух огня. Быстрей. Огонь противостоит льду. Это очевидно. Если я поменяю местами красный с синим или с белым, всё встанет на свои места. И магический аппарат остановится. Но какой из них? Мы. Не могу решить какой. Поехали. Ой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как он? Похож на ледышку. На сердце ещё бьётся. Новичок. Я проиграла свои деньги, потому что он новичок. По духу жизни. Это моя обязанность. Он мой герой, хотя это и не по моей воле. Не по твоей воле? А разве твой неопытный герой только что не спас королевство? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ура! Как ты узнал правильное расположение кристаллов? Наугад. Панели пропал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, Луи. Я тоже выиграла. Я не ошиблась, поставив на тебя. На этом моя миссия закончена. Да? Так это замечательно. Теперь мы вместе сможем... Пока. Мне надо идти. Ты до сих пор не понял? Она клеилась к тебе, чтобы ты помог ей остановить магический аппарат. Так получилось, что мы преследовали одни и те же цели. Короче, тебя провели. Лиса есть лиса. Но теперь слово героями лисы разойдется по всему миру. Но это все еще против моей воли. Неудобно говорить, но... Хотелось бы, чтобы вы сохранили все в секрете. А? Если люди узнают, что причиной ненормальной погоды стал магический аппарат, Репутация Академии Магов накроется медным тазом. Замолчание! Двойная плата! Придется согласиться. Наконец-то я нашла тебя! Это ты! Ты мой герой! Я? Герой? Эпизод 11. Появляется настоящий герой? Ну-ну! Давайте же соглашайтесь! Мы разбогатеем! Разбогатеем! Но против этого возражения не имеют. Возможно, нам улыбнется удача. Мистер! Мы покупаем эту информацию! Ура! Наконец-то разбогатеем! Нет! Нам улыбнется удача! На этот раз я уверена, что Луи проявит себя как настоящий герой! Эй, народ! Чего мне-то ничего не рассказываете? Сказали ведь! Разбогатеем! И нам улыбнется удача! Что-то я не догоняю! Что на этот раз тряслось-то? Рудокоп ушел в горы и не вернулся. Поэтому его семья попросила разыскать дедулю. Что? Поиски пропавших людей? Разве ты не хочешь помочь людям, оказавшимся в беде? Ну, если хорошо подумать... Слухай сюда! Эти шахты уже давно заброшены! Но почему-то здесь окопался сам эксперт трудокопного дела! Короче, намек понял? Ого! Вот это звучит лучше! Ладно уж, постарайся! Ого! Надо сделать привал! Эх, жрать, Агота! Что? Кто-то приближается! Неужели? Не похоже, что это враг! Здорово! Что случилось, господин Ринард? Леди Изабель? А, неужели это леди Мелисса? Вы знакомы? Да, знакомы! Что случилось, хозяин? А что вы тут делаете, леди Изабель? Мы путешествуем. Нет, точнее будет сказать, мы тут кое-кого ищем. Ищете? Значит, леди Изабель, вы тоже стали искательницей приключений? Да. Видишь ли, тот, кому по откровению Майли я должна служить, оказался искателем приключений. Это мой герой. Господин Ринард. Что? Так он твой... Эээ? Так, и тебя они в герое побрили. Меня зовут Ринард. Рад познакомиться. Я Луи. Ну и как он вам? Ты о чём? О моём герое. Э? Давайте поедим! О, как я мог забыть! Покеда! Господин Ринард, вероятно, нам тоже следует перекусить. Да. Что-то этих героев развелось в пруд пруди. Любой может назваться героем. Но вот сможет ли он совершить благородный подвиг, чтобы люди признали в нём настоящего героя? Поэтому я хочу, чтобы он больше старался. Кутно, тиша. Пожалуйста. Спасибо, Джеккинсон. Я победила. Нажрался. Судя по прикиду, этот парень вполне может быть героем. Да ну? Груда мускулов, это ещё не всё. У меня и кроме них кое-что есть. Очень на это надеюсь. Всё равно тебе никакого толку. Правильно. Внешность – это не главное. Кстати, что-то я их здесь раньше не видел. В городе довольно много заведений, где собираются искатели приключений. Старик всё время на чеку. Воин и жрица Мэли. А кто девчонка? Она похожа на жрицу Фариса. Слишком односторонняя команда для искателей приключений. Интересно, что они тут забыли? Возможно, пришли за тем же, что и мы. Не буду отрицать. Подождите-ка! Этот старик, должно быть, продал им ту же информацию, что и нам! Вполне возможно. Если так, чего это мы тут расселись? Господин Ренарт! Они уже уходят. Они сами по себе. Мы сами по себе. Господин Ренарт, мы пришли за приключениями или на пикник? И правда. Приключения предполагают действия. Отправляемся! Джеккинсон! Вели! Да! А вот и они. Похоже, они следуют в том же направлении. Что-то у меня плохое предчувствие. Леди Мелисса, а у вас что за приключение такое? Да и рассказывать не о чем. А у вас, Леди Изабель? А, ну, и рассказывать не о чем. Спасение человека. Мы направляемся на поиски пропавшего родокопа. Господин Ренарт! Обломалось наше счастье. Прибавим шагу. Эй, хозяин! Кажется, они пришли сюда за тем же, что и мы. Господин Ренарт! Ага. Разбогатеем. Разбогатеем! Хоть бы предупредили, что будем бежать! Лили, залезай! Хозяин! Я не ребёнок. Сбавим темп! Господин Ренарт! Ура! А мы их сделали! Я выдохлась! Но то, как Ренарт обращается со своими товарищами, доказывает, что он вполне может обладать качествами героя. Мирейль, хочешь прокатиться на моей спине? Я тебе не ребёнок! Что мы стоим? Нужно торопиться! Ренарт обращаться на моей спине, как я предполагаю. Ну? И где он? Так. В качестве предосторожности он мог где-нибудь спрятаться. Тогда будет вдвойне сложнее его найти. Тогда, может, поичем вместе? Они уже здесь. Мы же пришли спасти человека. Чем быстрее мы его найдём, тем лучше. Мы можем разделиться. И каждая команда возьмёт на себя по одному склону долины. Превосходная идея! Какой замечательный человек! Какой! А что будем делать с вознаграждением? Кто найдёт, тот и забирает? А! Оно нам не нужно! Секундочку! Нафига тогда нужны искатели приключений? Если вы собираетесь всё делать забесплатно! Искатель приключений и награда – однокоренные слова, понял? Это так? Похоже, что так. Вы что, новички? Или законченные идиоты? Идиоты? Хочешь сказать, что мой хозяин – идиот? Идиот, он и в Африке – идиот! Мирель? Девчонка! Забери обратно свои слова, иначе… Джеккинсон! Что? Хочешь подраться? Побереги свои кости, папаша! Недоразвитые малолетки мне не соперники! Знаю! Чтобы его не нашёл, поделим награду пополам! Ну как? Говори за себя! Думаю, это хорошая идея! Да, согласен! Отлично! Сделка! Не выпендривайся! Мирель! Тогда мы обследуем левый склон долины! Ну а мы возьмём на себя правый! Идём, хозяин! Да! Круто! Тебя называют хозяином! А чем ты владеешь? А, нет! Я просто наследник торговца! Меня называют хозяином! Джеккинсон! Да! Сэ-сэ-сэ-сэ-сэр! С чего это вдруг наследник торговца занялся поисками приключений? Чтобы быть преемником своего отца, я должен стать сильнее! Поэтому я выбрал путь искателя приключений, чтобы подготовить себя! Ладно, хватит обо мне! Лучше займёмся поисками! Да, господин Ренарт! Не похож он на торговца! Но думаю, он действительно хочет стать сильнее! Какая вам разница? Смотрите! Как только я вернусь в город, то опять стану обычным магом! Но здесь я могу нарваться на неплохую драку! Скажете, я не прав? Эй! Тебе сейчас конкурент все ноги отдавит! Они сами по себе! Мы сами по себе! Да пошёл ты! Эй! Есть кто дома? Эй! 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 Где вы? Изабель, ты не устала? А, нет! Я в порядке! Не стоит беспокоиться! Дюрь я! Вперёд из песней! Эй! Сюда! Вот здесь я её нашла! Так он здесь? Позвать его? Эй! Можно потише! Вы рудакоп Гонга? Да! А вы кто такие? Мы искатели приключений! Ваша семья наняла нас! Что? Искатели, говорите? Вы чего там забыли? Идёте или нет? Мелисса слишком добрая! Зачем она позвала сюда эту четвёрку? Мирель, говоришь, они не похожи на торговцев? Тогда кто они? Если бы Луи тогда не разрядил обстановку, ты могла бы попрощаться с жизнью Он очень силён Даже я не уверена, что смогу победить его Чего? Этот дедуля? Будь осторожна Не нарывайся на неприятности Ладно, поняла Я думал, они уйдут Но не тут-то было Чёрт, а сду, они уйдут Кто они? Вон они! Здоровые червяки? Да Только их нам ещё и не хватало Здоровые червяки Что-то не так, Дженни? Давным-давно, когда я была наёмником, они напали на меня Выбрось свои грязные мыслишки Они такие мягкие, что меч увязают в их теле Только это я и запомнила Уверена? Эй-эй, а чего вы к ним прикопались? По-другому никак Видишь? Я добываю кристаллы уже 45 лет И никогда ещё не встречал такого огромного Я добуду его любой ценой Да, я себе тоже такой хочу Что будем делать? Прочь парина Репе Отвлечём слезняков И выкопаем его Дэй? Ты хочешь, чтобы я? Ты же встречалась с ними прежде? Пошли прочь Уступи дорогу Сейчас Взяли А это не опасно? Сканы тут хрупкие Хрупкие? Пещеру завалят, если вы не прекратите Заткнись Что ты можешь знать? Это величайшее сокровище всей моей жизни Я выкопаю его И не поступлю жизнью Раз вы так знаете своё дело У меня есть один вопрос Если вы его выкопаете Пещеру завалит? По моим расчётам 80% что завалит А мы в безопасности? Даю 80% Что тут всё обрушится Остановитесь! Ни за что! Можете сматывать удочки, ребята! Мы не можем оставить вас 45 лет 45 лет И вы предлагаете мне сдаться? Но мы не можем вас здесь бросить Это очень опасно Уходим Он прав Делайте, как говорит господин Ренарт Никогда! Не будьте глупцом! Вы рискуете своей жизнью! Не в моих правилах использовать силу, но... Джеккенсон! Да! Постойте, постойте Разве всё так плохо? Луи! Что ты имеешь в виду? Мне нравится этот дедуля Очень даже О, молодой человек! Значит, мы должны бросить его? Это безответственно! Она права! Но это же приключение! Вот только дедуля Будет долго возиться с этим камушком Чёрт! Какая жестокость! Ты оттолкнул его слишком грубо! Не беспокойся, папаша! Я выгибаю его для тебя! Забирайте дедулю И марш отсюда! Луи! Бегите! Скорее идите! У нас нет причин здесь оставаться Идём же! Да! Но... А как же ты? Ставлю на оставшиеся 20% Ладно Увидимся позже Бежим! Да! Что ты делаешь? Я... Я останусь с тобой до самого конца Я же должна служить тебе Хорошо Тогда, как твой герой Я приказываю тебе Ты мне мешаешь! Уходи! Что случилось с Мелиссой, Луи? Мелисса! Луи! Назад! Молодой человек Эй! Не может быть! Эй! У нас получилось! Ты идиот! Нам повезло, что нас вынесло подводным течением В противном случае нам была обеспечена удобная могила Да ладно тебе Мы же живы Давай неверно Придурок! Так вот, каким должен быть искатель приключений Слишком уж он безответственен Он же мог умереть Вы не должны подражать ему, хозяин Пойдёмте с нами на следующее приключение Обнадёживает, когда с тобой есть жрица Мелли Хорошо Дайте мне знать Вы хотите продолжить, хозяин? Да Пока не пойму это Что смешного? Твоя жизнь не стоит и малюсенького кристаллика Завнись Лови его, милица! Нет, потерял Мой кристаллик! Мой кристаллик! Добро пожаловать! С возвращением! Готово! Эпизод 12 Цветы лунного света Как и было запланировано Сегодня директор Корвес Со своей свитой Отправился на переговоры С нашим соседом Рамли Эфей Блин Обычно на первой паре мы ещё спим Да, разошёлся Говорят же Пустая болтовня и ерунда Пробьёт себе дорогу наверх Они вернутся через 10 дней А пока я тут главный Надеюсь, вы не будете расслабляться И продолжите усердно учиться До возвращения директора Если наставник Фолтес Станет директором Не видать нам сна В ближайшие 10 дней В таком случае Желаю своему старику Долгих лет жизни Смотри Классная была карета Вижу, вижу Король этой страны Великий человек Бабушка Как бы я хотела Чтобы ты пошла со мной Тогда бы ты лишила меня удовольствия Выслушать твой рассказ Бабушка Бабушка, тебе плохо? Воды Вот Бабушка Мисс Айла Вы не видели волшебника Луи? Нет Разве он не в своей комнате? Нет Иначе зачем бы я спрашивал? Тогда, наверное... Опять где-то шляется Воображая себя Искателя приключений Разве он забыл Что уже является Членом гильдии магов? Только подумать Пока старик не вернётся Ноги моей в академии не будет Герой должен усердно учиться И многое знать Что важнее? Какая-то учёба Или опыт героя? Конечно Опыт для настоящего героя важнее, но... И то, и другое важно Но ты полный ноль в обеих дисциплинах Точно Кроме того, это против моей воли На-на Чувак, тебе ещё пахать и пахать Надо Свинка Смотри, свинья Раз-два 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 Что за малышка? Хозяйка свинки? Вы искатели приключений Мне нужна ваша помощь Значит, другими словами Ты хочешь, чтобы мы нашли какие-то синианские цветы Которые обожает твоя бабуля? Точно Другими словами, у дороги их не сорвёшь, да? Бабушка говорит, что видела их давно-давно Это все мои сбережения Берите Это очень красивые цветы И она бы очень хотела увидеть их ещё раз Если так, должно быть, они действительно прекрасны Мелисса! Да Ещё бабушка сказала, что хотела бы взять их с собой в Царство Теней А что это ещё за Царство Теней? Ну это... Твоя бабушка больна? Да Катерина! Везучая девчушка! Я уж только-только с утра решил, что буду заботиться о пожилых людях! Вот он! Синианский цветок! Так бабушка говорила о нём? Итак, осталось только найти его! Значит, вы хотите разыскать синианский цветок? Да! И мы хотели бы узнать, где этот цветок растёт Это было, когда я с её дедушкой были примерно вашего возраста Ещё до того, как был основан Афан Путешествуя через горы Юсериус Мы укрылись в хижине, чтобы спастись от дождя Вскоре небо прояснилось, как будто никакого дождя и не было И мы увидели их Под лунным светом синианские цветы раскрывают свои бутоны У меня нет слов, чтобы описать, насколько божественно красивы были эти цветы Не помню, сколько мы вот так стояли, не вымолвив ни слова А потом... Потом он сделал мне предложение Моё тело как будто онемело Всё, что я смогла, это кивнуть в ответ Вспоминая это, понимаю, насколько прекрасны были дни моей юности Мирель! Мирель, дочнись же ты! Базар окончен? Она очень любит рассказывать эту историю Но они растут только в Юсерийских горах Да нех топать и топать К тому же это было очень давно Даже если мы отправимся туда, не факт, что они там до сих пор растут Что же делать? Боюсь, у нас нет синианских цветов Вот как Если уж известнейшая семья Айлы Не торгуют синианскими цветами То у других и подавно их нет Прости Юная леди, думаю, мы смогли бы достать их для вашего друга, но... Проехали, это я загнул эдакую редкость Во что-нибудь еще интересует? Например... Точно! Как насчет милой анаконды из южных джунглей? Верно, друг, на все времена Не, обойдемся Да? Айла! Добро пожаловать домой Как давно я не видел свою крохотульку Отец! Чем это ты расстроена? Проблема в гильдии магов? Нет, все в полном порядке Как я рад Если что, ты только дай знать своему папе Ой, я сегодня так занята Разве ты не уделишь внимание своему папочке, Айла? Останься, погости у родителей Но? Соглашайся Эй, сэр, что это за хрень? Гигантская анаконда из джунглей Я тебя спрашиваю, что она делает? Погнали, Луи Болтать с моим отцом можно целую вечность А как же они? Разберутся Кстати, у меня есть еще одна идейка насчет этого цветка Спасибо, еще увидимся Спасибо! Айла ушла А папа так одинок Господин! Что? Здесь? Да Здесь есть синянские цветы? Гильдия мага выращивает несколько тысяч видов растений Для изготовления магических зелий и проведения церемоний Значит, среди них есть и синянский цветок Здоровенное спасибо! К сожалению, я не могу вам его дать Таковы правила Растения, принадлежащие гильдии, должны использоваться гильдии А синянские цветы, к тому же, один из самых редких видов Но наставник Фолтес Я же вам рассказывал! Миленькая история Ну, при чем тут гильдия? Разве вам жалко одного малюсенького цветочка? Посчитай на досуге устав, Мак Луи Эти цветы могут понадобиться нам в любой момент И мы должны быть готовы к этому То есть, в ближайшее время они вам не нужны? Правило есть правило Я обязуюсь вернуть цветок! Сколько раз повторять? К тому же, ваши обещания ничего не стоят Но мой старик! Старик? Ничего, вам послышалось Теперь я тут главный Можешь попросить Карвеса сама, когда он вернется К сожалению, его не будет целых 10 дней Значит так Между прочим, Мак Луи Как продвигаются дела с переписыванием магических книг? Даю вам на все про все три дня! Плевал я на эти книжки! Хитрожопая змея! Змея? Да, рептилия! Если вам так нужен этот цветок Почему бы вам не приготовить вкуснючий напиток? Например, стаканчик свеженького яду Молчать, 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 молчать! С чего я это должен выслушать? Все это от какого-то никудышного шкалера? Выметайся! Я как раз хотел уходить И ты ушел? Да Надо было набить ему морду! Точно! Надо было преподать ему урок Что такое? Я думала, ты скажешь что-то типа Ты был недостаточно вежлив Это совсем другой случай В этот раз Луи действовал в точности как герой Музыка для моих ушей Кончи лыбиться и придумай, что нам теперь делать А что тут придумывать? Мы выкрадим этот цветок у гильдии! Но каким образом? Ведь ключ от оранжереи хранится у наставника Фолтеса Загвоздочка Так, значит ключ Надо что-нибудь придумать На сегодня хватит Змея! В моей гомноте! Поразбегайся со своими родственничками А получше ничего придумать не мог? Но ведь сработало Все тихо! Ну как? Все в ажуре А зачем вы взяли Катерину? Я хочу пойти с вами Она не стала меня слушать Ладно уж Ладушки, пошли! Буй сырость Поищем! Как мы найдем здесь крохотный цветочек? Прямо джунгли какие-то Есть соображения? Бабушка сказала, что синянские цветы начинают цвести под лунным светом Цветы, распускающиеся в лунную ночь, как романтично Цветы лунного света? Точняк! Из этого следует вывод, что днем они распускаться не будут Ну ты даешь Что-то меня в сон клонит Уже полночь Что за запах? Запах? Запах цветов? Нет, это другой Мирель! Эй! Где Мирель? Только что здесь стояла Мирель! Сестренка! Вот какой запах Я как-то слышала о таком Есть растения, которые усыпляют животных, а потом съедают их Значит, вот что это за хрень Мирель! Ну же, мы должны спасти Мирель! Вонючка! Отцепись от Мирель! Тянем! За что мне это? Ты в порядке, Мирель? Меня все заживало Нет Итак, надо найти поскорее синянский цветок У нас времени только до рассвета Ага Цветок лунного света? Эй! Синянский цветок! Это он? Какой красивый Изящный Чешется Синянский цветок Где это я? Что это? Эй! Подождите! Вернись! Помогите И кто-нибудь! Помогите И кто-нибудь! Бабушка! Ох, что-то ты сегодня рано Вот! Что это? Видишь? Я нашла Синянский цветок Который ты так любишь Синянский цветок? Мам-бум-мам-мам-мам-мам-мам! Ах-мам-мам-мам-мам! Субтитры создавал DimaTorzok Но тут я поняла, что синианский цветок тоже хочет жить и цвести, и я не смогла его сорвать, поэтому я нарисовала его Спасибо, Катерина, для меня этого достаточно Нет, твой рисунок для меня намного важнее настоящего цветка Бабушка Привет, Луи Чего? Давай позже, если это не срочно, я так устал Ну, вообще-то не срочно, но помнишь тех змей? Змей? Так вот, одна сбежала Что бы это значило? Я думал, он пришёл сюда за цветком Опять ты? Несчастный сурдопереводчик концерта группы «Ленинград» уж два часа не шелохнётся и держит средний палец вверх Хокку народная Данный релиз не для продажи Перевод Салоя Мегами Тенкоуз Роли озвучивали Ника Ленина, Эстер, Торгель, Гамлетка Цезаревна, Азазель Тайминг Ильдар Работа со звуком Комби В следующей серии Джинни! Заткнись, новичок Мне кажется, он тебе не по силам Ну же! Ни за что Лишнюю игру с тупой новичок В следующий раз в «Войне-Волшебники Луи» Фуга для «Женщины-Война» Луи в дюйме твоего удара Пора паковать! Вкуснотища-то какая! Хорошая идея, прекрасный вид Что ещё нужно для полного счастья? Да уж Для такого тупицы, как ты, в самый раз И всё-таки, как здорово Просто сидеть и наслаждаться едой Несомненно Это же рыцари нашего королевства Может, это патруль? Привет, Джинни! Барб? Вы знакомы? Да, мы с ним вместе служили Теперь он капитан Афанской королевской гвардии Зовут его Барб Куда путь держите, Джинни? На запад А цель? Осмотреть кое-какие руины А что, что-то случилось? По данным нашей разведки Около границы замечена подозрительная активность Вот мы и едем проверить Всё ли в порядке с гарнизоном Как бы то ни было Границу переходить мы не собираемся Хорошо Капитан! Что ж, счастливо! Тебе того же Может, пропустим пару стаканчиков Когда вернёмся в Афан? Я не против Интересно, что за подозрительная активность? Нам-то что? Это не наше дело Прямо в точку! Наша цель — сокровище! Скоро попадём на бабки! Точно! А сколько туда ещё берется? Думаю, дня за два дойдём А почему так долго? Предстоит всё время идти в гору Мирель? Я что, заснула? Да, подружка, похоже, нам пора баньте Придётся ночку покараулить Я дежурю первой, а вы ложитесь Хорошо Пойдём Всё, мы спать Ага Спокойной ночи! Слушай, а когда я дежурю? Самый последний Новичкам можно доверить только рассвет Между прочим, не такой уж я и новичок Может, хватит лучше обращаться со мной, как с новеньким? Хорошо, теперь я буду называть тебя начинающим Но суть и дело это не меняет Ах Почему бы вам не доверить мне что-нибудь более важное? Иди-ка ты лучше спать Ну и ладно Ну, спокойной ночи! А ну, вали отсюда! Да когда ж мы дойдём-то? Уже недалеко Недалеко? Да здесь же нет ничего! Тэээкс Ааа, вон там! Вон наш ориентир! Что? Нифига нам ещё иди! Поиски начнём завтра с утра Давайте подойдём поближе! Ох! 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 Предпримем! Пойдёмте в форт и расскажем всё Барбу! А как же сокровища? Какие сокровища? Когда из каждого куста по мечу торчит! Двигаем назад! А может просто перебьём их? Их же всего трое! Раз, два, три! Не недооценивай, солдат! Наверняка тут поблизости ещё куча народу! Постойте! Мы обычные искатели приключений! Мы не собираемся на вас нападать! Уносим ноги! Что это за уроды? Похоже, у них здесь свои заботы! И о них не должен никто знать! Скоро стемнеет! Можно уйти незаметными под прикрытием ночи! Нам бы только до форта добраться, а там рыцари разберутся! А ну, притопили, насколько можете! Вот они! Ну всё, тебе конец! Уходим отсюда! Уходим отсюда! Джинни! Отходим! План провалился! Где командир? Он уже давно ушёл! Пошли! Джинни! За мной! Скорее! Враги дышат нам в затылок! Гектор? Откуда он здесь? Это что? Они сигналят своим! Быстрее! При таком темпе нас точно возьмут! Я их отвлеку! А вы уходите отсюда! Нет! Это долг капитана! Я их отвлеку! Вы? Почему? В данной ситуации такую операцию должен провернуть более опытный боец! Джинни! Делай, что тебе говорят! Две остальные должны уйти! Гектор! Гектор? Давай! Нападай! Теперь я ваш противник! Стой, Гектор! Жить надоело! Вот они! Их слишком много! И там тоже! И снизу! Они нас окружают! Я постараюсь их задержать! А вы тем временем должны добраться до Форта Барба! А как же ты, Джинни? Все будет хорошо! Я прикрою вас, поэтому возвращайтесь с подмогой! Я тоже могу их задержать! У тебя еще мало опыта! Оставьте это мне! В данной ситуации такую операцию должен провернуть более опытный боец! А вот и нет! Зачем тебе это надо? Как зачем? Это моя работа! Сейчас нет времени на споры! Бегите! Джинни! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше вы не пройдёте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так и цените сюда! Кажется, у вас появился новый противник! Придурок! Не, ну ты видан, а? Ты чего здесь делаешь? Ты мастер меча, и в этом нет сомнения. А я мечом владею и магией шарахнуть могу. И что из этого? Если ты умрёшь, придётся твой труп до форта тащить. Не будь такой упрямой. Ноги в руки и марш отсюда! Эй, подожди! Стань моим эхом, стань моим эхом, стань моим эхом! Эй, придурки, я здесь! Ну что, встали, парни? Сюда-сюда! Эй, уроды, вы куда смотрите? Я тут! Он там! Что, кого-то потеряли? Да тут я! Куда я денусь? Ну, тормоза, вы что, в прянки никогда не играли? Ах ты, козёл! Так и нашёл! Ах ты, козёл! Так и нашёл! Вы чего такой толпой на двоих? Чего? Странно! Эй! Эй! Смотри! Парни, а что так поздно? Если поторопитесь, то, может, и догоните! Луи! Джинни! Слава богу, мы успели! Нам удалось, Джинни! Мы спасены! Просто повезло! Ещё бы минуту, и нам… Да ладно, что случилось, то случилось! Из-за этого погиб Гектор! Из-за вашей никому не нужной глупой гордости и тщеславия! Г... Гектор! Это была моя обязанность – прикрывать отход! Нафига ты припёрся? Потому что я женщина! Луи! Я ничего не знаю ни о твоём прошлом, ни об этом Гекторе! Поэтому, может, хватит прочитать, раз уж мы спасены! Эй… Вы что? Драться за теле! Пожалуйста, не надо! Джинни, прекрати, пожалуйста! Не смейте нас останавливать. Не смейте. Понятно? И это всё, на что ты способна? Дженни! Что здесь происходит? Они затеяли драку, потому что Лаи вернулся разобраться с этими солдатами. Дженни, кажется, причиняет страдания мыслей о человеке по имени Гектор. Гектор? Дженни! Барб, почему ты не остался в тот раз? Что? Почему Гектор совершил такую глупость? Потому что… Почему? Мы не могли оставить тебя, а сами убежать. Вот почему. Вот. Нет. Это был мой… Это был мой долг. Все мужики одинаковы. Они думают, они храбрые, отважные и не хотят упасть в глазах женщины. Я единственная, кто предложил остаться. Разве ты не мастер? Разве нет? Я разочарован. Что ты можешь знать, новичок? Это у тебя удар, как у новичка. И это тоже мужская гордыня? Ты всего лишь хотел покрасоваться, доказать, что женщина – ничто. И все это из-за вашей гордыни? Когда приходится выбирать между жизнью и смертью, разве имеет значение, мужчина ты или женщина? Как глупо. Все, хорош. Прекрадите. Дженни! Да что с вами, ребята? Послушай, то, что ты говоришь, это же чушь. Собирайтесь, вам больше нечего здесь делать. А? Я запретил любое передвижение по этой территории. По сокровища. Придется подождать, пока все не уляжется. Да ладно вам! Дженни! Идите вперед, я за вами. Это были непрофессиональные солдаты. Возможно, остатки какой-то армии. Поймали кого-нибудь? Что-что, отступать они умеют. Кстати, как он? Кто он? Ну тут маг, с которым ты дралась. А, не знаю. Меня это как-то мало волнует. Ясно. Да, Дженни. У Гектора были свои причины сделать то, что он сделал. Какая теперь разница? Гектор любил тебя. Он не смог бы жить, если бы позволил тебе умереть. Правда то, что он защищал тебя как настоящий мужчина. Но готова ли ты простить его сейчас? Прощение уже нет смысла. Мы все живы только благодаря Гектору. Так и есть. Я полагаю... Увидимся. Пока. Что-то забыл, Барб? Здорово! Не поможешь мне? Я не поможешь мне. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Уже готов? Черт. Хе-хе. Нет. Еще нет. Я только разогрелся. Я только разогрелся. Я не сомневалась. Не ходим по базару без толку. Цветочки берем без за умолку. Смотрите, какие цветочки. Такие красивые и прекрасные. Все у меня. Эй, киска, я куплю у тебя цветок при условии, что ты скинешь одежду. А ну вали отсюда, старый хрыч. Прости, я опоздался. Ага. Эпизод 14. Цветочница и невеста. Большое спасибо. Приходите еще. А у нее, похоже, дела идут в гору. Может, попробовать в другом месте? Моя прекрасная леди, я наконец-то вас нашел. Чего? Что-то не так, моя прекрасная леди? Вы ко мне обращаетесь? Не позволю себе потерять вас вновь. Прошу, пойдемте со мной. Что? Вы принимаете мое предложение? П… 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 Предложение? Да. Именно так. П… П… Придержи лошадей. Я даже не знаю… Куда ты меня везешь? Хафчик просто улет, старик. Ух… Кажется, сегодня Маус перебрал. Отпусти меня, кому сказано! Что? Даже если ты меня похищаешь, все равно не получишь за меня ни копейки. Это… Мирель, что ли? Помогите! Мирель, похитили! Мирель, похитили! Мирель, похитили! Господин Уильям, дома! Это же… Это же… Добро пожаловать домой, господин Уильям. Эти пять служанок позаботятся о вас. Только дайте нам знать, что вам угодно. Что? Я нечаянная, честное слово, я не хотела. Вам не понравилась скульптура? Значит, я заменю ее на то, что вам понравится. Нет, я не имею ничего против скульптур. Всё равно я в них не разбираюсь. Так что же желает моя леди? Ну, например, де-ню-шки. Как бы мне хотелось принять ванну, полную золотых монет. Но ведь это невозможно, правда? Как скажете. Это сон. Блин, больно! Ура! Это не сон! Не сон! Не сон это! Не сон! Не сон это! Не сон! Пожалуйста, любое платье какое пожелаете. Как вы прекрасны! Не важно, что на вас надето, вы всегда так прекрасны. А вы уверены, что именно я вам нужна? Я не мог забыть той доброты, которой вы окутали меня однажды. Однажды? Вы сказали «однажды», подразумевая в прошлом? Ну конечно, в прошлом. Именно тогда я увидел в вашей душе прекрасного и чуткого ангела. Интересно, когда же это было? Несомненно, ты понравишься моим родителям. А даже если и нет, даже если я откажусь от всего наследства, я всё равно на вас женюсь. Нет! Наследство ни в коем случае! Это единственная вещь, чего ты не должен делать, Уильям! Уильям. Ты первый раз произнесла моё имя. Моё имя, произнесённое такими очаровательными губками – самое большое для меня сокровище. Я понял. Если ты захочешь, я не откажусь от наследства. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да неужда? Что? Свадьба? Свадьба? Наша Мирель? На сыне семи Вилл, одной из самых богатых семей Вовани? Замуж? Да что происходит? А я почём знаю? Ну, я видел это своими собственными глазами. С чего ты Мирель надумала выходить замуж за этого парня? И правда. Может, они были знакомы раньше? Слушай дальше. После их разговора я накинул заклинание правды на человека, который служит в поместье. Ты погружаешься в сон. Твои веки тяжелеют, закрываются. А при чём тут магия-то? Это ж обычный гипноз. Какая разница? Слушай дальше. Теперь расскажи мне, как Мирель встретилась с этим наследником? Да. Они… ГОСПОДИН ВИРИАН А-а-а-а! Она высосала яд из его раны, а затем выбила из долины. Пока принц лежал без сознания, все эти три дня она заботилась о нем без сна и отдыха. Мирель? Господин Уильям! Мы так рады, что вы живы! Пожалуйста, скажи мне свое имя. Я найду тебя. Обязательно найду. Обязательно. Как только наследник выздоровел, он бросился на поиски, забыв про сон, и вот наконец-то нашел ее. Мирель спасла жизнь человеку, ухаживала за ним. И даже награды не спросила? Да нет, не в этом дело. Вопрос в том, когда все это произошло. Мирель спасла этого наследника. Ну, по-моему, он сказал, что месяц назад. Месяц назад мы были на полпути к руинам. Верно. И Мирель была с нами. Что? А, поняла. Значит, Мирель никак не могла спасти этого наследника. Словами не выразить того, как мы рады, что вы спасли нашего сына. Это правда. Для нас очень большая честь с вами познакомиться. Именно такой мы вас и представляли. Вы так считаете? Спасла? Какая восхитительная девушка. Я понимаю чувства Уильяма. И на его месте поступил бы точно так же. А вы точно уверены, что я та самая девушка, которая вам нужна? О чём вы? Как мы можем возразить тому, что мой сын женится на девушке, которая спасла его жизнь? Спасла его жизнь? Я прав, Уильям? Да, всё так, как ты сказал. Блин, плохо дело. Они перепутали меня с кем-то. Как я и говорил. Мои родители полюбили тебя всем сердцем. Я обещаю, что сделаю тебя счастливой. Господин Уильям! Господин Уильям. Для того, чтобы леди Мирель побыстрее привыкла к жизни в нашем поместье, я позволил себе нанять штат учителей. Пожалуйста, следуйте за мной. Что? Да. Поскольку вы станете членом благородной семьи Вилдеров, то и вести себя должны, как настоящая леди. Элегантно и грациозно. Господи, вы не ушиблись? Наверное, дорогая. А теперь прошу вас, повторите то, что только что сыграла. Хорошо. Вольно! Стало традицией для многих поколений, когда невеста своими руками делает праздничный торт. Не годится. Попробуйте ещё раз. Что? Интересно, что там сейчас Мирель делает? Не знаю. Между прочим, Уильям хоть и молод, но он надёжный человек. Знаешь, она же воровка. А вокруг неё полно драгоценностей. Ведь может и сорваться. Не думаю. Если она выйдет замуж, то всё, что там есть, и так будет её. И правда. Не могу. Чересчур мягкая. Сейчас бы выпить чего-нибудь. Да шашлычком закусить. Что вы скажете на то, что мы проведём венчание на следующие праздники? Хорошая идея. Я не возражаю. Леди Мирель, а вы что скажете? Леди Мирель. Что? Да, да, как скажете. Хорошо. Наконец-то дом Вилдеров наполнится звуками веселья и радости. Да. Правильно ли я поступаю? Девушка, которая спасла Уильяма, должна быть где-то там. Я краду у неё счастье. Вот ты где. Время для занятий. Иди скорее. Что с тобой? Ты неважно выглядишь. Я... Я... Если ты нездорова, может, стоит отменить сегодняшнее занятие? Я... Нет, у меня просто язык не поворачивается. Леди Мирель? Леди Мирель? Ничего. Я так счастлива, что мне немного не по себе. Так что не беспокойся об этом. Договорились? Только не расслабляйся, Мирель. Больше тебе вряд ли так повезёт. Значит, свадьба послезавтра? Но правильно ли это? Раз, Мирель, хорошо. Оставим её в покое. Теперь ей незачем будет с нами путешествовать. Кстати, может, проведаем её? Я в порядке. Я счастлива. Она сказала, что в порядке, но... Она какая-то вымотавшаяся. Сама не своя. У неё теперь наверняка своих забот полно. Эти платья ей не идут. Сестра! Старшая сестра Одесса! Это девушка, Мирель? Ну, точь-в-точь ты, Одесса! Похожа, похожа! Да нет, это не я. Мирель! Давай! Я узнала господина Уильяма с первого взгляда. Раньше я работала в поместье Вильдеров. Почему тогда не сказала своё имя? Потому что... Влюбилась, да? Но у меня нет родителей. Зато братьев и сестёр полный дом. К тому же мы из разных слоёв общества. Поэтому я и ушла с работы. Мы слишком разные, чтобы быть вместе. Да. Самой судьбой нам уготовано никогда не быть вместе. Уготовано, говоришь. Даже если сама судьба против. Разве это повод сдаться? Жизнь — это битва. И если ты постоянно убегаешь, то никогда не найдёшь своего счастья! А теперь послушайте, что скажу я. Музыка. 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 Маркей. Музыка. А теперь дайте друг другу клятву. Порядок, скажи все на месте. Я Уильям Уилдер. Торжественно клянусь, что буду любить и оберегать ее, пока смерть не разлучит нас. Теперь невеста. Да? Что же делать? Неужели поглясться? Ляске-масяске, ляске-масяске, ляске-масяске. Я... ну... Леди Мирель! Леди Мирель! Блин, это уже перебор. Не надо было ему это доверять. Леди Мирель! Где вы? Пожалуйста, отзовитесь. Леди Мирель! О, какая я вся липкая! Здоровья, Мирель! А я за тобой. Луи! Леди Мирель! Леди Мирель! Леди Мирель! С вами все в порядке? Продолжай венчание. Скорее обменяйтесь клятвами. Клянетесь ли вы, Одесса, любите оберегать Уильяма, пока смерть не разлучит вас? Одесса? Вы... Вы клянетесь, Одесса? Да, клянусь. Ура! Поздравляю! Сестра! Молодец! Это все для твоего же блага, Мирель. Вообще-то, на душе у меня полегчало. Я была крышена горами сокровищ! Стоило больших усилий держать руки при себе. Кстати, Мирель. Что? Ты чего это на казенных харчах так растолстела? Следите за своим языком, мистер! Кажись, мы снова вернемся ни с чем. Блин, подстава какая-то! Скорее всего, нас опередили. Кто не успел, тот опоздал. Может быть, нам просто немножко не повезло? Затканье пасть! Меня это просто бесит! Последнее время Искателей Приключений заметно прибавилось. И если так будет продолжаться, то когда же Луис может стать легендарным героем? Какая муха ее укусила? Может быть, это от того, что ее соперница тоже стала Искателем Приключений? Кто знает. Оба-на. Айла? О, вот вы где! Хороший денек, не правда ли? Эпизод пятнадцатый. Зажигаем на озере. Как только я услыхала, что вы пойдете по этой дороге, решила вас здесь дождаться. Вот оно. Ну, нифига себе. Нехилый особнячок отгрохали ее. Между прочим, самое время немножко расслабиться, раз уж вы все здесь. Остаемся? Прикинем. С сокровищами нас обломали. Так что можно хотя бы поесть на халяву. Верно. Спешить нам уже некуда. Ну, если все за, то я с вами. У-ля-ля-ля-ля! Вот так вас ожидаем! Ура! Что такое? Что там за собрание? Ура! Ура! Тангуя, значит, мимо. Смотрю, парень в воде барахтается. А что произошло-то? Несчастный случай? Наверное. Наверняка нарывался на рифы. Какие тут рифы? Я на этом озере с самого детства рыбачу. Это он. А? Ты что-то сказал, дедуля? Забудь. Странный какой-то. Вам не кажется, что с ценой вы слегка загнули? Я очень сожалею. Улов в этом году совсем небольшой. Скорее всего, это из-за погоды. Тут у нас недавно снег шел. Ах, вот оно что! И правда, думаю, во всем виновата погода. Или, возможно, Страж Озера снова принялся за старое. Страж Озера? Правда? Ну, когда местные рыбаки возвращаются ни с чем, то во всем винят Стража Озера, который намного больше рыбачьей шхуны и вполне может разбушеваться. А вы не врете? Вру, конечно. Это ж только слухи. Такими сказками даже детей в нашей жизни не удивишь. Какой прекрасный шанс. Эли, прости. Виндок, что надо! Чувствуйте себя как дома. Кстати, у нас лодка под парусами стоит, так что можете кататься по озеру, когда захотите. Отлично! Тогда надо поскорее сгубнуться! Не опережай события, придурок! Эй, Луи, не мог бы ты натереть мне спинку кремом для загара? А, да, сейчас. Потерпи минутку. Только наживку на крючок насажу. Забудь, я как-нибудь сама. Хочешь, я тебя разотру? Ладно. Сейчас я вам свеженькие рыбки. Да на ужин спи в ком! Что-то я сомневаюсь. Желаю удачи. Ну, как ты, Мелисса? Да. Надеюсь, ты не приняла всерьез ту историю, что наплел нам тут продавец. А почему бы и нет? Это же байка! Всего лишь слухи. Даже если и слухи, не хочу терять надежду. Ну, тогда погодь минутку. Пора меня стратегию. Специально для тебя сейчас я заловлю этого стража озера. Не смотри, не смотри, не смотри, не смотри! Ну-ка, быстро, давай его обратно! Хорошо, хорошо. Клюет! Огромная-то какая? Поймал, что ли? Похоже, да. Да мало ли, что он там подцепил. Может, труп какой. Ты глянь, как вцепился. Хрен выдачишь. Ах ты! Похоже, их вправду огромное. Ты уверен, что сам справишься? Конечно! Он от меня не уйдет! А это что за хрень? Он его поймал! Это будет весело! Конец тебе, карась жирный! Хватит дурачиться! У нас же с собой нет никакого оружия. Что? А магический посох? Тоже не взял. Айла, а ты? Опять! Сейчас я его прижучу! Попробую выиграть время. А вы попробуйте разобраться с этим монстром. Даже не поцарапала! Что же делать? К ноги пора делать! И куда? Мы ж посреди озера. Это же надо было так! Разворачивайте свое корыто и валите отсюда! Что? Смылся? Наверное, решил полакомить сынами в другой раз. Спасены! Спасены! Нет! Эй, нет! Очнулись? Извини, дедура. Все из-за нас. Не думайте, что я вас спасал. Я всего лишь хотел поймать этого монстра. Значит, мы помешали твоей рыбалке? Извини, так получилось. Простите, а почему этот страж озера вдруг стал показываться среди бела дня? Обычно он живет на самой глубине, чтобы люди его не тревожили, но, похоже, на дне совсем не осталось еды. То есть, он еще вернется? Если так и дальше пойдет, мы вообще не сможем ловить здесь рыбу. В таком случае оставьте монстра нам. Оставить вам? Да. Мы убьем это чудовище, чего бы нам это ни стоило. Вы, ребята, искатели приключений? Да. Славы хотите? Видите ли, мы имеем некоторое отношение к испорченной погоде. И теперь уже не можем оставить все как есть. Не стоит. Эта рыба не для вашей удочки, молодежь. Ой-ой. Дедуля, ну а тебе-то куда с ним тягаться? Да за кого ты меня принимаешь? Я еще всем покажу. А вам лучше держаться подальше. Похоже, следовало держать язык за зубами. Ну и ладно. Еще посмотрим, кто совалит стража озера первым. Луи? Делайте, что хотите. У вас есть свои причины преследовать его? Я рыбак, и он мой улов. Вот и все. Ну а мы? Искатели приключений. И выкаживать монстров. Часть нашей работы. Отлично. Только проясним один вопрос. Мне наплевать, что вы собираетесь делать. Главное, не стоите у меня на пути. Ладно, дед. Все ясно. Удачи. Ну что, Луи? Вы готовы? Ага. Покажем деду, кто есть кто. И тебя окутает слава героя. Конечно, конечно. Что, Джинни? Ты не с нами? Да куда я денусь? Мелисса так этого ждет, что я просто не могу ей отказать. Спасибо, Джинни. И ты думаешь, мы победим его этими побрякушками? Айва сказала, что у нее есть кое-что особенное. Простите, что заставила ждать. Интересно, как это наш отпуск обернулся ловлей большой рыбешки? И правда, здесь так мило. Не помешало бы немного романтике? Романтике бы не помешало. Только в этот раз уж будь добра, не падай в обморок. Ладно. Что-то тихо. Даже прямо не верится, что в этом озере живет злобный монстр. Сперва надо его выманить. Есть какие-нибудь идеи? Это не по моей воле, но другого выхода нет. Аля-ля-ля! Аля-ля! 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 Аля-ля-ля! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черепашка. Айла, одолжи-ка на пару секунд. Появись, появись. Черт, он на другой стороне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт! Старик! Я же говорил вам, не вмешиваться! Мы решили вернуть вам должность наше спасение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кистер, а вам повезло? Все, ищите неприятности на свою голову. Что ты нам сказал? Я не просил меня спасать. Разберемся позже, а сейчас за ним. Он поплыл туда. Держись, дедуля. Простите, у меня совсем не осталось сил, чтобы излечить вас. Я думал, что смогу с ним справиться. Я чувствовал это, а мое тело меня подвело. Думаю, мне уже давно пора на покой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоп! Суши верзла! Вот он. Оставьте это мне. От меня не уйдет. Зажигай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фига. А это безопасно? Сёпочку, от этих бомб звука больше, чем дело. Но вот если ты в воде, мало не покажется. Так нечестно! Но ведь работает! Похоже, он еще полон сил. Нам его не зацепить. Далековато. Все нормально. У меня еще осталось пара козырей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Включить электрошок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сработало. Почувствуй силу моего электрошока, в котором собрано 50 магических камней. Вы играете не по правилам. Нет времени на оправдание. Он идет прямо на нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плохо дело. Он хочет потопить нас. Электричество и взрывчатка на таком близком расстоянии не прокатят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, бульюнах! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какое безрассудство! Что? Я в порядке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас! Пока он ослаб! Луи, нанеси смертельный удар! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не дай ему уйти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы можем только удерживать его! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но долго мы не продержимся. Старик! Старик, прикончи его! Что? Скорее, он сейчас вырвется! Я? Чтобы я? Да, у тебя же в руках гарпун! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, даже двигаться неохота! И к чему была вся эта суета? Мы же тебе говорили, мочи, гада. А ты что сделал? Это против моей воли! Мы его почти достали! Почему ты его не добил? У меня ж не десять рук. Все, что я мог, так это удерживать его. Так что я ничем не мог помочь. Я сделал, что мог. А может, ты хотел оставить победу старику? Ты, наверное, шутишь? Я слишком эгоистичен. Правда? Запомни! В следующий раз, когда мы встретимся, тебе не жить! Надеюсь, страш озеро после стольких ран на какое-то время о нас забудет. И на озере вновь начнут рыбачить. Скорее всего. А уж когда он снова появится, дедуля его прикончит. В следующий раз! В следующий раз я поймаю тебя! Я не упущу этот шанс! Айла. Господин Карвис? Ты видела Луи? Луи отправился в очередное приключение несколько дней назад. Что? Разве вы не знали? С ним одни проблемы. И наставник Фолтес его отпустил? Наставник Фолтес? Не думаю. Последнее время наставник Фолтес не сильно загружает нас с работой, поэтому, видно, он и отправился в путешествие. Хм. Наш строгий Фолтес дает ученикам расслабиться? Ладно. Если у него нет заданий, пусть делает, что хочет. Я тоже так думаю. Интересно, чем он на этот раз занимается? Эпизод шестнадцатый. Заговор тьмы. Вон они. Они? Они уже здесь. Эй. Молчи. А разве? Сказала молчать. Это работа для искателей приключений. Заткнись! Пошли! Прочь! Ну и где обещанная охота на монстров? Как не смотри, но мы похожи на пугал. Заткнись! По крайней мере, прогнали их. По крайней мере, нам заплатят. Что-то не так? Я думала, мы идем выкашивать монстров. И это добавит немного славы моему герою. Ладно, извиняйте. Не надо было соглашаться на эту работу. Да нет, все нормально. Не расстраивайся так. Вернемся в деревню. Нам обещали горе вкуснейшей жратвы. Если нас еще и накормят какой-то облевательной, это будет лучшее наше приключение. Хавчик тут отпад! Они себя в грудь били. Что здесь лучшая закуска в округе? Пожалуйста, угощайтесь, ешьте, сколько влезет. Да уж, лучше приключений не бывает. Эй, эй, эй! Не время вешать нос! Что такое? А я уж думал, ты без нас смылась домой. Ага, разбежался. Просто проверяла один слушок. Слух? На этот раз. Монстров будет предостаточно. А если повезет, найдем сокровища. Какое замечательное место, Джеккинсон. Вы абсолютно правы, хозяин. А мы действительно ищем приключений, господин Ренарт. Я подумал, если мы покинем город, приключения будут сыпаться на нас, как из рога изобилия. Вы абсолютно правы. Мы уже довольно далеко от города, но, видимо, удача от нас отвернулась. Да, хозяин. У меня есть пара подозрений насчет этих мест. Да? И каких же, мистер Джеккинсон? Где-то здесь находится заброшенный дом, принадлежавший разорившейся аристократической семье. А мы на верном пути? Это развалин особняка одного дворянина. Его построили подальше от людского сброда. Вполне возможно, что монстры облюбовали себе это местечко. Но откуда здесь сокровища? Люди говорят, что кое-кто видел здесь сундук с золотом. Вон он! Вон он! Не похоже на древние руны. Я бы сказала, что это место оставили лет двадцать назад. Сомневаюсь, что здесь водятся сокровища. Откуда ты знаешь, что они не оставили здесь чего-нибудь ценного? Граф Корвелл до самого конца был против основания Офана. В конце концов, он потерпел поражение от короля Рижарла. Что? О? Привет, народ! Леди Изабель! А, леди Мелисса. Привет! Вот и встретились. Что вы здесь делаете? Сокровища ищем. Сокровища? Откуда здесь могут быть сокровища? А вы здесь чего забыли? Приключения. Приключения? Мы хотели извести из этого особняка, облюбовавшую его нечисть. Что? И кто вас нанял? Сколько платят-то? Да нет же. Мы делаем это для всеобщего блага. Правильно. О, господин Ренарт, вы самый настоящий герой. Ага, ага, настоящий. Только непонятно, герой он или наследник торговца. Какой замечательный человек по сравнению с этим. Луи, что ты делаешь? Странно. На эту дорогу наложены какие-то заклинания. Что? Ставлю все на то, что это вход в подвал. И эту дверь совсем недавно установили. Ура, ура! Дверь заперта заклинанием. Нужен пароль. Какой? Ну... Колись. Надо спросить у того, кто ее запер. Ты можешь нейтрализовать заклинание, используя магию? Используя магию? Ладно, проехали. Возможно, господин Ренарт сможет разгадать пароль. Посмотрим. Меч — это сила! Разве это пароль? Тогда что ты можешь предложить? Попытайся, Луи! Бухла побочья красивых женщин! Без какой-нибудь подсказки это бесполезно. Конечно, это так. Но твой вариант... Далеко не лучший. Ваша очередь, господин Ренарт. Падающие слезы! Луи! Чокнутые пчелы! Господин Ренарт! Мудрость и мужество! Грибочки в соусе! Идеал и истина! Ходить по катату! Господин Ренарт! Луи! Классическая музыка! Туалетные сверчки! Помогать нуждающимся! Быстрые деньги! Хозяин, почти открыли. Сразу бы так. Так и знала. Там есть секретный проход. Довольно странно. После нападения на особняк подвал должны были хорошо обыскать. Дверь совсем новая. Тот, кто наложил заклинание, вполне может оказаться внутри. Маг? Или монстр, использующий магию. Возможно, это могущественный враг. Чего гадать? Зайдем и все узнаем. Но если здесь кто-то живет, возможно, мы посягаем на чужую собственность. Я так не думаю. Использовать особняк графа Корвелла для своих нужд само по себе незаконно. Граф Корвелл предал короля Рижарла. Он присягнул в преданности королеве Мелетию, но не признал нового короля. А ты много знаешь, дедуля? Пади вращался в королевских кругах? Ван был основан 20 лет назад. Любой моего возраста знает об этих интригах. Даже я знаю. Что-то ты не похожа на бабулю. Не смешно. Это еще кто? Вроде живые. Что за хрень? Никогда такого не видел. Держитесь на расстоянии, хозяин. Хотите подраться? Да. Что за? Хана твоему мечу. Какого? Мой любимый мечик! Какой у вас замечательный герой, леди Мелисса. Дверь. Сейчас. Проверим. Вдруг тут ловушек понапихано. Черт. А я так к нему привык. Прежде чем атаковать их, надо было выяснить, что это вообще такое. Разве мы когда-нибудь так делали? Что? Назад, Мирель! Что? Назад, Мирель! Удар, Луи! Удар, Луи! Что это было? А! Кажется, вспомнил! Что это? Имитация! Что ты сказал? Это один из видов магического организма, созданного древней магией. Это была имитация двери. Дайте-ка вспомнить, они отличаются от других. Как же там было? Ну, теперь вспомнил? То, что я разрубил, зовется шариком. Это другой вид магического организма. И? Довольно необычно, что магические организмы живут вне древних руин. Мистер, а этот граф случайно магией не увлекался? Не думаю, он был прирожденным бойцом. Эти магические организмы созданы с помощью забытой древней магии. Таких не найдешь в обычных руинах. Они не выглядят шибко сильными. Существует довольно много видов магических организмов. Встречаются и достойные противники. Дайте-ка подумать, как же они называются? Ну, теперь вспомнил? Ты мне так башку проломишь! Я помогаю тебе вспомнить! От этого я наоборот все забываю! Бестолочь! Ах ты! О, это похоже на сундук с золотом. Что? С дороги, с дороги! Ах, мой дорогой сундучок! Я с ним разберусь! Мирель! Имитация сундука! А пораньше догадаться не мог? Все это крайне необычно. Тут есть лестница. Если мы вернемся в академию, сможем кое-что об этом узнать. Так мы поворачиваем назад? Нет! Мы не можем просто так это оставить. Поддерживаю. Мы должны разобраться с этими монстрами. Верно, господин Ренарт. Идем. Идем. Какой-то странный запах. Как будто гороховый сапец недельку на солнышке постоял. Это еще что такое? Не думаю, что это припасы на зиму. Ясненько. Это ферма по производству магических организмов. Это они есть? Если их собираются использовать для войны, это будет катастрофа. Значит, те имитации произошли отсюда? Что ты делаешь? Не знаю, что это за маг такой, но то, что он здесь что-то выращивает, мне точно не нравится. Никчемная дрянь. А вдруг из-за ваших действий этот маг узнает, что мы здесь? Прислушайтесь к господину Ренарду. Кажется, у нас нет времени, чтобы это обсуждать. Это кто такие? Место, в котором создают чудовище с целью нападения на мирных граждан, искатели приключений не могут обойти стороной. Понятно. Господин Ренарт? Разве это не так? Так, хозяин. Вперед! Да. Опять обломались насчет денег. Пусть делают, что делают. Почти готово. Так это вы называете приключением? Да. Наконец-то это похоже на настоящее приключение. Искатели приключений! Здесь есть дверь! Проверим. Отойдите! Телепорт! Что это? Это... О чем там говорится? Понятия не имею. Учись лучше, придурок! Я же все-таки маг! И умею читать древние рукописи. Но я никогда не видел таких символов. Ну а с этим что делать будем? Разнесем дребезги! Хорошо. А это что такое? Хрен знает! Какой-то вид магического организма. Можешь не стараться, Мирель. Я все равно не помню. Плохо, когда не знаешь. Да еще и забыл. А что делать-то? Можешь не спрашивать. Получи! Не может быть! Будьте прокляты! Прокляты, прокляты, прокляты! Уроды! А? Вы живете за городом? Да. В особняке на окраине города. Богатые живут в совсем другом мире. Всего хорошего, господин Ренарт. До следующего приключения. Конечно! Хозяин, сегодня вы должны будете присутствовать на званом вечере вместо вашего отца. Помню. Лили, ты пойдешь? Не знаю. О, с возвращения. Окажешь мне услугу? Что? Приглашаешь меня на свидание? Не могла бы ты это перевести? Только это... Прости, это не может подождать. А? Много домашней работы? Семейные дела. Отец попросил меня присутствовать на званом вечере сегодня ночью. О, вечеринка у тебя дома? Если бы. Вечер организован регентом Офана, лордом Дарданеллом. Айла, рад тебя здесь видеть. Да, мой отец настоял. Понимаю. Ты здесь не как волшебница, а как дочь владельца корпорации Аузарлу. Лорд Дарданелл поддерживает моего отца. Добро пожаловать, мистер Карвес. Для придворного мага? Это удобный случай встретиться с людьми, которых я уже давно не видел. На вечер пришли и несколько министров. Я пригласил короля Рижарла. Но у него сейчас слишком много дел. А вряд ли мы его сегодня увидим. Но вы же лично пригласили короля, лорд Дарданеллу. Не сомневаюсь, его величество что-нибудь придумает. Прибыл принц Литлер. Принц? О, это похоже на Рижарла. Понятно, что он задумал. Сегодня я представляю своего отца. И несмотря на мою юность, надеюсь, что буду вам полезен. Но кто это мог сделать? Из-за каких-то негодяев, называющих себя искателями приключений, все плоды наших исследований уничтожены. Ну, а результаты наших экспериментов? Результаты есть. Только скажите, я смогу все воссоздать. Воссоздать? Нет. Лучше займитесь вот этим. Что это? Это? Это удивительно. Я сейчас же займусь переводом. Вот досада. Я надеялся увидеть, на что способны эти остатки древней магии. Но теперь они все уничтожены. Я не знала, что вы используете особня графа Корвелла как лабораторию. Я не осуждаю тебя. Ты говоришь, что там была и другая группа Искателей Приключений? Не думаю, что это было совпадение. Только настоящий герой смог бы это сделать. Ясно. Хочешь сказать, что такой человек не мог просто так появиться в такое удобное время? Совершенно верно. Однако, кто бы ни появился, он не сможет нарушить мои планы. И тут ничего без этого неksam. А улетены. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Продолжение следует... Опять та же тактика. И главное есть и меч, и магия. А бой всегда заканчивается одинаково, одним ударом. Молчать! Не нужно было просто вырубить его, ясно? Эпизод семнадцатый. Луи, Файтер. Мы сходили этот городок долю поперёк, и всё, что мы нашли, так это одного единственного медведя? Главное — это закупиться. Вот почему я с вами, ребята. Вот я слишком длинный язык. Захотел поучаствовать в велакенском турнире по кулачным боям? С такими-то навыками. Кулачный турнир у Веласкеса? Ого, я о нём слышала. Этот турнир организовал богатый купец по имени Веласкеса, и для такого городка, как этот, это довольно большой турнир. Танцы, значит? Этот здоровяк? Ты чего? Кулачный турнир, где сила встаёт против силы. Использование магии и холодного оружия здесь запрещены. Только рукопашный бой. А мне о нём папа рассказывал. Победитель получает «Хрустального орла» от спонсора Антонио Веласкеса. Антонио Веласкеса. Дорогущий, наверное. Да. Поначалу мой отец хотел купить его на аукционе, но Веласкес его перещеголял. Мелисса! Любовь моя. Встретиться на вновь было предначертано свыше. А! Опять ты! Да. Прекрасный рыцарь Рамлефи. И возлюбленный жених Мелиссы. Кон... Как же дальше? Конрад! А, вспомнила, он дрался с Луи. Ага, и в конце получил по заднице. Какая жалость! Ты чего? Чего ты не понял тогда? А ты сам-то кто? Личный слуга Мелиссы? Что, уже забыл, что случилось в прошлый раз? Я запретил себе помнить всё, что мне не по душе. Что ты здесь делаешь? Ну, это же очевидно! Я здесь для того, чтобы одержать победу в завтрашнем турнире и получить хрустального орла в качестве моего свадебного подарка Мелиссе. Я не собираюсь за тебя замуж. Он не слышит. Давай обсудим дату нашей свадьбы, после того, как я стану чемпионом. Я не собираюсь за тебя выходить. А он, как всегда, со мной одеян. И что ты будешь с этим делать? Что, если он и вправду станет чемпионом? И тогда... Ты уже не сможешь ему отказать. Это невозможно! Этого просто не может случиться! Знаешь, подруга, он выглядит довольно уверенным. Если Дженни возьмётся за этот турнир, то тебе не о чем беспокоиться. Нет, спасибо. В реальном бою глупо полагаться на одни лишь мускулы. А этот турнир в первую очередь для тех, у кого кроме мускулов ничего и нет. Значит... Что такое? Поэтому мы можем избежать этой трагической случайности. Это хороший шанс, чтобы проверить свои навыки. Хочу хрустального орла. Без крупных ставок там не обойтись! Чё? Четверо против одного! Чего? Сколько тут народу? Я тут осмотрелась и заметила нашего старого знакомого. Того вчерашнего здоровяка. И скинхэд тоже тут. И ещё какой-то палач. Очень опасные типы, если их не завалят, невидательные победы. Что? А кто это вон там? Это, случайно, не господин Ренард? Точно. Ренард? Это герой и леди Изабель, соперница Мелиссы. Постой-ка, это ж... Не, не может быть. Это значит... Я так и знала. Привет! Господин Луи, не ожидал тебя здесь увидеть. Признаюсь, для меня ваше появление также неожиданно. В ваше участие в королевском турнире я бы больше поверил. Правда! Мелиссы тоже сказала, что я довольно популярен в этих кругах. Ставки! Кто станет чемпионом? Эй, подруга, прими ставочку на Луи. Что? На Луи? Да он свобак! Сейчас все ставят вот на этого крепыша. Или на его противника. Скинхеда. Ясно. Значит, из Луи боец никакой. Тогда я на крепыша ставлю. Точно, спасибо! Еще кто-нибудь? Я. И я тоже. Если Луи победит, я сорву банк. Все мои мечты станут реальностью. Турнир по боевым искусствам считаю открытым. Наконец-то начали. Леди Мелисса, как вы думаете, кто победит? Итак, мы начинаем первый поединок! Эй, прекратите! Я не знал, что богинские предметы запрещены! Моя броня — это символ моей благородной персоны. Она уже стала частью моего дела. Вы, вы, вы выглядите ужасно свирепым, но у вас наверняка же доброе сердце! Вообще-то, я должен вам кое-что сказать. На самом деле, я девушка! Запоминайте, хозяин. На турнире полным-полно матерых волков. Будьте, пожалуйста, осторожны, хорошо? Перестань волноваться, Джеккенсен. В искусстве боя, я не такой уж профан. Это мне прекрасно известно, но... Я... Я хочу стать таким, как мой отец. Мудрость, храбрость и сила. Все эти качества необходимы, чтобы вести других людей за собой. Поэтому думаю, что участие в турнире будет неплохим подспорьем. Я восхищаюсь вашей решительностью. Но мой господин еще так молод, и не беспокоит его неопытность. Тотализатор — это вещь! Блин, где ж тут выход-то? Может, здесь? Слушай, как только он вручит тебе хрустального орла, у тебя будет только один шанс. И ты должен использовать его. Знаю, чтобы заполучить этот шанс, я должен победить. Но если ты проиграешь, то о прощении можешь даже не задумываться. Не беспокойся, на этом турнире нет достойных соперников. Я стал знаменитым благодаря королевскому турниру, а уж на нем-то были одни профессионалы. На этом турнире у меня нет соперников. Будь ты проклят, Велоскес, ешь и пей, пока еще можешь. Это будет последний день твоей жизни. Дело пахнет керосином. Это ж заговор! Кто здесь? Я должна кому-нибудь рассказать! Держи, она все слышала! Сюда! Вот она! Все, кранты после такого падения не выживают. Вот и славненько, не пришлось марать руки. Муха! Слишком скользко, чтобы забраться наверх. Эй! Есть кто-нибудь наверху? Алло! Сокрушитель Луи! Бой окончен! Победитель Луи! Как вам? Так держать, Луи! Матч номер семь! Аский мастер по кличке Скалистый ужас! Против сияющего ребенка! Ренарда Барнстейна! Господин Ренард! Удачи! Что-то я этого ужаса не знаю. Это же хорошо! Однако... Он кажется немного взволнованным. Бой! Хозяин, не упустите свои шансы! Фига! Круто двинул! Очень хорошо, хозяин! Этого я и ждала от своего героя! Это его звездный час! Господин Ренард! Хозяин! Хозяин! Фаталити! Джекинсон! Хватит! Я в порядке! Вы дисквалифицированы! В соответствии с правилами турнира! Победитель Скалистый ужас! Чувак, это бесполезно! А дед-то нифига себе зажигает! Ренард был уверен в победе и потерял бдительность! А это самое главное, не терять бдительность во время боя! Это плохо! Кто-нибудь! Кто-нибудь! Помогите! Блин! Голос сорвала! Что ж, остался только один выход! Бой окончен! Победитель Скинхэд Ли! Кажись, тремонетки будет маловато! Победитель Молоток! Текс, это в самый раз! Это не тот случай, когда стоит торговаться! Есть! Я всего лишь хотел быть как отец! Неужели это всё, на что я способен? Лов, зенит-хозяин! Вы дрались как лех! Это так, господин Ренард! Победитель Королевская Кобра! Королевская Кобра! Скинхэд Ли! Молоток! И Луи! Вышли в полуфинал! Хозяин, что вы задеяли? Оставьте меня! Господин Ренард! Деньги? План убийства Веласкеса? Какой ужас! Я спасена! Эй! Я на дне колодца! Кто-нибудь помогите мне, Мирель! Убийство Веласкеса? Да! Убийца, кажется, проник на турнир! Что будем делать? Так просто! Мы это не оставим! Понятно! Высый урод! Надо уже что-то делать с его ногами! Есть! Как страшно! Придурок! Не делай себя идиота! Бой окончен! Один из финалистов! Луи! Как нефиг делать! Давай, Луи! Что? Та девочка? Кажется, она кого-то ищет! И те двое там... Леди Мелисса! Убийца? Конечно! Конечно, мы поможем! Да, думаю, убийцу нужно искать среди участников, а не зрителей. Бой! Особенно вот эти двое. Каждый из них может убить Веласкеса с одного удара, если подберется достаточно близко. Надо предупредить, Луи! Что ты сказала? Убийство! Готовится убийство! Думаю, ты сильно ошиваешься, пытаясь поворотить меня силой! Может, это он убийца? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Бой окончен! Финал состоится между Молотком и Луи! Интересно, какую тактику он изберёт? Бой! Ага, значит, просто силой. Мать его! Кажись, я попал! Да, пошёл ты! Вот он, хозяин! Точно! Сдаюсь! Невероятно, мой хозяин! А тебя вообще не звали! Видал, как надо? В этом поединке... Из-за присутствия третьих лиц победителей нет! Ну, клёво, предложил столько усилий, а в итоге ничего. Да не расстраивайся ты так. Мы же предотвратили убийство. Так и есть. Прошёл слух, что этих двоих нанял один купец, который не смог заполучить фрустального орла на аукционе. А не твоя папаша? Тоже мне шутник нашёлся! В этом году нет чемпиона. Выходит, что Мираль пролетела со своим богатством. Кстати, что-то её не видно. Интересно, куда она могла деться? Может, зашифровалась где-нибудь, потому что не хочет возвращать деньги? Кто-нибудь! Помогите, Мираль! Айла! Это что ли? Да-да, это моя незабвенная утренняя звезда. Ну, нифига себе, у тебя тут хлама. В соседней комнате ведь пусто. Или у тебя тут по определению, фладовка? Совсем недавно я получила новые вещички. Надо теперь разложить всё по местам. Да уж. А это что такое? Эпизод 18. Ох уж эти превращения! Для магической вещи у неё слишком необычная форма. Пойди, из-за рубежа привезли. Ну? И что это такое? Без понятия. Без понятия? Может, это один из подарков моего отца? Но вот зачем она нужна? Кайка заценить? Луи, не трогай. Мы же не знаем, что это за штука. А вдруг это опасно? Прекрати, Луи! Луи, ну хватит! Тьфу! Нефиг лезть, куда не просят. Я просто хотел выяснить, что это за штуковина. Ну и ладно, ладно. Я же просто хотел помочь. Блин! Не могу вспомнить. Что? Ёлы-палы. Вот так всегда. Хочешь помочь, а в итоге одни неприятности. Опять, наверное, обиделась. О, нет! О, нет! Привет, Мелисса! Извините, но мы незнакомы. И боюсь, я слишком спешу. Что-то я не догоняю. Как это «незнакомые»? Мелисса! Постой! Моя возлюбленная Мелисса! Это тебе! Эй, приятель! Под ноги смотреть надо! Идиотина! Жутко сожалею. Это была моя вина. Вы в порядке? Чё? Кажется, на вашем платье пятно. Пожалуйста, позвольте мне купить вам новое. О чём он говорит? И чего это он привёл меня в магазин женской одежды? Как вам это? Думаю, вам очень подойдёт. А ты действительно уверен насчёт «подойдёт»? Конечно. Миледи. Миледи? Что-то не так? О! У меня Эдди! И такие огромные! А! Только не это! Теперь я понял! Я по всем признакам девушка! Быть такого не может! Лунная призма! Дай мне силы! Девушка-волшебница Луиза! Блин! Что за пошлые мыслишки! Первое, о чём надо подумать в подобной ситуации. Миледи! С вами всё в порядке? Заплатишь за меня, ладно? Хе-хе-хе! Быть, девушка, не так уж и плохо! А-а-а! Ещё бы чуть-чуть! Стоп! Я ж теперь девушка! Сработает! Стоп! Удово сработает! А-а-а! Хе-хе-хе-хе-хе! Привет, Эдди! А-а-а-а! Что там такое? Ты кто такой? Я-то! Просто застенчивая девушка! Дед, ты что, перегрелся? Опа! Где это я? Ой, может, вирус опять меня подвёл? Печаль! Пошёл вон! Что... Что вы сказали? Что-то я стал плохо слышать! Торопишься на тот свет, Луи? Луи? Как ты догадалась? Так и знала! Как ты посмел! Ой, да я всё объяснял! Хорош болтать! Иди и приведи себя в надлежащий вид! Видишь ли, я не знаю, как это дальше провернуть! Что ты сказал? Это против моей воли! Мелисса! Если мой герой Луи останется таким... Я не смогу показаться на улице! Он будет... Ну, иронный дедушка! Вот что может произойти! Мелисса? Что с тобой? Пожалуйста, расскажи, что случилось! Я сейчас коны двинул. Понял! Это всё та магическая штуковина! Тогда скорее используй эту штуковину и превращайся обратно! Кому сказал? Я сейчас помру! Эй! Подождите меня! Против моей воли! Ты чего так вырядился, старый хрич? Предмет! Предмет! Против моей воли! Против моей воли! Предмет! Предмет! Против моей воли! Против моей воли! А может, Айла сама быстрее найдёт? Что? Не могу с вами соперничать, молодёжь! Вы так быстро соображаете! Против моей воли! Против моей воли! Против моей воли! Простите, сколько за это? Куда же Айла могла пойти? Если мы её не найдём... Я так и останусь стариком! Эй! Вы чего там двое делаете? Мирель? А сама-то чего здесь забыла? Чего? А кто этот дед? В этом нет ничего смешного! Сам просил! Странно! Она же говорила, что потом по рынку пройдётся! О чём это вы? О магическом предмете, который превратил Луи в этого деда! Нет, он имел в виду Айлу, предмет ведь у неё! Айла? Ты знаешь, где она? С такой противной рожей даже близко ко мне не подходи! Я же недавно её видела! Что? Где она? Где, во имя Господа, это Айла? Я не знаю! Говорю же вам, не знаю! Эмилиша, имей уважение к старшим! Давайте разделимся и поищем её! Калека! Против моей воли! Против моей воли! Господи! Малыш, ребёнок! Малыш, ребёнок! Подумай только, обычно он такой тормоз! А как стал ребёнком такой милашка! Ты считаешь? Нет, ну извращенские гены берут своё! Ну что с тобой? Смотри, ты так высоко! Кажется, он чем-то недоволен! Ну что, ты хочешь, чтобы я сделала? А может, он голоден? Всё-таки это один и тот же тип! Что? Вот в чём проблема! Но у меня нет молока! Конечно, нет! Лягушка! Нет, правда! Зря ты его так сильно зашвырнула! Да уж! Ну простите меня! Я так испугалась, что... Блин! Вот где его теперь искать? Что вы тут делаете? Айла! Луи, маг лягушонок? Айла! Где та штуковина, которая постоянно превращает Луи? А она у меня! Что? Айла! Потеряла! А теперь давайте поймаем лягушку! То есть, я хотела сказать Луи! Она в хорошем расположении духа! Я пойду там гляну! А я там! Гляну! Гляну! Что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КАЛЬМАР Ну, а как успехи? Безуспешно. Нету и вы, и всё тут... Я тоже не нашла. Куда же он мог пойти? КАЛЬМАР! КАЛЬМАР! Монстр! Откуда он здесь? Сразись со мной, проклятый монстр! КАЛЬМАР! 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 Ну что, кальмар? Теперь тебе не уйди! Лучше сдавайся, кальмар! Шустрый кальмарчик! Банданка? Готовься к смерти! Стой, Джинни! Что? Это ты? Луи? Этот кальмар? Наш Луи? Сначала в лягушку, потом в кальмара превратился. А ведь он на нас даже не нападал. Значит... Луи, воин, кальмар! Теперь всё, что нужно, так это та магическая штуковина. Вон она! Магическая штуковина! Что? Ещё немножко! Осторожней, если она упадёт и разобьётся, то Луи может остаться таким навсегда. Да! Заткнись! Э-э-э! Э-э! 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 Э-э-э! Э-э! 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 это было просто ужасно да уж из-за тебя мы все чуть не прославились привет всем надеюсь с вами все в порядке что значит надеюсь с вами все в порядке простите мне правда очень жаль да не уж и как доказательство я принесла вам подарок держи лы когда я прибиралась в другой комнате то нашла этот таинственный предмет он показался не чудным и я решила подарить его в качестве извинений смотрите смотрите разве он не миленький айла чего это такое а а а а а а а 3 овца 125 тысяч триста восемьдесят четвертая овца 125 тысяч триста восемьдесят пятая овца эпизод 19 дом милый дом боже из-за вчерашнего ливня твой дом правильнее сказать лачуга смыла эта проблема мы должны что-нибудь придумать и правда можешь пока переехать ко мне сказать по правде если мир будет жить у тебя ты можешь лишиться всех своих ценностей шучу я куплю себе новый что ты имеешь ввиду мой собственный дом когда прижмет даже я могу расстаться со своими денежками и это все твои сбережения и ты лапа прочь от моих денежек я не трогал я все-таки купила его это моя крепость вольна же домик домик мой любимый домик 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 мой милый домик мой собственный домик 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 sacrи вольна же домик домик умный домик настьelles 24 домик домик дома я я я я Это что за хрень? Коллекционированием я не занимаюсь. К мусору место на свалке Да, все блестит и сияет Сюда поставим мой драгоценный кувшинчик А теперь Здесь будет стол С серебряными приборами и большой вазой А в вазе великолепные красные розы На окнах шелковые занавески Освежающая большая ванна Горячая-горячая вода Итак, кузь железа пока горячо Вау, тут всего предостаточно Ну, как вам мой домик? Ну-ну, не правда ли, милый? Да, вполне Можете называть это превосходным чувством вкуса, леди Миро? О, это мой дар Чувство вкуса? Ну, даже не знаю Хотя, несомненно, это очень отличается от привычной обстановки У тебя своеобразный вкус Это кухня Хотите чай из серебряных чашек? Ничего себе серебряные чашечки Ручной работы А здесь у меня ванна Я всегда мечтала принимать расслабляющую ванну с травами С травами? Расслабляющую На втором этаже спальня и комната для гостей У тебя даже второй этаж есть? Я предпочитаю простенькую спальню Ничего себе простенькая Здесь же ничего нет Какой прекрасный дом! До сих пор не верится, что до меня не нашлось покупателя Ну, если она счастлива Да Наверное, самое время О, ага Чего? Держи, Мирель С новосельем тебя Подарочки не весть какие, но все же Да ну, подарочки! Учение Майли Молитвы на каждое утро, день и ночь Самое то учтило в долгие бессонные ночи А это туалетные цветы? Не они ли самые прекрасные цветы в мире? Они влетели мне в копеечку Пришлось заказывать и с Амэром Лиэфи Я как раз хотела цветочков в вазочку поставить Они воняют Большое спасибо На нем нет кузнечного знака, но за качество я отвечаю Для самообороны самое то Может, чуть-чуть тяжеловат, но главная практика Классный меч Ах, да Чего? Да так, просто интересно, что нам приготовил герой Ты же не мог прийти с пустыми руками? Мой подарок? А? Любовь Пожалуйста, прими мою любовь Нет уж, спасибо! Ну вообще Спасибо, что зашли Приходите еще Увидимся Хорошо, посидели Мы еще как-нибудь забежим Если вдруг воришка какой нагрянет Не раздумывая, бери меч Хорошо Хорошо Как я устала Парабаиньки Ветер Мой подарок Мой подарок отOD Мой подарок А теперь чё? Вот такой грохот прям заснёшь. Что за шумиха? Может быть это... Вор? Это самое... Это чё такое? Как вы сможете громить мой миленький домик? Хана вам, козлы! КОНЕЦ КОНЕЦ Чёрт, я тут всю ночь, что ли, проспала? Да ещё сон какой-то дурацкий. Как это был... НИСАН Что? Прошло иначе? Ты только купила... Свой новый дом. А там уже поселились призраки. Но... Может тебе померещилось? Точно! Во сне такое бывает? Это был не сон! Я... Я не позволю каким-то призракам громить мой домик! Я их всех до единого прикончу! А они появятся? Ясен пень! Мирель, ну ты и вырядилась! Выходи, подлый трус! Сейчас такого пинка под зад получишь! Сколько ж можно ждать? Уже спать охота! Эти сволочи заставляют нас ждать! Ну-ка, быра, вылезайте! Сделайте звук потише. Когда захотят, тогда и появятся. Вот они! Я же говорил, что появятся! Они здесь! Ух ты! Это? Ну что стоишь? Нападай! Леди Мирель тебе покажет Коськину мать! Ой! Чего это их так много? И правда? Что-то их? Слишком много! Что за фигня? Ничего! Всех прирежу! Погоди, Чуток Мирель! Эти солдаты – духи, нашедшие убежище в этом доме! Духи? И нахрена они тут буянят? Я же их не убивала! Чего они на мне-то отыгрываются? Пошли вон, уроды! Погоди, погоди! Извините, но почему вы до сих пор беспокоите этот мир? Мы должны сражаться! Мы не получали приказ на отступление! Похоже, давным-давно здесь было поле битвы! А это солдаты, которые полегли в бою! Что за звук? Неужели это… Точно! Эти двое превратили мой дом в помойку! Но эти двое отличаются от остальных! Эй, взгляни на их латы! Что? Помнятся такие очень популярные у коллекционеров? И стоят бешеных денег! Нет, видишь кисточки на их шлемах? Что? Это отличительный знак генералов! Значит, эти двое… Они не прекратили борьбу! Поэтому их солдатам суждено вечно биться друг с другом! Все ясно! Но мой дом-то тут при чем? Я-то откуда знаю? Мирель, ты ничего не выбрасывала, когда заселилась в дом? Что… Что именно? Коллекционированием я не занимаюсь! Это всего лишь что-то эдко! К тому же, все убитое! Нашла! Мелисса, это была… Скорее всего, ее использовали, чтобы запечатать духов, поселившихся в этом доме! А когда Мирель по незнанию выкинула ее, они опять появились! Но… Теперь она разбита, и мы ничем не можем помочь! Постой-ка, постой-ка! То есть это не вашего ума дело? Моя стеночка! Мой стульчик! Мой паркет! Мой паркет! Мой домик! Мы чего делать будем? Есть только один способ. Надо, чтобы генералы отдали приказ прекратить бой. Приказ? Пожалуй, попрошу их об этом. Простите, сэр, что отрываю вас от важных дел. Не подскажете, как сделать, чтобы вы двое перестали сражаться? Нет! Постойте! Похоже, они слишком заняты. Ясненько. Ладно, тогда пришел мой черед. А ты сумеешь? Это не люди, а всего лишь заблудившиеся души. Для великого Луи нет ничего невозможного! Сейчас разберемся! Больно же! Ах вы! Козлы! Уродов, жопиноги! Вы чего творите в моем доме? Думаю, они не отступят, пока не закончат бой. Но пока у них ничья. Тогда я наберу задницу обоим! Даруй моему голову великую силу! Луи! Если до сих пор не доходит... Сейчас мы их быстренько на небесо доставим! Упс! Уходила! Получайте! Уходила! В textedomen Один kaç 5 Г hill Получилось Даже очень Что поделаешь, больше ничего не оставалось Если б не я, они б тут целую вечность торчали Мне их даже жалко А где Мирель? И правда Я тут, а! Эй, Мирель, ты где? Тут, да тут я Могу только принести свои соболезнования Чего? Я подчиняю его, буду здесь жить Ну, как хочешь Да, да Главное, стены выдержали Луи! Ты чего наделал, Луи? А, я что ли виноват? Да, ты! Возмещай ущерб! Это был мой дом! О, мой домик! О, мой домик! Получи! Ты проиграл, Луи. Держи, ты молодец. Спасибо, Мираль. Надеюсь, мои старания не пропадут даром. Надежда умирает последней. Да ладно вам. Разве за это время я не достиг определенных успехов? Нет, и еще раз нет. Ну, смотри! Однажды я побью тебя! Запомни мои слова! Эпизод 20. Сладкое вино Победы. Священная ежегодная винная гонка будет проходить на следующей неделе. А, в ней решится, кто первым принесет в храм Майли освященное вино урожая этого года. Помнится, и в прошлом году что-то такое проводилось. Эй, а что достанется победителю? Приз — годовой запас вина. Ух ты, вот это халява! Все, записывайся в участники! Нехило. Стой ты мне попробовать. Ну, как хочешь. Джинни, а как насчет тебя? Устроим небольшое соревнование. Соревнование? Ага. Может, в плесках с мячом я тебе уступаю? Но в этой гонке я буду первым. Не интересуюсь. Что, нет? Мастер Митча Джинни уже признает свое поражение? Поражение? А почему еще ты не хочешь участвовать? Боишься, что я выиграю? Ну, тебе решать хотя... Ах ты! Эй, успокойтесь! Прекратите! Сам напросился. Эта гонка покажет, кто из нас двоих лучше. Отлично! Тогда по рукам! Хорошо! Хорошо! Вы что, забыли, что я тоже участвую в гонке? Значит, горный перевал — единственный путь в город. Сначала через горы, потом нас ждет впадина. А потом опять горы. Так, что ли? Короче, спусков и подъемов предостаточно. Но все участники соревнуются на равных. И в конце только самый сильный... ...победит. Хочешь сказать, что это будешь ты? В искусстве уносить ноги я еще никому не проигрывала. Так, пусть победит сильнейший! Да! Эй, меня что-то забываете? Луи и Джинни не стоит так горячиться из-за этой гонки. Как поживаете? Леди Мелисса! Леди Изабель! Неужели ваш герой участвует в гонке? Ну да. О, похоже, ты не слишком-то уверена в его победе. Это не так! Поверю тебе на слово. Результаты гонки расставят точки над «и». К тому же, разве твой герой, Ренарт, не собирается участвовать в гонке? Господин Ренарт никогда бы не принял участие в такой вульгарной и безвкусной гонке. Для него слишком низко таскаться по горам с какой-то бутылкой. Очень интересно узнать, что столь важно для великого Майли события ты называешь вульгарным и безвкусным, жрица Изабель. Верховная жрица Дженни. Ну-ка, на пару слов. Вы меня не поняли, я не то имела в виду. Я... я не хотела. Пошли, пошли. Ай! Верховная жрица, пожалуйста, простите меня! Так, я готов. Проще не бывает! Приз будет моим! Чёрт! А у Мирель не только язык хорошо подвязан! В этой гонке, спонсируемая храма Майли, я уверен, ты будешь ждать меня на финише. И я первым прыгну в твои объятия. Потерпи, тебе осталось недолго ждать. О, Мелисса! Эй, Конрад! Ну ты, козёл, на лошади-то нечестно! Не стоит. Далеко на лошади, он всё равно не проедет. На! Смотри же внимательно, глупая женщина! С моими врождёнными способностями наездника, перепрыгнуть этот обрыв, как переступить через лужу. Он что, упал? Да, здоровый торс здесь явно минус. Верно. Что не так, Джинни? Неужели ты боишься высоты? Это большие сиськи мешают тебе идти? Пошёл к чёрту! Хочешь искупаться вон в той речушке? Ой, вот только мне почему-то за всем не страшно! Видишь? Идиот, прекрати! Если встанешь спиной к стене, они не будут тебе мешать. Не твоё дело. Ну тогда разрешите откланяться... Чёрт! Это неприятное недоразумение не отнимет у меня шанса на победу. К тому же, вроде бы я первый. Хотя и пришлось поболтыхаться в речке. Это в очередной раз доказывает, что небесам угодна моя победа. Но, на бога надейся, а сам... Ты чё творишь, шумник? Если разрушу этот мост, остальные путь закрыт! Тогда победа будет моей! Разбежался! Где твоя бутылка с вином? Точно! Бутылка осталась на лошади! Таких полудурков я ещё не видела. И что с того? А где твоя бутылка? Вот она! Ну и... Быстро бегает, однако! Будь, паренька, отдай её мне! Руки прочь! Мирель! А вон и Кондрад! Луи! Джинни! Вы непременно должны испробовать вкус местной водички! Дело дрянь! Пронесло! Пронесло! Вод недоделанный! Это ты виноват! Как ты мог всё испортить? Хуже не бывает! Что ещё? Её нет! Бутылки с вином! Нет! Чёрт! И у меня нет! Блин! Видимо, не упали, когда мост рухнул! Это принадлежит Мирель? Или Конраду? Честно сказать, не знаю, чья это бутылка. Но теперь она будет моей! Ага, и что захотела? Она моя! За моё винцо руки-то пообломаю! Я же говорила, что она моя! Это мы ещё посмотрим! Она моя! Ну-ка, стоять! Угу! У последний! Чёрт, хрен оторвёшься. Оттина, я и не заметил, как оторвался. Папа, погодь! А ты неплох, Луи. Так вот, где ты была! Извиняй. Но я забираю это с собой. Твою мать! Поймал! Не теряй бдительности, Дженни! От меня не убежишь! Чёрт! Где ты прячешься? Твою мать! Твою мать! Откуда здесь взялся Дикий Боров? Ну, теперь меня хрен кто догонит. Что? Не рано ли... Праздновать победу? Дженни! От меня... Так просто не уйдёшь. Хочешь прекратить эти кошки-мышки? Да, почему бы нет. Закончим это здесь и сейчас. Ну что же, я не прочь! Тогда за дело! Ага! Скоро начнут прибывать наши участники. Подготовьтесь встретить их с почестями. Будет исполнено! Интересно, где же они сейчас? Эй! Вот они! Тебе конец! Грязно играешь! Не ты ли говорила, что в настоящем бою может случиться всё, что угодно? Так... Что? Не может быть? Разве лошадь может быть победителем? Тот, кто первым принесёт освященное вино, урожай этого года в Хромайле становится победителем. Но, госпожа Дженни... Бог Войны Майле приветствует любого, даже если это лошадь. Какой же ты настырный! Упрямство, мой конёк! Почему бы тебе просто не сдаться? А тебе? Упрямство! Позор! Кто-то добрался до финиша. Интересно, кто победил? Кто знает. Ну, не всё ли равно? Чёрт, а ведь мы чуть друг друга не поубивали. Никогда бы не подумала, что ты так долго продержишься. В следующий раз. Следующий? В следующий раз я тебя сделаю. Только вот бегать мне уже совсем не хочется. Точно. Как начать, кто больше выпьет? Посмотрим. Мирель, эти тоже вымой, хорошо? Хорошо. Чё-то я запарилась. Такое ощущение, что целый мир пришёл в движение. Может, это просто меня так колбасит? Точно. Элбасит. Мирель? Мирель? Мирель. 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 Что такое, Джинни? А я и не знала, что у тебя есть сестра-близняшка. Может, ты поесть хочешь? Тебе. Тебе просто необходимо поесть, даже если тебе этого совсем не хочется. Сейчас бокобанчиком. Шашлычок. Сейчас сделаем. Только чтобы это был бородавочник. Я мигом, хорошо? Джинни. Мне тоже надо идти. Нет, не надо. Пока не поправишься, тебе лучше не вставать с постели. Если я не появлюсь на работе, то меня уволят. А я тебе говорю, что не пойдёшь. Но моя работа... Работа! Так и быть. Я тебя подменю. Мелисса! А ты выздоравливай. Возьми. Что это? Мой рабочий график. Что? Мирель заболела? Да. Поэтому я вместо неё. Понятно. Что ж, тогда принимайте за работу. Да, чуть не забыл. Вот рецепт. Понятно. Сначала кладём мясо. Лук. Морковка. Картошечка. Грибочки. Соль. Перец. И немного приправы. Мелисса? Айла! А что ты тут делаешь? Мирель заболела. Вот, подменяю её на работе. Что? Заболела? И ты решила за неё поработать? Именно. Это будет непросто. Ну не отчаивайся, мы с тобой. Хорошо. Огонь! Господи, боже ты мой! Не сдавайся. Так, вроде бы всё окей. Вот единственное, что мне осталось сделать, всё это продать. Денёк сегодня, что надо. Надеюсь, завтра будет такой же. Хотелось бы верить. Вчера погода тоже ничего была. Интересно, а послезавтра какой будет? Это же... Леди Мелисса! Пожалуйста. Какой-то цвет у него странный. Заценим. Как вам? Шорт! Это чё такое? Бабки назад гони! Бои, такого не может! С чего это Леди Мелисса работает? Похоже, что Мирель приболела, вот Мелисса и вызвалась её подменить. Что? Значит, вы за неё? Хм. Что ж, тогда ваше первое задание. Простирать вот эту кучу белья. Да. Простите, что-то не так? Уволена. Неплохо. Станцуйте что-нибудь. Простите? Я говорю, танцуйте. Поехали. Конечно, сэр. Ну что, опять? Я... Это... А где музыка? Просто танцуйте. Ма, простите. Достаточно. Ну... Хорошо. Вы приняты? Правда? Да. Но взамен я бы хотел, чтобы вы танцевали вот в этом. Да, сэр. Огромное вам спасибо. Это... С каких пор это называется одеждой? И зачем я это напялила? Мелисса, приступайте к занятиям. Нет! Ну, конечно, как можно сразу хорошо выполнять работу, которую до этого момента никогда не занимался? Мелисса! Да? Как прошёл трудовой день? Ну, знаешь... Ты хорошо поработала? Конечно, хорошо. Об этом не беспокойся. А теперь отдыхай, Мирель. Хорошо. Мелисса? Что? Спасибо тебе. Здорово! Вечер добрый! Ой! Ну, как ты в целом? Говорят, что у тебя переутомление. А мы тебе кое-что купили. Прошу меня извинить, но мне пора. Что случилось? Ты кожушься взволнованной? Нет. Мне просто надо на работу. Понятно. Что ж, желаю удачи. Хватит надо мной издеваться! Что же делать? Официантка. Строитель. Нянька. Гадалка. Парниха. Охрана. Меня отовсюду уволили. Это плохо. Да. И долго вы тут шпионите? Где тут состроитель? Вот оно как. Да. Во-первых, невозможно хорошо сделать работу, если до этого ты за неё не брался. Работа. Моя работа. Мирель. Мирель. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Почему ты всегда ведёшь себя, как Аполтус? Зачем так много? И что ты со всем этим будешь делать, если торговля не пойдёт? Всё будет в шоколаде. Управимся как-нибудь. Продолжение следует... То я... Луи всегда такой... Не волнуйся. Я, конечно, не знаю, как Ноун управится. Айла, что ты такое говоришь? Знаешь, Луи порой совершает такие поступки, которые попросту не укладываются в сознании. Но ведь он всегда выходит победителем из любой ситуации, разве не так? Да, но... Ээээ, чё встали? А ну, за работу! Окей! Я же тебе говорила! Что ты собираешься делать? Если так и дальше пойдёт... Если так и дальше пойдёт... Успокойся. Бой только начался. Айла, твой ход. Поняла. Простите. Добро пожаловать. Вкуснятина! Как только я укусила, я сразу ощутила гармонию этого сочного мяса и секретного соуса, что тает прямо во рту. Хрустящее снаружи и такое сочное внутри. Никогда не ела ничего вкуснее. Я не ела ничего вкуснее. Добро пожаловать. Подходите. Подходите и попробуйте. Дайте-ка мне два, пожалуйста. А я три возьму. Минутку, сейчас всё будет. Мелисса, тащи следующую тарелку с шашлыком. Да. Видала? Управился, так ведь? Да, полагаю. Вот, я её тут поставлю. Спасибо. Почистую всё распродали. Ты, наверное, всю жизнь этим занимался. Чё? Если ты такой специалист, что ж ты с самого начала об этом не сказал? А я и не специалист. Как бы то ни было, завтра вас ждёт ещё один трудный день, верно? Точно. Будем весь день жарить и жарить, пока всё не распродадим. Удачи вам, ребята. То есть? Боюсь, что я завтра не смогу вам помочь. Тут магический аукцион намечается. Блин. И как мне это расценивать? Как бунт на корабле? Ну и ладно. Мы вдвоём управимся, так ведь? Как я и думала. Он заставляет ляди Мелисса работать. Ему не будет прощения. Вот он идёт. Если мы от него избавимся... Тогда ляди Мелиссе не придётся больше на него работать. Идёт прямо по курсу. И даже не подозревает, какую ловушку мы для него придумали. Попался! Да куда же этот Луи подевался? Он уже давно должен быть тут. Эй, ляди! Да? Вы начнёте наконец готовить или нет? А то мы уже устали ждать. А, ну... Не могли бы вы поторопиться? Да. У меня не получится. Только не у меня. Но я должна это сделать. Похоже, другого выхода нет. Эй, Вантан! Похоже, сейчас подгорит. Точно. Простите. Простите. Пять штук для первого покупателя. Спасибо, что подождали. Следующий... Нет, две дайте. Переводи. Мирель? 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 Пожалуйста, Мирель! Возвращайтесь поскорее! Подходите, попробуйте сами! Вкуснотища! Дайте ко мне один! Да, пожалуйста! Луи! Можно мне шашлычок? Конечно! Как вкусно! Ну, конечно! Мирель! Вкусно! Вкусно! Ну! Вкусно! Субтитры создавал DimaTorzok Всем войскам! Вперёд! Сегодня? Они перейдут границу сегодня? Именно так. Сегодня они нарушат суверенитет этой страны. И что? И уже через несколько дней в столицу проступят первые доклады. Именно тогда придёт наш черёд действовать. Понимаю. Наконец-то. Наконец-то финал уже близок. Эпизод 22. А вот и армия повстанцев. Точно. Я думаю, это та же самая армия, которую мы до вечера пытались прищучить у границы. Но на этот раз они ведут себя гораздо смелее. Теперь их армия гораздо больше. Проблема в том, что они дали себя узнать. Ну и в чём проблема, что мы знаем, кто они? В том, что они скрываются под именами древней аристократии нашей империи. Под именами именно тех лордов, что не признали правлению нынешнего короля. И были истреблены, когда король Рижарл взошёл на престол. Например, граф Корвелл? А я и не знал, что ты так осведомлена в истории Офана. Да так, был один прецедент. Они подняли мятеж против короля. И в то же время объявили самого короля мятежником. У короля Рижарла не осталось выбора, кроме как самому возглавить нашу армию. Поэтому я буду сопровождать его величество, короля Рижарла. И пока меня не будет, бразды правления храмом будут в ваших руках. Будьте спокойны, леди Джейни. Нам заниматься тем же, чем и обычно? Да, и если вы в чём-то не уверены, то доверьтесь голосу Мэли, что звучит внутри вашей души. Хорошо. Король желает, чтобы я составил ему компанию. И главным, до моего прихода остаётесь вы, наставник Полтес. Ни о чём не беспокойтесь, Верховный Маккарвес. Я думаю, у меня не возникнет никаких неприятностей с Академией, и всё будет в порядке. Если бы это был обычный бой, то я бы отказался. Но я помогал королю Рижарлу с тех самых пор, когда он только начинал править. Похоже, королю не понравилась их наглость, не так ли? Если его величество Рижарлу не уничтожит их, то эти аристократы не успокоятся, пока не добьются своего. С тех пор прошло уже 20 лет. И вот теперь они появились снова. И, несомненно, они выступят с той же ненавистью, что тогда. Но если король возглавляет армию, кто же будет защищать страну в это время? Я полагаю, что лорд Орданел вполне с этим справится. Вот как. Понятно. Разобьём лагерь в Антон. Есть? Здесь мы и встретим армию Рижарла. Остатки аристократии спустя 20 лет? Ты хорошо знаешь историю этой страны? Ну, не то чтобы. Сегодняшний закон и порядок были установлены королём Рижарлом, но корни истории уходят далеко в прошлое. На самом деле это государство носило название Фан, но впоследствии было почти уничтожено другими странами. Ну, это-то я знаю. После смерти короля Фана появился герой, который повёл за собой народ и победил врагов, да? Этим героем был король Рижарл. Но фанская аристократия не признала в нём короля. Они восстали против него, что и повлекло впоследствии их полное истребление. И армия, что появилась у границы. Никто иные, как те самые беглые аристократы и их слуги. А почему именно сейчас? Похоже, что они относятся к тем, кто так просто не сдаётся и идёт до самого конца. Я всё равно не понимаю. Хорошо, что я просто обычная искательница приключений. Трудно не согласиться. Держи. Чего это? Как это что? Ты просил мне расшифровать это или уже забыл? А, это? Как раз по твоему профилю. Эта фишка написана на языке гномов. Гномов? Ну тогда понятно, почему я тут ни слова не разберу. Здесь записаны названия алхимических ингредиентов, которые предназначены для создания магических организмов. Например? Например, с их помощью можно сделать клона или гумункула. Но мне кажется, они предназначены для чего-то более грандиозного. Ну? И чего это такое? Я думал, ты мне расскажешь. Господа, как вам, наверное, уже стало известно, верховный маг Карвес сопровождает короля в предстоящей битве. Похоже, это надолго. Сейчас Офан находится на грани войны. Но я бы хотел, чтобы вы сильно не беспокоились и продолжали усердно учиться. Это всё. Можете быть свободны. И это всё? Но следующих студентов. Господина Майлз, господина Пайлок, господина Тайц, а также господина Луи. Что? Я? Я попрошу вас задержаться. За что? Опять что-то натворил. Как прошло приключение, Ваше Величество? Много я, конечно, не достиг. Но, как вы и говорили, лорд Арданелл, я стал понимать мир чуточку больше, чем раньше. О, а Лили оказалась вам полезной? Несомненно. Она очень способная. Она просто незамедлина для нас. Простите, лорд Арданелл. Можем узнать цель вашего приглашения? А вы довольно прямолинейны, впрочем, как и всегда. Что ж, должен сказать, это дело требует немедленного рассмотрения. Есть какие-то проблемы? Мне оказана великая честь защищать имперскую столицу. Поэтому в порядке усиления нашей обороноспособности я подумал о том, чтобы вести в городе военное положение. Военное положение? Мы должны вести комендантский час и установить блокпосты на всех выходах из города. Не думай, что король Рижарл в подобной ситуации принял бы такие серьезные меры. Министры тоже не согласны со мной. Однако я категорически настаиваю на том, чтобы было введено военное положение. И если ваше высочество со мной согласно, я тут же отдам распоряжение. Но лорд Арданелл, я всего лишь принц. У меня нет полномочий принимать решения, которые не одобрены моим отцом. На самом деле есть. Если вдруг что-то случится с его величеством королем, у всех не останется иного выхода, кроме как подчиниться вашим приказам. Хватит нести чушь! Джеккинсон? Джеккинсон! Они умерли? Нет, просто парализованы. Они не умрут. Однако я думаю, что сэр Джеккинсон так просто от своих слов не отступится. Не надо. Ты успела полюбить их? Вы так сильно хотите выседать на окровавленном троне? Конечно нет. Ты права. Правосудие на нашей стороне. Нам не нужны напрасные кровопролития. Так прямо и ехать? Да, поместье лорда Арданелла немного дальше. А почему именно сейчас? К тому же, наставник Фолтас. Разве вы не должны быть сейчас в Академии? Мы едем туда, потому что нам так диктует сложившаяся ситуация. А Академия проживет пару деньков и без меня. Всё равно не понимаю, с чего это я. Сам узнаешь, когда приедем. Да, да. Извини, что заставила ждать, Лили. Что привело тебя сюда? Путешествие, которое мы планировали, придётся отменить. Понимаю. Сейчас у нас дела поважнее. В конце концов, наша империя находится на грани войны. Но в следующий раз мы обязательно пойдём. Следующего раз и не будет. Почему? Господин Ренарт больше не пойдёт ни на какие приключения. С чего это вдруг? Приключения не его стихи, и смысла в продолжении он не видит. Но этого не может быть! Он мой герой! Откровение храма Майли может быть ошибочно. Не может! Не может! Это явное преувеличение. Откровение Майли неоспоримо. Значит, парень по имени Луи, который постоянно крутится около вас, тоже герой? Что? Да, именно так. Я не верю в Майли. Хоть Луи на первый взгляд и не выглядит как герой, но однажды он, несомненно, станет… Я не верю в правосудие Майли. Почему? Потому что он признал правление короля Рижарла. Лили, позволь мне поговорить с Ренардом! Я тоже больше его не увижу. Господи! Леди Изабель! Он там! Мы почти на месте! А? Вот оно! Ох! Уж! Уж! Настальник Фолдес, а почему бы нам не попросить помочь солдат? Потому что сейчас я контролирую работу сложного магического устройства. И у меня нет никакого желания демонстрировать его каждому встречному, который даже не состоит в Академии Высокого Волшебства. А чего это за прибор такой? Тебе этого не понять. Настальник Фолдес, это последний я. Отлично. Может, хотите передохнуть? Однако здесь довольно много солдат. Господин Луи. Мне бы хотелось, чтобы вы помогли мне приготовить раствор биокультуры. Раствор биокультуры? Для начала залейте два этих бочонка в соотношении три к двум. Вон в тот резервуар. Фу, что за ванища? Это в порядке вещей? Но за пашина стоит, мама не горюй. Стоп. Кажется, мне знаком этот запах. Быть такого не может. Это устройство требует знаний высокого уровня. Их я вам еще не преподавал. Нет. Я точно помню этот запах. Не волнуйся об этом. Продолжай работать. Когда же это было? Чего? Луи сейчас нет в столице? После того, как наставник Фолте забрал его, я даже предположить не могу, куда он мог подеваться. Да и ладно. Мы ведь пока не собираемся в поход. И неважно, здесь он сейчас или нет. А от меня-то вы чего хотите? Я думаю, что он сын одного из самых именитых купцов Офана. Ты не знаешь, где находится поместье кого-нибудь по фамилии Ренар? Ренард? Ну, тот парень, который выступал в недавнем турнире. А, Искатель приключений? Он купец? Скорее всего, и при том очень богатый. У меня есть связи с большинством богатых купцов этого города, но вот его я не знаю. Уверена. А зачем вам понадобилось его поместье? Моя подруга из храма Майли очень хочет его видеть. Случаем не та высокомерная особа. Нет, Леди Изабель вовсе не такая. После всего она и вправду так думает. Кайман! Все идет по плану? Да, я взял с собой учеников. Все в порядке. Я не твой ученик. Естественно, у них не тот уровень знаний, чтобы что-то понять. Надеюсь. Я очень на вас полагаюсь, наставник Фолтес. Пожалуйста, ни о чем не беспокойтесь. Что же это за запах? Например, с их помощью можно сделать клона или гомункула, но мне кажется, они предназначены для чего-то более грандиозного. Это жир! Лили! Чего тебе? Что тебе здесь надо? Я тоже немало удивлен твоим присутствием. Кто на ней изображен? Не твое дело. Твои родные? Ты очень на них похожа. Не твое дело. А я думаю, что ты с Ренардом и тем дедом. Не твое дело. Исходя из того, что задумал лорд Орданелл, это уже мое дело. Почему? Если хочешь знать, не будешь ли ты так любезно ответить на пару моих вопросов? Большего не прошу. Ты и вправду герой? Чё? Ты пришел сюда, потому что ты герой? Если ты что-то хочешь сказать герою, у тебя ведь есть Ренард, разве не так? Он не герой. Я тоже. По крайней мере, пока. Тогда кто же ты? Кто я? Он ученик наставника Полтаса. Но с каких это пор ученики ходят по моему дому? В полночь и безо всякого на то разрешения. С тех самых, когда в этом хорошеньком поместье сыграла кровь Искателя Приключений. Искателя Приключений? Ты про воров, что ли? Нет, я про тех, что раскрывают заговоры. А меня интересует, почему управляющий Афана вдруг возвращается в свое поместье? Это не твоего ума дело, юноша. И почему в поместье дислоцируется целый полк солдат? Или это охранники, которых вы наняли для собственной безопасности? Это не твоего ума дело, юноша. Послушай, Лили. Кто ты на самом деле? Это не твоего ума дело, юноша. Этот вопрос адресован не вам. Лили. Кто ты? Я... Достаточно. Почему наставник Полтес делает для вас магических организмов? К тому же, с явным уклоном, ведение боевых действий. Будь ты проклят. Хм. Вот. Это именно то, что я хотел услышать, как студент Академии Магов. Герой, искатель приключений, маг. У тебя слишком много способностей. Но ты будешь казнен, как вор, который проник в поместье под покровом ночи. Какая же ты мразь. Я даже толком ничего не знаю. А ты уже пытаешься заткнуть мне рот? Меч. Наставник Полтес и Фраду взял с собой далеко не лучших учеников. Не будь таким нахальным, парень! Чёртов рот! Ублюдок! Что ты, мать твою, задумал? Я бы хотел отыграться за то, что ты мне сделал. Урод! Я скажу мастеру Холтусу, что ты самовольно отправился домой. Надеюсь, ты там сгниёшь. Открыть ворота! Это лорд Орданелл! Открыть ворота! Военное положение? Многие страны не прочь поживиться в земле Меофона. Никогда не знаешь, когда Фандория воспользуется возникшей ситуацией и развяжет войну. Да, Фандория наш враг, но... Военное положение в городе поможет захватить шпионов Фандории и поддержать порядок на улицах. Я получил ваше согласие? Эпизод 23. Девушки вне закона. Чего? Луи всё ещё где-то шляется? Уже три дня нет. Приключения это одно, но теперь-то он с наставником Фолтусом. Раз он поехал с наставником, думаю, нам не стоит волноваться. Возможно. Кстати, о том человеке по имени Ренарт. Ты узнала, где он живёт? В городе нет ни одного наследника-торговца с именем Ренарт. И что это значит? Это значит, что он скрывает своё настоящее имя или положение. Но зачем? Не знаю. Жители Офана! С сегодняшнего дня в имперском городе вводится военное положение! Военное положение? Во-первых, вход и выход из города строго по пропускам. К тому же, вы должны будете подтвердить свою личность. Это ещё что такое? Во-вторых, вводится комендантский час! Да пошли вы! В-третьих, все подозрительные лица будут арестованы! Это подрывает нашу деятельность искателей приключений. КОНЕЦКО! КОНЕЦКО! Держите температуру на заданном уровне. Следите за приборами. Все ясно? Не спускайте с них глаз. Господин Луи, вы еще здесь? Куда делся этот Дарданелл? Дарданелл? Где эта сволочь? Лорд Дарданелл вернулся в имперский город. Сбежал, значит? О, блюдок. Отпустите меня, Маглуи. Это уж слишком. Нафига ты воссоздаешь магические организмы? Что? О чем ты говоришь? Хватит затирать! Что ты собираешься с ними делать? Используй эту запрещенную магию. Запрещенную? Скорее, утерянная древняя магия. Я пытаюсь восстановить эту магию. Ну-ка, гались! Это секретное оружие. Секретное оружие? Ты, должно быть, знаешь, что Офан сейчас на грани войны. И мы используем это, как наше секретное оружие. Правда, что? Да. Если мы направим это против армии и повстанцев, думаю, король Рижарл будет безмерно благодарен. А верховный жрец Карвес будет поражен моими способностями. Но этот мерзавец Дарданелл хочет... Это не единственный восстановленный магический аппарат. В имперском городе... Вот он! Ну, мне пора! Похедова! Эй! Стоять! Наверху! Не дадим уйти! Нашли! Протяжите весь лес! Маланцы! Чтоб вы все заблудились! Кажется, это я заблудился. Ты ни капельки не изменился. Ты! Цельсия! А я все думала, из-за чего этот шум гам? А это оказался ты, Луи. Давно не виделись, Цельсия! Послушай, а в каком направлении Офан? Вон туда. Спасибо. Так ты опять потеряешься. Извини, но не могла бы ты оказать мне услуги. Ладно, пошли. Докладываю! Армия Рижерло показалась по ту сторону дороги. Если пойдешь восточнее этой дороги, то это самый короткий путь в Офан. Но что ты собираешься делать? Да так, ничего особенного. Надо надрать задницу одному засранцу. В таком случае я попрошу духов, чтобы они тебе помогли. Спасибо, Цельсия. Я твой должник. Ещё раз спасибо. Значит, нам даже шагу из города ступить нельзя? Они сказали, у искателей приключений далеко не самое чистое досье. Ну что, ребятки, какой я вам нафиг шпион? Даже если мы выберемся отсюда, гораздо сложнее будет снова попасть в город, так что лучше переждать здесь. Чёрт, это ж сколько денег на пиво надо? Да, хуже некуда. Это уж точно. Интересно, что он сейчас делает? Будь он здесь, давно бы уже сцапался солдатами. В двойне верно, я опять бы не подумал о последствиях. Скорее всего. Идиот грёбанный! Когда надо, хрен его дождёшься! Добрался, наконец-то. Достаточно! Я же говорю, что я рыцарь Рамлефи. Это значит, что вас прислал король Рамлефи? Я пришёл, чтобы увидеться с моей возлюбленной. Ну, пропустите меня. Почему? Город военного положения. Нам запрещено впускать подозрительных лиц. Эй, что ещё за военное положение? Уи! А ты кто такой? Член гильдии магов. У меня были дела за городом, но теперь я вернулся. Здесь не упоминается никаком члене гильдии магов. Ясен пень, ведь никакого положения три дня назад не было! Кто отдал приказ? Это приказ самого лорда Дарданелла. Дарданелла? Пошёл прочь! Пока в городе объявлено военное положение, ты в него не войдёшь! Ляськи-масяськи, ляськи-масяськи! Да. А кем-ußий-масящий-масящий-масящий-масящий-масящий-масящий-масящий-масящий-масящий-масящий. Темно и страшно! Ты, чего сделал? Это не я, это... Спасите! Стоять! За что? Прекратите! Ну нифига себе! Эй, неплохо! Уи! Ну пока, да. Мне ещё в замок забежать надо. Увидимся! Это он! Что ты сделал с нашими товарищами? Почему я-то? Тебя осталось недолго ждать, чёртов Дарданелл. Эй, Дарданелл! Вылезай! Стоять! Чёрт! Нарушители? Да! Мы задержали их у ворот и теперь преследуем. Хотя есть сведения, что они всё-таки проникли в город. Кто они? Предположительно, это какой-то маг. По другим сведениям, рыцарь Рамлефи. Я должен знать точно. Есть! Он уже мог выбраться. Даже если и так. Что из этого? Нам это только на руку. Я вышлю всю регулярную армию на поиски повстанцев. А замок будут охранять мои собственные солдаты. Ваше Высочество! Луи! Это ты, Луи? Луи! Айла! В этом хламе навряд ли что-то найдёшь. У тебя ж была штуковина для телепортации. Телепортации! Ну, да. Вот оно. Отлично. До зимы верну. Ну ладно. Телепорт! Чё? Ты должен хорошо знать или видеть место, в которое хочешь телепортироваться. Куда тебя опять понесло? В крепость, Офана! Чего? Зачем? Надо вернуть должок Дарданеллу! Дарданеллу? Не надо, Луи! Луи! Позовите жрицу, Изабель! Господин Ренарт, наследник престола? Его настоящее имя, Литтлер. Наследный принц Литтлер. Он... Лорд Дарданелла травил нас. Не знаю для каких целей, но они увели его высочество. Но зачем? Пожалуйста, Леди Изабель, он же ваш герой. Его величество! Принесите ещё противоядие! Сейчас! Леди Изабель! Господин Ренарт, наследный принц. О, Майли, бог войны! Даруй мне своё откровение! Я поражена. Не думала, что твоим героем является наследник престола. Если я что-то могу для тебя сделать, просто скажи. Если ты волнуешься о его состоянии, то должна пойти и помочь ему. Но... Мы не знаем, угрожает ли ему опасность. Но мы хотя бы можем выяснить его местонахождение. Господин Ренарт не мой герой. Я не получала откровения от нашего бога. Но я так хотела своего героя. И поэтому... Да. Я не знала, что господин Ренарт наследник престола. Даже не подразумевала, что могу быть недостойна его. Леди Изабель. Я не готова ему служить. Это не так. Каждый может сделать что-то для другого человека. Леди Мелисса. Леди Мелисса! За тобой гонятся солдаты Офана? Только не говори, что это из-за тебя. Конечно, нет. Это Луи. Из-за него теперь все шишки получаю я. Ты сказал Луи? Я ни в чём не виноват. Я не настолько туп, чтобы пытаться пробраться в замок. То есть Луи сейчас на пути в замок? Зачем? А чтоб я знал. Может ему не понравилось это военное положение. Я отлучусь ненадолго. Оставляю вас за главных. Леди Мелисса! Нам запрещено выходить! Со слов Джекинсона, действия лорда Дарданелла кажутся весьма подозрительными. Если Луи что-то выяснил и хочет помешать этому... Неужели он стал таким сообразительным? Не делайте этого, Леди Мелисса! Наверняка из него опять сделают посмешище. И что? Он мой герой. А герои должны действовать. Леди Мелисса! Остановитесь! Леди Мелисса! Может быть, сейчас вам кажется, что я совершаю глупость. Но я уверена, в один прекрасный день вы всё поймёте. Да здравствует наследный принц Лидлер! Что всё это значит? Лорд Дарданелл! Новый наследный принц Лидлер пришёл к тебе на смену. На смену? Я сохраню тебе жизнь. Но ты испытаешь тоже, через что прошёл я. Стоять! Тут одностороннее движение! Дороги! Вот так! Вот он! Стоять! Стой! Телепорт! Телепорт! Он исчез! Найдите его! Остерегайтесь его магии! Наш Луи! Он так взбесился! Он так взбесился из-за этого военного положения! Он дурак, но капля рассудка у него имеется. Может быть. Тогда что? Мне бы хотелось знать. Айла? Луи! Луи! Он пробрался в замок, чтобы сразиться с лордом Дарданеллом! Да, диагноз клиника. Но зачем? Не знаю! Это магический щит! Это столб огня! Это прибавит тебе скорости! А это? Достаточно. Мы поняли. Налуи! Айла, жди здесь. Забарахлимся! За сохранность вещичек не отвечай! И еще это, и это! Я пойду с вами! Кто-то должен будет прикрыть нас, если что. Просто подумай, чем ты ему сможешь помочь. Джинни! Мы искатели приключений. И мы не позволим Луизе получить всю славу себе. Что такое? Кажется, я видел чью-то тень. Что? Уверен? Может, помережилось? Нет. Я ее точно видел. Рыцарь Рамлефи! Конрад! Перед вами! Это подвиг во имя моей возлюбленной! Конрад! Ну, чего вы стоите? Я улетаю! За ним! Стоять! Девочки! Луи на экскурсии в замке. Луи подозревает лорда Дарданелла. Поэтому он пробрался в замок. Кто-то же должен будет его оттуда вытащить. Но если Луи ошибся, нас тоже сочтут за предателей. Давненько не было такой веселухи. Он хочет сразиться с Типом, который установил это тупое и надоедливое военное положение. Что ж, я присоединяюсь. Идём. Идём. Стойте! Кто вы? Как говорится, безумству храбрых поём мы песню. Стоять! Кто вы? Кто вы? Кто вы? Кто вы? Мы хотим повидаться с лордом Дарданеллом. Какие-то они странные. Взять их! Мы хотим увидеть Дарданелла. Говорюшь, нам на пару слов с Дарданеллом. Главные ворота! Всех главным воротом! Получи! Эпизод 24. Удар Луи. Эй! Дарданелл! Ренард? Ты чё тут забыл? Луи. Ой-вей-вей-вей-вей. Что за фигня? Луи. Я скрывал это. Но я наследный принц Офана. Чё? Повинуйтесь лорду Дарданеллу. Да пошёл ты со своим дыр-дыр-дырном. Лорд Дарданелл сделал мою копию, чтобы захватить власть в стране. Вот у сета-тип гражданской наружности. Если бы я был более опытен, этого бы никогда не произошло. Как я объясню это своему отцу? Эй! Руки! Оставляю его тебе! Покеда! Луи! Выши нос! Коллега! Он это ты! Ты не можешь проиграть самому себе. Повинуйся лорду Дарданеллу. Хорошо, Луи. В этот раз! В этот раз! Я не могу проиграть! Идите вперёд! Джинни! Найдите Луи. Текая Мелисса! Лили! Ты-то тут откуда? Это вы не должны быть здесь. Уходите отсюда, пока ещё живы. Какого? Мы пришли сюда в поисках Луи. Луи? Зачем он здесь? Ему не нравится правосудие, лорда Дарданелла. Правосудие? Назад! Больше ни шагу! За что ты сражаешься, Лили? Назад! Я жрица Майли. Изабель! Я пришла спасти своего героя, господина Ренардо! Думаю, вы прекрасно знаете, кто я. Если не хотите по-плохому, дайте нам пройти. Вы намешайте! Прочь! Мелисса! Ну всё! Кто? Кто ты? Кто ты? Почему ты против короля Рижарла? Рижарла, враг моего дедушки. Тогда ты... Я Линолим Корвелл. И мщу за своего дедушку. Граф Корвелл умер 20 лет назад. Неужели ты сражаешься за мёртвого человека? Да. И это моё правосудие. Я не могу. Не могу поверить, что ты действительно хочешь этого. Хочу. Неужели ты жаждешь мести? Кому ты, кого даже ни разу не видела? Никто не живёт руководствуясь собственными желаниями. Нами праведолка и обязанность. И у нас нет другого выбора, кроме как играть эти роли. Но выбор есть. Его мне показал мой герой. Ты здесь, потому что здесь твой герой, которому ты должна служить. Потому что это твоя роль. Просто я хочу быть рядом с Луи. Только и всего. Назад! Мелисса! Чего ты желаешь? Назад! Какое имя ты выбираешь? Линалим? Или Лили? Я... Я поклялась не плакать. Никогда не плакать. Почему ты не можешь поплакать? Назад! Чего ты хочешь? Я не знала своего дедушку. Я Корволов тоже не знала. Я не хочу быть принцессой. Я хочу быть папой и мамой. Меня не интересует Рижарло. Я не могу ненавидеть Ренарда. Я хочу быть Лили, искателем приключений. Ха-ха-ха-ха! Вот ты где. Можешь пока не отвлекать меня? Вообще-то я ненавижу ждать. Скоро. Когда армия Рижарло потерпит поражение. Чего ты там бурчишь? С древних времен наша семья лишилась власти над Паном. Теперь же мы захватим ее у этого узурпатора Рижарло. Вот и все. Ха! Ваша же семья проиграла королю Рижарло, так? Нахрена теперь-то? Теперь нас никто не остановит. Моя армия во главе с голем-драконом разобьет войско Рижарло. Это будет конец. Появись, мой голем-дракон! Наставник Полтас, видимо, до сих пор думает, что он получит признание короля Рижарло и его назначит первосвященником гильдии мага. Что-то смешного. Да так! Просто представил, как сейчас рушатся мечты наставника Полтаса! Почему? Прости, прости. Если нечто странное подмешать в общую смесь, нифига ведь не получится. Что ты сделал? Пописал! Зачем? Наставник Полтас не знал о моих планах. Да нет. Я начал тебя подозревать уже после того, как нассал туда. Тогда зачем? Просто так. Вот так. Просто так? Ладно. Пора начинать. Я уже устал ждать. Вот мерзавец! От меня не уйдешь! Ваше Высочество! Назад! Я! Повинуйтесь лорду Дарданеллу. Я не проиграю самому себе. Ваше Высочество! Господин Ренарт! То есть... Принц Литлер. Можно и Ренарт? Джинни! Когда это Вы успели? Леди Изабель! Лили! Будь ты проклята! Лорд Дарданелл просто использовал её! Но... Я действительно всех Вас обманула. Лили... Хочешь и дальше путешествовать с нами? Путешествовать? Мы собираемся разыскать лорда Дарданелла. Вперёд! Снизу! Лорд Дарданелл сказал, что под замком на всякий случай у него есть страховка. История Фанны насчитывает много веков. Наследие Древнего Королевства спрятано здесь под замком. Но... Как Рижарлу, так и королева Милетта пришли сюда из другой страны и ничего об этом не знают. Я единственный, кто помнит традиции. Не доказывает ли это, что на троне должен сидеть я, а не Рижарлу? Ну, Падди, ты скажи ему сам! Если ты хочешь сделать то же, что он сделал с тобой, вы должны сразиться лицом к лицу! Это тоже одно из наследий, передававшихся в нашей семье от поколения к поколению. Закуси! Бесполезно! Этот щит защищает меня от любых атак. Будь то оружие или магия. Поэтому тебе остается только сидеть и смотреть. Где это мы? Не знаю. Мы понятия не имели, что под замком есть эта комната. Получи! Луи! Гаргульи! Здорово! Мы прикроем! Идите к Луи! Иди же, Мелисса! К своему герою! Леди Изабель! Поторопитесь! Вперёд! Луи! А ты, должно быть, лорд Дарданелл! Что ты намереваешься сделать? Скоро узнаете. Опять магия? Вы еще не видели самого главного. Скоро вы увидите всю мощь Древнего Королевства. Эй, что это? Луи! Луи! Что это? Луи! 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 Он не может противостоять мне! Сейчас вы увидите силу, которой я обладаю. Какой еще нафиг силу? Луи! Ты присвоил эту силу себе! Но это не твоя сила! И не твоя страна! Луи! Напрасно! Пошел ты! Глупые люди! Хоть один, хоть вчетвером! Говорю же вам, это невозможно! Хочу знать, наверняка! Не может быть! Парочку с правой, я приберегу для тебя! Это невозможно! Вдарили! Да! Нет, остановитесь! Удар! Луи! Удар! Луи! Не-не-не-не может быть! Паредок! Ты молодец! Ты сделал это, Луи! Луи! И опять чего-то напутал, Луи! Убираемся отсюда! Что же делать? Все! Держитесь за меня! Келеборд! Отступаем! Но! Без поддержки армии Дарданелла у нас нет шанса! Они отступают! Мы же только пришли! Карвес! Доставь меня в замок! В замок? Рижарл! Генерал! Дальше командуйте вы! Это... Отец! Что тут происходит, Лидлер? Вообще-то... Урод корявый! Я-то тут при чем? Приведите его ко мне! Успокойся, Рижарл! Я беру на себя всю ответственность! Подумайте перед тем, как наказывать его! Не наказывать! Приведите его, чтобы я смог наградить его! Приведите сюда этого воина-волшебника, который спас нашу страну! Позвольте мне это и сделать! Я так же хочу поблагодарить его товарищей! В таком случае, я пойду с тобой! Партнер! Господин Ринарт! Как вы думаете, я смогу стать героем? Да, уверена, что сможете, господин Ринарт! Почему бы и нет? Неплохая у нас была команда! Спасибо! Клюо бежали! Навряд ли они нас догонят! От тебя куча неприятностей, Луи! Айла! А ты-то откуда? Я смекнула, что если вы будете скрываться, то прибежите сюда! Да мы и не скрываемся! Всё! У нас новое приключение! Приключение? Ага! Приключение! Заливает, а сам не краснеет! Это против моей воли! Потом поговорим! Или хотите на местные нары? Мой долг! Всюду следовать за героем! Мне ж теперь новый меч искать надо! Без гроша в кармане в городе нефиг делать! В любом случае, я рада, что ты в порядке! Вы уже уходите? Ага! Куй же леса, пока горячо! Ладно! Берегите себя! Ага! Увидимся, Айла! Я буду ждать тебя, Луи! Прихвати мне какой-нибудь сувенирчик! Обязательно! Сказки всегда одинаковы! Это просто мы уходим, а сказки бессмертны! Новые актеры рассказывают их по-новому, по-другому! И уже новые люди слушают их по-новому, плачут и смеются! И опять в их сердцах поселяется надежда! Она приходит каждое утро! Утро начинается с надежды! Очень добротненький и юморной сериал! Спасибо, что были с нами! Будьте здоровы! Данный релиз не для продажи! Перевод Салой Амигами Тэн Коуз Роль озвучивали Ника Ленина Эстер Торгель Гамлетка Цезаревна Азазель Тайминг Ильдар Тайминг Ильдар Растер Тайминг Ильдар Тайминг Ильдар Субтитры сделал DimaTorzok